Шикадай не любил похороны. А кто в здравом уме их любит? Сегодняшние не стали исключением. Утром выпал снег, впервые за несколько лет так рано. Черный набилом собравшийся на кладбище Шинобе казались Таевором. В тишине отчетливо слышались приглушенные в схлипывание Сакурасон, единственные, кто открыто плакал. Мама стояла с каменным лицом, только иногда тяжело вздыхала. Чаджисон и отец стояли в стороне, чуть впереди, сразу за Саймсона и Инаджином. Лицо отца оказалось вырезанным с камней, он не проронил ни слова после того, как принес тело Инаджин в Канаху. Шикадай стиснул кулаки, представить, что Чаучиу погибло по его вине хуже не придумаешь, а отцу нести эту ношу до конца своих дней. Инаджин замкнулся. Прошел месяц после похорон, а друг до сих пор не пришел в себя. Ходил ожившим трупом, разговаривал неохотно, все свободное время проводил, закрывшись в своей комнате. Сайсан почти сразу ушел на миссию и до сих пор не возвращался. Может, Инаджину лучше пока пожить у нас? Предложила мама, когда Шикадай рассказал ей об этом. Сайм может отсутствовать долго. Но как он мог бросить Инаджина сейчас? Каждый переживает горе по-разному. Мама посмотрела в коридор и вздохнула. Отец недавно вернулся и привычно закрылся в комнате Шоги. Сухой стук фигур по доске, то непрерывный, то редкий царапал по нервам. «Я предложу Инаджину», — твердо сказал Шикадай. «Люди умирают, это нормально. Шинаби умирают быстрее и чаще, но это их жизнь, жизнь тех, кто посвятил себя воле огня. И надо принять это и идти дальше». Кровавые лекарисы опустились на плиту, тонкие лепестки-иголки пошевелились на ветру. Шикамару смотрел на имя, высеченное на ней, и до сих пор не мог поверить, что это не очередной кошмар, от которого можно проснуться. Столько смертей за спиной, а с этой смириться не получалось. Все, кто говорил, что время лечит, лицемерные лжецы, не лечит оно ни хрена. Боль от потери сенсии отца, а после матери не ушла, жила с ним внутри него. Уход Ина проделал в груди брешь, которая никогда не затянется. И никакое время не снимет с него груз вины и не смоет ее кровь с его рук. «Зачем ты это сделала?» Прошептал Шикамару, глядя на плиту. «Зачем, Ина?» Она не ответила тогда, и сейчас тоже молчала. «Как будет молчать до конца его дней?» «Я знал, что найду тебя здесь». Ча-Джи медленно подошел и положил руку на плечо. Вздохнул, крепко сжал. Шикамару не шелохнулся. «Ты бы сделал так же», — тихо сказал Ча-Джи. «И я. Мы все готовы были отдать жизнь друг за друга. Не вини себя. Не надо». Шикамару повел плечом, сбрасывая руку. «Мы оба знаем, что это должен был быть я. Я должен был лежать здесь, а не она». На это Ча-Джи не нашел, что ответить. Горькая улыбка тенью скользнула по плотно сомкнутым губам Шикамару. «Я потерял она, не заставляя терять еще и тебя». «Ты о чем?» «Я здесь». «Нет». Ча-Джи нахмурился, посмотрел на плиту и снова на Шикамару. «Ты остался там и не хочешь возвращаться. Но ты жив. Я жив. Живы Тимари и Шикадай. И на Джин тоже. Ты нужен нам всем, Шикамару. Почему никто не хочет поинтересоваться, что нужно мне?» Глухо процедил Шикамару, засовывая руки в карманы. «То, что тебе нужно, невыполнимо, и требовать этого от других нечестно. Разве я требую?» Шикамару жалко улыбнулся, и подняв на Ча-Джи сухие, ярко блестящие глаза. «Я всегда поступал согласно долго». «Правильно. Почему сейчас я не могу нарушить хоть одно правило, Ча-Джи?» «Хоть одно долбанное правило?» «Даже Наруто не позволит тебе воспользоваться техникой перемещения во времени». Ча-Джи схватил Шикамару за плечи и встряхнул. «И знаешь почему?» «Потому что ты спасешь ее и умрешь сам». «Кому какое дело до моей жизни?» Закричал Шикамару, отталкивая его. «Я не могу жить с этим, как ты не понимаешь. Я теряю ее снова и снова, каждую гребанную секунду». Он резко замолчал, тяжело дыша. Поднял глаза в безоблачное небо, еле слышно закончил, я устал ее терять. Низко опустив голову, Ча-Джи шмыгнул носом. Кровавые лекарисы шевельнулись на ветру, качнув головками. «А ты не подумал, что ей там может быть хорошо?» Сказал он тихо, но твердо. Поднял глаза на Шикамару, продолжая с растущей уверенностью, «Она тоже страдала, об этом ты не думал?» «Не думал, что у нее была причина поступить так?» «Не думал, что она хотела умереть?» «Заткнись!» Заорал Шикамару. В небо вспархнули растревоженные вороны, сидящие на ветках деревьев на краю кладбища. «Заткнись, Илья!» «Что?» Шумно дыша, Чаджи смотрел из-под лобья. «Что ты сделаешь?» «Ты трус!» «Ты боишься жить!» «Жить дальше, потому что она так и решила!» «Ина хотела, чтобы ты жил, а ты ведешь себя так, словно эта жертва ничего не стоила!» «Заткнись!» Снова крикнул Шикамару, сжимая виски ладонями. «Заткнись!» Заговорил тише, переходя на шепот. «Заткнись, Чаджи!» «Замолчи!» «Замолчи, хватит!» «Хватит, когда до тебя дойдет!» «Выпусти, наконец, эту боль из себя и живи дальше!» Слово Чаджи били на утмышь, проникая прямо в сердце. Шикамару думал о них, признавая правоту, но не находя в себе сил признать, что надо двигаться дальше. Наруто не мог бесконечно ждать, пока его советник будет скорбеть, дел накопилось немало и пора возвращаться. Глубоко вздохнув, Шикамару снял с шеи цепочку, на которой висело серебряное кольцо, и рассеянно качнул его в воздухе. Смех Инны зазвучал так близко, что захотелось зажмуриться. «Ты не занят?» Сын сдвинул фосума и заглянул в комнату. «Нет». Шикамару опустил кольцо на стол. «Что-то случилось?» Шикадай сел перед ним, сложив руки на коленях. «Ты не против, если Инаджин поживет у нас?» «Инаджин?» Голос дрогнул. «Что это, если не судьба?» «Да». Сай-сан все еще на миссии, никто не знает, когда вернется. Мама предложила. «Я не против», — перебил Шикамару. «Это все?» «Да». Шикадай поднялся, но вдруг заинтересованно спросил, всегда хотел узнать, что это за кольцо. «Кольцо?» Шикамару задумчиво улыбнулся. «Оно принадлежало твоему деду, Шикако. Оно обручальное. Но разве дедушка не погиб от взрыва? Как тогда оно уцелело? На войне нет места украшениям. Он оставил его дома. Можно?» Шикадай притянул руку, и Шикамару с неохотой вложил кольцо в ладонь. «Моему любимому гению!» «Эта бабушка заказывала надпись?» «Да». Дождавшись, пока сын нас смотрится, Шикамару забрал кольцо и снова повесил на шею. После переезда Эноджина прошла неделя. Он вел себя так же тихо, хоть и стал чуть больше разговаривать с Шикадаем. Но по ночам тот слышал, как друг плачет за стенкой. Если бы можно было сделать хоть что-то, чтобы ему помочь. Прежде Шикадай обязательно посоветовался бы с отцом, но сейчас тот сам ходил мрачной тенью, только недавно вернулся к работе. Пришлось идти за советом к Барута, хотя некоторые методы, которые тот использовал, чтобы решить проблему, Шикадай находил сомнительными. Сейчас Барута тоже не подкачал, выслушал, подумал и выдавал. Техника перемещения во времени. Запретная, сухо заметил Шикадай. «Мы разок воспользуемся, никто не заметит». «Чтобы хотя бы разок воспользоваться, надо ее для начала освоить». «А где мы возьмем свиток с описанием?» «Я проникну в архив и украду ее». «Как у тебя все просто?» «Не просто, не спорю». Но отец как-то рассказывал, что седьмой команде это удалось, когда они хотели узнать, как выглядеть какаши-сенсии без маски. «Правда?» Удивился Шикадай. Эту историю он не слышал. «Ага. Правда, потом их поймали Анбу, и они ничего не успели узнать, но я думаю это из-за того, что какаши-сенси все это время был с ними. Это как?» «Долго рассказывать. Так что, рискнем. Если получится, мы сможем сделать так, что и нас сам не умрет. Вмешиваться во время опасно, техника не зря запрещена. Но мы же не ради себя, а для того, чтобы спасти жизнь». Шикадай сомневался, но мысль о том, чтобы вернуть и нас сам к жизни вернуть к жизни друга воодушевляла. «Хорошо, наконец согласился он. Только, давай пока не будем говорить об этом и на джину. Если ничего не получится, то и говорить не придется. А если нет, то лучше его не расстраивать», — кивнул Барута. «Делать что-то гораздо лучше, чем не делать ничего», — так всегда считал Шикадай. Когда на следующий день Барута, заговорщицки сверкая глазами, потащил его на шестой полигон, Шикадай едва сдерживал нетерпение. «Неужели у него получилось?» «Ну и кто тут теперь самый ловкий?» — спросил Барута, вытаскивая из-за пазухи свиток. «Это он?» — распахнул глаза Шикадай. «Ата!» «Обижаешь!» «Но вообще это было легко, надо потом сказать отцу, чтобы усилил охрану архива. Техника оказалась сложной. На то, чтобы ее освоить, у Шикадая Барута ушел не день и не два, но после множества экспериментов и скачков во времени на минуту, десять, сутки они решили, что готовы. «Нам надо узнать, когда именно погибла Иннасан», — сказал Шикадай. Они сидели под деревом и хрустели яблоками. «И для начала придется просто смотреть на ее смерть. Надо понять, что именно менять. Никогда не видел, как умирают люди», — тихо сказал Барута. «Я тоже». Шикадай нервно сглотнул, до него только сейчас начало доходить, что это не игра, а настоящая миссия, исход которой ему же известен. «Время смерти есть в архиве. Я посмотрю сегодня. А завтра приступим. Где ты был?» Инаджин зашел в комнату, сел на кровать и требовательно посмотрел на друга. Барута попросил помочь с одним делом. «В последнее время вы постоянно что-то делаете вдвоем», — с легкой обидой сказал Инаджин. Тяжело вздохнул, я понимаю, что в последнее время вел себя, не очень. Но я бы не хотел терять друга. «Прости. Тебе ни за что извиняться, ты что?» Шикадай, до этого лежавший на кровати, сел. «У тебя умерла мама, какие тут развлечения?» «Значит, с Барута ты развлекался?» «Нет, что ты. У нас на самом деле было одно дело, надеюсь, завтра мы его завершим. И даже не скажешь, что это за дело?» Больше всего на свете Шикадай презирал тех, кто лжет друзьям. «Доверие первое, что должно быть в команде», — так всегда говорил отец. «Но если у них с Барута не получится, Инаджин будет надеяться, ждать, а они подведут. Молчишь?» Горько улыбнулся Инаджин. «Может, мы уже не друзья? Мы хотим вернуть твою маму?» Выпалил Шикадай на одном дыхании. «Повтори. Мы с Барута освоили технику перемещения во времени. Завтра мы попробуем все изменить. А тебе не говорили, потому что не хотели обнадеживать и вдруг не получится. Вернуть маму?» Глаза Инаджины заблестели. «Ты думаешь, это возможно? Вот и проверим. Я тоже хочу ее спасти. Слушай, мы больше месяца учились. Я пойду с вами. И если для этого придется подождать, подождете». В конце концов, первую очередь это касается меня. На это Шикадай было нечего возразить. «Повторим, три часа дня, координаты. Да мы уже три раза проверили. Может, пора уже перемещаться?» Перебил Инаджин. Шикадай закатил глаза. «В таком деле надо все тщательно перепроверить, ошибок быть не должно. Ладно», — вздохнул Шикадай. «Все готовы?» Переглянувшись, ребята серьезно кивнули и встали в центр нарисованной прямо на земле печати. Одновременно сглотнули и начали складывать ручные печати. Хлопок, яркая вспышка перед глазами, земля качнулась и снова стала твердой. Они стояли посреди небольшой поляны, покрытой жухлой травой. «Ксо, мы совсем забыли, что тогда была зима». Барута начал растирать плечи. «В следующий раз оденемся теплее», — напряженно сказала Инаджин, всматриваясь в лес. «Нам надо спрятаться», — напомнил Шикадай, иначе увидят. Прыгнув на ветки, они притаились и приготовились ждать. Судя по данным, через несколько минут здесь развернется нешуточный бой, но пока было тихо. «Ты вечно будешь мне это напоминать?» Послышался недовольный голос. Шикадай замер и посмотрел вниз, а тец прошел прямо под веткой, на которой он сидел. «Буду, пока не запомнишь», — ехидно заговорила Инна, идя следом. Шикадай посмотрел на побледневшего Инаджина. Он так вцепился в ветку, что так грозило в отвод сломаться. «Ладно вам ругаться», — добродушно сказал Чаджи. «Подумаешь, ошибся, с кем не бывает. Заткнись!» Одновременно крикнули Шикамару и Инна, но первый тут же поднял руку вверх, и команда остановилась. На два и одиннадцать, тихо сказал Шикамару, доставай куны. Боевое построение. Трое нукининов выскочили на поляну. Воздух засвистел от рассекающих его сурикенов, запахло дымом взрывных печатей. Ребята напряженно следили за битвой, впервые видели такую слаженность, без слов, переговариваясь взглядами, Инна, Шикамару и Чаджи вступили в бой одновременно, словно стали одним целым. «Инна, не высовывайся!» Рявкнул Шикамару, когда она коротко вскрикнула по ноге потекла кровь. Отбросив челку, кивнула и отступила в сторону, когда по земле поползли тени, захватывая нукининов. «Надо их допросить!» Ина вытянула руки, приготовилась сложить печать, но в последние мгновения звонко крикнула «Шикамару!» Шикадай тоже заметил шевеление в ветвях за спинами нападавших, стремительно приближающийся к гул. Шикамару не прерывал технику, продолжая удерживать нукининов, когда Инна выскочила перед ним, заслоняя собой. Поняв, что сейчас произойдет, Шикадай прижал Инна-джина к себе, заставляя уткнуться лицом в грудь. Мерзкий чавкающий звук, брызнувшая в стороны кровь, взревевшая Чаджи, увеличившийся втрои и в два удара расплющивший нукининов. Напавший выскочил на поляну и не успел пискнуть Чаджи, сжал его в ладони, хрустнули кости. Все произошло так быстро, что Инна даже не успела упасть. Шикамару подхватил ее, опускаясь на колени. Он посерел, глаза испуганно бегали от лица к животу, залитым маслянисто блестевшей кровью. «Зачем ты это сделала?» Спросил Шикамару севшим голосом. «Я, Ирьянин», — улыбнулась Инна, занося руку над собой. Слабо вспыхнула чакра, Шикамару перехватил запястье, делясь своей. «Все не так страшно, правда?» К ним подошел Чаджи, сел рядом, беря Инна за вторую руку. «Нет», — Инна продолжала улыбаться, белее на глазах. Ладонь дрожала, чакра постепенно гасла, пробегая по пальцам бледнеющими зелеными огоньками. «Зачем ты это сделала?» Повторил Шикамару, крепче прижимая ее к себе. В последний раз моргнув, свечение исчезло. «Чаджи», — тихо позвала она. «Ты отличный отец и муж, Корою повезло с тобой». Переведя дух, она тихо добавила, «береги его». Чаджи молча кивнул, по лицу непрерывно текли слезы, большие кулаки сжимались и разжимались, плечи мелко тряслись. Шикамару Инна положила ладонь на его щеку, «Прости». «Нет», — он покачал головой. «Нет», — выплюнул зло, «не прощу». «Ты не имела права позаботиться об Анаджине». Рука дрогнула, поползла вниз, Шикамару поймал ее, сам прижал к щеке. «Подожди», — он заговорил быстро, сбивчиво, глотая слово. «Подожди, не уходи. Еще немного. Мне столько надо тебе сказать». Шикамару выдохнул Инна. Взгляд застыл на его лице. Чаджи громко всхлипнул и разрыдался. Шикамару не шевелился. Продолжая прижимать ладонь к своей щеке, он неотрывно смотрел на нее, окаменев. «Надо уходить», — глухо сказал он наконец. Положил руку Инна ей на грудь, взял в себя плащ, завернул ее и взял на руки, поднимаясь. «Пойдем, Чаджи. Надо отнести Инна домой». Когда они ушли, ребята долго не могли прийти в себя. Инна Джин дрожал, глотая слезы, Шикадай и Борута подавлено молчали. «Мы спасем ее», — твердо сказал Шикадай. «Уже сегодня вернемся сюда еще раз и спасем». Яркое солнце ослепило, после серого зимнего леса зелень листвы резала глаза. Растерянно моргая, ребята молчали, до сих пор не отошли от увиденного. В глазах Инна Джина плескали слезы. Первым в себя пришел Борута. Стукнув кулаком по ладони, он сверкнул глазами. «Мы сможем ее спасти, дать Тебаса?» «Сможем», — кивнул Шикадай. Выражение лица отца, мертвое, пустое, такое, каким он привык видеть его в последние месяцы, до сих пор стояло перед внутренним взором. Присев на корточке, Шикадай взял в руки ветку и начал быстро рисовать, вспоминая, кто, где стоял и что при этом делал. Инна Джин и Борута склонились над ним. «Надо сделать так, чтобы Инна сам не добежала до отца. Уверен, он успеет отразить удар. Подложим камень на ее пути», — предложил Борута. «Можно и так, но камень она может заметить. Может, лучше вырыть юмку и замаскировать ее травой? Или воду разлить, она замерзнет, мама поскользнется и упадет». Немного поспорив, ребята выбрали подходящий, и по мнению всех, варианты снова встали в печать. «Чакры, конечно, эта техника жрет очень много», — досадливо вздохнул Борута. «Ничего, нам много не надо». Шикодай сложил пальцы. «Готовы?» «Дайте боса». «Мы опять забыли про куртки». Уже знакомые, но еще пустынная поляна вызвала неприятные чувства в груди. Шикодай не мог не думать о том, что через несколько минут здесь снова сможет умереть Инна Сан. Восстановливая по памяти место, где будут стоять родители, он уверенно начертил небольшую линию и опустился перед ней на колени. «У нас мало времени», — прикрикнул на застывших Инна Джина и Борута. Те, спохватившись, сели рядом и начали рыть ямку. «Инна, не высовывайся!» Рявкнул Шикомару, когда она коротко вскрикнула по ноге потекла кровь. Отбросив челку, кивнула и отступила в сторону, когда по земле поползли тени, захватывая Нукининов. «Надо их допросить. Сейчас». Инна вытянула руки, приготовилась сложить печать, но в последнее мгновение звонко крикнула «Шикомару». Бросившись вперед, Инна взмахнула руками и рухнула на землю. Содрогнувшись всем телом, Шикомару согнулся пополам, не разжимая сложенные в печать руки. Жал пальцы сильнее, тени поползли по телам Нукининов, черные петли обвелись вокруг вашей. Мимо с ревом пронесся Ча-Джи, выскочивший из леса Нукинин отлетел к дереву, сломал его и упал на землю поломанной куклой. «Шикомару». Инна встала на колени, подползла к нему, завалившемуся на бок. Перевернула на спину, закрыла рот рукой, опомнилась, занесла светящейся чакрой ладони над окровавленным животом. Инна. Шикомару схватил ее запястье, качнул головой. «Не трать зря. Заткнись». Она зло сбросила его руку, прикусила губу, от напряжения на лбу выступил пот. Инна, с нажимом сказал Шикомару, тяжело, поверхностно дыша. «Не надо. Еще одно слово, и я сама убью тебя, клянусь». Со слезами в голосе воскликнула она. «Почему ты не уклонился? Ты же тоже почувствовал. Может, потому что так станет лучше для всех». Глаза Шикомару блуждали по ее лицу. С трудом подняв руку, он вытер слезы, уже непрерывно струящиеся по щекам и капающие на его грудь. «Ненавижу тебя», прошептала Инна. Чоджи громко вздохнул, низко опустил голову. «Чоджи, ты самый лучший друг, которого я только мог представить», — медленно проговорил Шикомару, повернув к нему голову. «Ина». «Нет». Она замотала головой, рассыпая ворох слез. «Не смей со мной прощаться. Ты лучший, что со мной случалось? Я так сильно». Он замолчал. Застывшие глаза смотрели прямо на нее. Низкий вой завибрировал Инна в груди, вырвался наружу пугающей, протяжной нотой. Прижав голову Шикомару к себе, Инна медленно раскачивалась вылораненным зверем. Без всхлипов, причитаний и от этого звука кожа покрывалась льдом. Чоджи положил ладонь ей на руку, тихо сказал, «Мы должны отнести его домой». Но Инна словно не слышала, продолжая раскачиваться. Тогда Чоджи тряхнул ее, сказал громче, «Надо отнести Шикомару домой». Стерев слезы тыльной стороны в ладони, Чоджи разжал руки Инна, завернул Шикомару в его плащ и бережно поднял. Пошатываясь, Инна встала, поправила ворот плаща у его лица и отвернулась. Ребят до сих пор трясло. Яркое солнце било в глаза, теплый ветер охлаждал залитые слезами щеки. Шикадай упал на колени, ничего не видя перед собой. «Мы должны вернуться», — хрипло проговорил он, царапая словами горло. «У нас почти не осталось чакры», — с сожалением сказал Инна Джин. «Нужно несколько дней, чтобы восстановиться. Несколько дней, которые я проведу без отца». С отчаянием крикнул Шикадай, но тут же виноват и добавил «Прости!» Что такое несколько дней против нескольких месяцев? Он возвращался домой, надеясь, что это неправда. Но, когда Инна Джин крикнул «Мама!» И помчался навстречу Инна, шедший по улице, сердце сжалось. Инна сам была живой, здоровая и словно постаревшей. Обняв сына, она погладила его по голове и тихо, удивленно спросила, что случилось. «Ничего. Я просто так по тебе соскучился». Печальная улыбка не отразилась в ее глазах. Инна поцеловала Инна Джина в лоб и отпустила. Посмотрела на Барута, потом перевела взгляд на Шикадая, поспешно отвернулась. «Барута, Шикадай! Мы, наверное, и пойдем!» Неуверенно протянул Шикадай, оттягивая возвращение домой. Инна Джин, увидимся завтра. С Барута они расстались через пару кварталов, к дому Шикадая подходил на деревянных, непослушных ногах. Матери нигде не было. В токанома стояла ваза с давно засохшими цветами. Всхлипнув, Шикадай прошел в родительскую спальню, идеально прибранную. Уставился на место отца на двуспальном футоне. «Мне тоже до сих пор не верится, что его нет», — сказала тихо подошедшая Тимари. «Не могу больше здесь оставаться. Слишком много вокруг напоминаний». Шикадай удивленно посмотрел на мать, темные круги под глазами, прямой, уверенный взгляд, поджатые губы. Он видел отца утром, а здесь прошли месяцы. Найдя руку матери, Шикадай сжал ладони в своей. «Все будет хорошо. Ты правда так считаешь?» — неверяще проговорила она, смотря так, словно видит впервые. Потом слабо улыбнулась, рада, что ты наконец приходишь в себя. Желудок Шикадая скрутила. А как бы он чувствовал себя, если бы на самом деле потерял отца? Даже представлять это страшно. Хорошо, что они вернут его, как только восстановится чакра. Надо только немного потерпеть и пожить в этой жуткой, застывшей реальности. Инна никогда не любила лекарисы, но только они могли передать ее чувства. Они несколько вето кослинника, ярко-желтый на крыло-красном. Опустив цветы на плиту и сев на колени, и накоснулась имени кончиками пальцев и прошептала. «Ты бы все равно не понял, что я хочу сказать этим букетам». Показалось, что рядом тихо хмыкнул Шикамару, щелкая зажигалкой. Слезы собрались в глазах, сколько еще должно пройти времени, чтобы перестало кровоточить сердце. «Ты опять пришла сюда». В голосе Ча-Джи не было укоризны, только печаль. «Как и ты», — ответила она, не оборачиваясь. «Мне его не хватает», — признался Ча-Джи, садясь рядом. Инна не ответила, низко опустив голову. Горько усмехнулась, снова всматриваясь в лаконичный Шикамару Нара. «Когда-то я говорила ему, что мы обязательно умрем в один день. А он говорил, что уйдет раньше, чтобы провести хоть немного времени без меня и моей болтовни. Я...» Она положила ладонь на грудь, сжала ткань платья, «я так скучаю по нему, Ча-Джи». Шумно вздохнув, Ча-Джи притянула на к себе одной рукой, и она тут же спрятала лицо на его груди, беззвучно затряслась. «Несправедливо, всхлипывая», — проговорила Инна. «У нас было так мало времени. Я столько лет злилась на него, столько лет не могла простить, а на самом деле это не важно. Все не важно, главное, что тогда он был жив». Только бы раз еще увидеть, Ча-Джи молчал, поглаживая на пол спине, и смотрел на плиту, думая, сколько бы отдал Шикамару, чтобы услышать от Инна эти слова. И к чему они теперь, когда ничего не изменить? Инна-Джин не хотел отходить от мамы ни на шаг. «Если бы мог, взял за руку и не отпускал, но это выглядело бы слишком странно». Поэтому он просто сидел за столом, облокотившись о него и положив подбородок на ладони, и смотрел, как она готовит. «Ты сегодня какой-то странный», — заметила Инна, ставя перед ним тарелку с салатом. «Просто соскучился, широко улыбаясь», — сказала Инна-Джин. «Брови Инна взметнулись вверх. Ты у меня такая красивая!» Влюбился. Улыбнулась в ответ Инна, садясь на стол и подпирая щеки ладонями. В вырезе платья качнулось кольцо на тонкой цепочке. Инна-Джин удивленно уставился на него. «Откуда это?» «Я же уже говорила, с легким удивлением», — сказала Инна. «Это кольцо моей мамы, я решила его поносить. Можно посмотреть?» Инна сняла кольцо с шеи и протянула ему. «Ты так на него смотришь, словно видишь в первый раз. Тонкий ободок, гладкий, ни одной зазубринки». Покрутив его в руках, Инна-Джин хотел было вернуть, когда заметил надпись внутри. Присмотрелся, моей любимой проблеме. Улыбнулся, пытаясь представить, как это сказал бы дедушка, как бы при этом звучал его голос, который Инна-Джин никогда не слышал. «Почему ты не носила его раньше?» Нашла недавно, пожала плечами Инна, снова вешая цепочку на шею и бережно сжимая кольцо в ладони. Третий день моросил дождь. Чакра восстанавливалась медленно, Шикадай тихо радовался, что занятия в академии уже закончились и можно спокойно лежать и медитировать. Инна-Джин ходил такой счастливый, что Шикадай было стыдно говорить о том, в какой беспросветной тоске приходится жить. В первый же вечер, когда они с матерью вдвоем сидели за столом, он постоянно смотрел на пустующее место. Замечая этот взгляд, мать вздыхала и поджимала губы. «Давай переедем в Суну», — попросила она в конце третьего дня. «Там нам обоим станет легче». «В Суну? А как же мое занятие?» «К тому же Яшина Беконохи, я должен жить здесь». «Ты так же принадлежишь Суне», — резко ответила мать. «Имеешь право сам выбирать, где жить. Но я не хочу уезжать. Я не говорю, что мы уедем завтра. Просто подумай». Шикадай действительно думал над этим полночь. «Если бы отец погиб в его реальности, они на самом деле переехали бы в Суну?» «Хотел бы он этого, если бы все было правдой». Мертвый взгляд отца всплыл перед глазами, Шикадай зажмурился. Все эти дни он запрещал себе вспоминать, но сейчас картинка отчетливо встала перед глазами. Сравнивая смерть и Насану смерть отца, Шикадай пытался понять, что сделать, чтобы оба остались живы. Вспоминал их реакцию и представлял, как вел бы себя, если бы Энаджин или Челчо умирали на его руках. Сердце билось быстрее, стоило об этом подумать, и ладони леденели, покрываясь липким потом. Просто рассуждать о долге Шинобе перед Конохой, о воле огня, когда потери не касаются тебя лично, а смерть кажется чем-то абстрактным. Все эти ряды могил на кладбище, длинные списки погибших на Кенатафе только сейчас Шикадай начал понимать, что за каждой из них стоит чья-то жизнь, чья-то судьба, безвозвратно изменившаяся в один миг. Они вернут отца, сохранят их обоих живыми и навсегда забудут технику перемещения во времени. Если бы каждый человек, потерявший близких, пользовался ею, мир погрузился бы в хаос. «Ну что, ты придумал, что нам сделать, чтобы выжили оба?» Нетерпеливо спросил Энаджин, когда Шикадай вышел на поляну. «Придумал», — кивнул Шикадай. «Мы должны изменить траекторию полета смертельного удара. Но есть риск не угадать, мы ведь не знаем, где именно и как двигался тот Нукинин. Это может занять время, тут с первого раза может не получиться. Будем пробовать, пока не получится», — решительно сказал Барута. «Не получилось. Ни с первого, ни со второго, ни с третьего раза. Жизнь Шикадая Энаджина превратилась в бесконечный кошмар, раз за разом они смотрели, как умирают родители, раз за разом возвращались в опустевшие дома к сходящим с ума от горя родным. Разговоры о Суне стали постоянными, Шикадая боялся, что мать примет решение, и он банально не успеет все изменить. Я больше не могу это видеть. Рыдая, Энаджин упал на землю, пиваясь пальцами в траву. Я больше не могу видеть, как она умирает». Шикадая молчал, тяжело дыша. В этот раз ему повезло, но он чувствовал, что еще немного, и они сойдут с ума, так и не найдя выход. Они перепробовали столько всего, и все без толку. Оставалось пара вариантов, а потом у них просто опустятся руки. Шикамару. Звонкий крик Эн разнесся по поляне. Застыв, ребята смотрели, как черный клинок, подпитанный чекрой, летит прямо в живот Эна, но в последний момент вдруг отклоняется и входит по рукояти в ее плечо. Зло шикнув, Шикамару стянул тени на шеях Нукининов, а когда четвертый выскочил из леса, крикнул коротко «Чаджи». Несколько мгновений, и все было кончено. «Куда ты полезла?» Взревел Шикамару, поворачиваясь Кэна. Побледнев, она смотрела на торчавшую из плеча рукоять. «Идиотка!» Он осторожно вытащил клинок, отбросил его в сторону, и ладонь она моментально засветилась. Рана на глазах начала затягиваться, засунув руки в карманы, Шикамару отошел на другой конец поляны и достал пачку. Его руки дрожали так сильно, что сигареты рассыпались. Шикамару цыкнул, засунул одну в рот и прикурил. «Прости!» Инна подошла к нему и коснулась локтя, но Шикамару зло выдернул руку. «Не подходи ко мне!» «Ты бы сделал так же, упрямо сказала она, обходя его и заглядывая в глаза. Ты понимаешь, что чуть не погибла?» От злости голос Шикамар усел. «Да. Чуть не погибла у меня на руках. Ксо!» «Ты вообще представляешь, что я чувствовал в этот момент?» Инна виновата опустила голову, прислонилась лбом к его плечу и обняла. «Прости!» «Я не знаю, чем я думала!» «Не трогай меня!» Шикамару втянул носом воздух и задрал голову к небу. Обреченно покачал головой. Чоджи подошел к ним, тихо сказал, «Все же обошлось!» Шикамару, «Все в порядке!» Хмыкнул, «Давайте дойдем до Идзека хотя бы!» «Очень хочется выпить и поесть!» Втроем они ушли из поляны. Вскоре ее озарила вспышка и снова стало тихо, только четыре тела Нукинина фастовали на земле. «Получилось!» Крикнул Шикадай, едва перестал рябить в глазах. Инаджин крепко его обнял, и Барута присоединился к ним. «Домой?» «Сияй!» спросил Шикадай. «Домой?» кивнул Инаджин. «Спать!» Дома пахло по-прежнему, Шикадай втянул запах оружейного масла, свитков и отца тут сидел за столом и поднял глаза, стоило сыну войти. «Привет!» широко улыбаясь, сказал Шикадай. «Привет!» кивнул Шикамару, возвращаясь к работе. «А где мама?» «Думаю, скоро вернется!» не поднимая голову, ответил Шикамару. «Рад, что ты дома!» «Правда?» Шикамару посмотрел на сына и слабо улыбнулся. Шикадай кивнул. «Ушел к себе, зная, что теперь все точно будет хорошо. Было так легко, что хотелось улыбаться без причины получилось. Они все сделали правильно, и теперь все кошмары остались позади. Больше не придется смотреть на погибающих родителей, можно вернуться к привычной жизни и насладиться, наконец, наступившим теплым за всеми этими прыжками из прошлого в настоящее. И он даже не заметил, что уже конец апреля. Надо бы собраться командой, чего-чего наверняка обижается, что они стали редко видеться». С этими мыслями Шикадай вышел из спальни и едва успел прижаться к стене, когда мимо пролетела мать. Не обратив на него внимания, она влетела в кабинет отца, разведясь отзи с такой силой, что те хрустнули, ударяясь о стену. «Ублюдок! Ты с ней спишь?» Глаза Шикадая широко распахнулись, сердце замерло, а после следующих слов матери упало в желудок. «Ты спишь, сына!» «Посмотри мне в глаза и скажи, что я ошибаюсь!» Шикамару до сих пор трясло уже не от злости, от страха, выхолодившего нутро до костей. Свист клинка, кровь, брызнувшая из плеча им и попавшая на его лицо. Промелькнувшая мысль она его спасла. Новая, испугавшая до помутнения рассудка чуть ниже и левее, и погибла бы. Сердце в раз стало тяжелым, огромным, заполнило грудную клетку. А потом хлынула ярость, залила глаза. Инна готова была умереть за него, так глупо и безрассудно. Шикамару не знал, сможет ли простить ее за это решение. Вот так, просто, она решила оставить его одного, а сама уйти. Мгновение пережитого ужаса погрузило мир в серый, и Шикамару был бы рад поверить, что все будет по-прежнему, но не мог. Смотрел на нее, смотрел, оказалось неправда. Казалось, она осталась там, лежать на залитой кровью земле. Казалось, он чувствует, как затихает стук ее сердца, видит, как останавливается взгляд. Шикамару трясло, и он ничего не мог с этим сделать. «Прости, в тысячины, наверное, раз», сказала Инна. Они сидели в теплом зале небольшой гостиницы, в которую добрались полчаса назад. Стоило отойти от поляны, повалил снег, усиливаясь с каждым шагом, и в продвижение по лесу шок от случившегося паутих, чтобы в теплее безопасности вспыхнуть снова. Качнув головой, Шикамару опрокинул в себя Саки, вытер губы тыльной стороной ладони и потянулся к новой бутылке. «Я жива», с нажимом сказала Инна, перехватив его запястье и окрепко его сжав. «Чувствуешь? Мы так много раз могли погибнуть», попытался пошутить Ча-Джи, что сейчас уже совсем не страшно. «Погибнуть когда?» Зло выдохнуло Шикамару. «На войне?» «Сколько лет назад?» «Четырнадцать». «Сколько раз после мы так рисковали собой?» «Сколько, Ча-Джи?» «Смерть может подстерегать на любой миссии, тебе ли не знать?» «Смерть одного члена команды ради другого не входит в кодерик с Шиноби». Шикамару сбросил руку Инна и снова наполнил отёка. Выпил, резко повернулся к ней, «Ты настолько в меня не веришь?» «Думаешь, я не смог бы уклониться?» «Это ты у нас просчитываешь всё на сто шагов вперёд», огрызнулась Инна, которая явно надоела извиняться. «Я действовала, не думая. Оно видно. Знаешь что, она поднялась и ткнула в него пальцем, наверное, и правда не надо было рисковать. Сейчас мы бы сидели здесь с Ча-Джи вдвоём, а твоё тело лежало бы снаружи в снегу. Тогда бы ты точно сказал мне. Спасибо». Её глаза, и без того яркие, засверкали непролитыми слезами. Инна вышла из-за стола, пересекла зал и громко затопала по лестнице. Шикамару вздохнул, престижённо опуская голову. «Зря ты так», — укорил Ча-Джи. «Она переживала за тебя. Знаю. Но я тоже переживаю за неё. Она это знает. Поэтому не будет долго обижаться. В этом вся Инна». Шикамару невесело улыбнулся. Всегда прощает. Они замолчали, прекрасно поняв, что именно Шикамару имеет в виду. Сам он себя так и не смог простить и не простит, сколько бы времени не прошло. «А если бы она умерла?» Шикамару заговорил так тихо, что Ча-Джи показалось ослышался. В зале было людно, почти все столы заполнены, и сквозь гул голосов разобрать, что именно говорит Шикамару, было сложно. «Если бы она умерла?» Повторил он, обращаясь к самому себе. Она не подумала, какой станет моя жизнь без неё. «Шикамару?» «Нет, Ча-Джи, послушай!» Он давился воздухом, злостью и страхом, выплёвывая слово, «Все эти годы мне достаточно было знать, что у неё всё хорошо, чтобы жить дальше. Если бы я потерял возможность хотя бы видеть её, говорить иногда, зачем вообще жить?» Ча-Джи давно привык, что, когда речь заходила об ино, холодный расчётливый разум давал сбой, а привычное обманчивое равнодушие слетало, обнажая настоящего Ашикамару. Также знал, что таким настоящим его видели только они сына. Но они давно договорились не вспоминать прошлое, а сейчас Шикамару словно прорвало. Он все эти годы жил, так и не забыв её, а Ча-Джи не заметил. Радовался, что самые близкие друзья смогли перешагнуть прошлое и жить дальше. Что их команда не распалась, даже словно стала крепче. Оказалось, Шикамару отпустить не смог. Айна. Шикамару замолчал, тяжело дыша. Сжал кулаки, разжал, внимательно посмотрел на свои дрожащие пальцы, словно видит их впервые. Глубоко вздохнул. Как теперь перестать видеть её смерть? Обречённо проговорил он. Мне даже сейчас кажется, что это неправда, что я сейчас проснусь, а её больше нет. Это не сон, твёрдо сказал Ча-Джи. Шикамару кивнул, поднялся, посмотрел на лестницу, скрытую тенью углу зал. Не сон. Но мне необходимо в этом убедиться. Перед дверью номера и Нону зажмурился. Показалось на миг, что сейчас ему никто не откроет. Или откроет незнакомый человек, и всё-таки это окажется сном. Шикамару, удивлённый, да дрожи знакомый голос, прошил каждый нерв. Шумно выдохнув, Шикамару шагнул в номер, толкнул ногой дверь, закрывая, и стремительно прижал она к себе. Она молчала, не двигалась, чисточасто дыша, но вот обняла в ответ, так крепко, что ещё немного, и затрещат кости. Это было слишком жестоко, хрипло проговорил Шикамару, закрыв глаза. Дыша ею, не в силах надышаться. Чувствуя тепло её тела, чувствуя её сбитый пульс. «Прости», прошептала Инна, обнимая сильнее. У обоих не было слов, чтобы объяснить, что именно творится в душе, но в них не было нужды. Они давно научились понимать друг друга по взглядам, вздохам, мимолетным движениям. Объятия Шикамару ослабели. Выпрямившись, он бережно заключил лицо Инна в ладони, погладил большими пальцами скулы. «Шикамару», умоляюще шепнула Инна, растворяясь в его ищущем, лихорадочном взгляде, «Мы обещали, только один раз, с болезненной мольбой попросил он. Один раз, чтобы убедиться, что ты не сон». Его губы накрыли ее жадно, язык стремительно проник в рот, тягучая влажность поцелуя заставила пол зашататься под ногами. Инна издала тихий, нетерпеливый звук, обвивая его шею и отвечая. Руки Шикамару хаотично зашарили по спине, задирая черную водолазку. Горячая кожа обожгла его пальцы, Шикамар усмял ее, поднимаясь выше, к плотной резинке тугого лифчика, которую Инна всегда надевала на миссии. Скулы, щеки, уголки губ десятки торопливых поцелуев рассыпались по лицу, спустились к шее. Инна тяжело дышала, запрокинув голову, нетерпеливо дергала его водолазку, вытаскивая штанов. Шикамару поднял руки, помогая ее снять, тут же потянулся, снимая сына. Ксо, зашипел на выдохе, когда их обнаженная кожа соприкоснулась. Щелкнул крючками лифчика, стащил с плеч, приникая губами к груди, сминая ее в ладонях, втягивая кожу, замирая, чтобы глубоко вдохнуть ее запах и снова вцелуя. Шикамару, задыхаясь, позвала Инна, впиваясь в его затылок и заставляя поднять голову. «Ты меня убиваешь!» поцеловала с растущим отчаянием, оторвалась от губ, зашептав, «Прямо сейчас ты убиваешь меня!» и себя, выдохнул он в ее рот, приподнимая за ягодицей, двигаясь вглубь комнаты, к скатаному стену Футену. Они опустились на колени, не отрываясь друг от друга, одной рукой раскатывали Футен, и когда он наконец развернулся, Шикамару подхватил Инна под спину, уложил, сел в ногах и потянулся к пуговице на штанах. Живая, живая, живая горхотала в ушах, ликованием разносилась по венам. Он подцепил штаны вместе с бельем, стянул, завозился с собственными брюками, пальцы не слушались, в паху полыхало, а нетерпеливый взгляд, с которым смотрела Инна, подстегивал. «Иди ко мне», позвала она, когда он стащил, наконец, штаны с бедер. Шикамару лег сверху, дробно дыша на ухо, помог себе, плавно входя сразу до конца. Она всегда была для него горячей, влажной, даже сейчас, спустя столько лет. Это опьяняло, как и тихие стоны, с которыми она встречала каждое его движение навстречу. Скрестив лодыжки за его спиной, Инна запрокинула руки за голову, царапая футон. Шикамару вдавил в него ее запястье, блуждая взглядом по лицу, ловя каждую эмоцию, опуская глаза вниз, то входя до основания, то выходя почти до конца. Инна беспомощно вскрикивала, задыхаясь, приподнимала бедра, смотрела, вскрывая грудную клетку, пробираясь к сердцу. Шикамару быстрее задвигал тазом, наполняя нумер пошлыми, влажными звуками. Стоны настали протяжнее, ниже, грудные, они взлетали к потолку, вибрировали глубоко внутри Шикамару, заставляя дрожать от восторга. Выпустив ее руки, он облокотился о футон, и пальцы иномоментально запутались в его волосах. Исчезли все звуки, кроме сбитого дыхания, своего или чужого уже не разобрать. Прижавшись губами к виску, Шикамару забыл обо всем, растворился в ощущениях, ее полыхающее тело под ним, тугая влажность, не сдерживаемые стоны, рвущиеся из его груди. «В меня», шепнула Инна, «конча в меня». После этих слов Шикамару окончательно сорвался. Смял ее ягодицы, яростно вбиваясь внутрь, другой рукой крепко удерживаясь за плечи, упиваясь ее тонкими всхлипами и жадными выдохами. Когда Инна стиснула его коленями, он замер, удержал на краю сознания застывшие выражения на ее лице, и кончил сам. Уткнулся лбом в ее волосы, разметавшиеся по футану, не в силах пошевелиться. Только уперся локтями и коленями, чтобы не было так тяжело. Инна неторопливо гладила его плечи и спину, старая выступивший пот. Стянув резинку с головы, она запуталась в его волосах, ласково их перебирая. Шикомару протяжно выдохнул, поднял голову и мягко боднул носом. «Я скучал», — прошептал он и подул на ее лицо. «И сейчас уже скучаю». «Не надо». Она грустно улыбнулась. «Мы же давно все решили». «Я помню». Шикомару прикрыл глаза и потерся ее ладонь, опустившуюся на его щеку. «Помню». «Только один раз». Одна ночь, хмыкнула и наимногозначительно сверкнула глазами в ответ на его взгляд. До утра. Снег все еще падал. В предрассветных сумерках он светился лиловым, скрадывая резкие углы, смягчая тени. Шикомару глубоко затянулся, плотнее запахнул плащ. Холод проникал под одежду, кожей мышцы, замораживая сердце. Козырек защищал от снега, но не от мыслей, а заполнивших голову. Хрустнула половица, рядом встал Чаджи. «И что теперь?» Шикомару удивленно посмотрел на него, Чаджи хмыкнул. «Вас, наверное, слышала половина гостиницы». Но тут же посерьезнел, глядя с нескрываемым сочувствием. Шикомару отвернулся, глубоко затянулся, выпустил дым и только тогда ответил. «Теперь домой». «А то, что произошло, останется здесь». «Ты опять осознанно причинил ей боль». Чаджи не укорял, печально констатировал факт. «Я эгоист», — сухо ответил Шикомару. Тяжело облокотился и оперило крыльца, горько проговорил, «Мы уже не дети, Чаджи. У нас есть семьи, ломать которые ради собственной прихоти мы не можем. Слишком многим придется причинить боль. Поэтому лучше причинять ее друг другу, если бы все было так просто». Докурив, Шикомару выпрямился, бросил окурок в урну, присыпанную снегом, и достал новую сигарету. «Тимари и Шикадай, Саинаджин, думаешь, они это заслужили? Они заслужили правду. Это не та правда, о которой им надо знать. И что по этому поводу думаешь ты на?» «Ину согласна», — ответила она, подходя. Шикомару бросил на нее короткий взгляд и опустил глаза. «Ты всегда защищаешь меня, Чаджи. В этот раз не надо. То, что случилось этой ночью, было нашим общим решением. И мы оба отлично понимали, что дальше ничего не будет». Ина посмотрела на продолжающего смотреть в пол Шикомару и невесело улыбнулась. «Ладно, десятая команда, и пора возвращаться домой. Мы можем переждать снегопад», — сказал Чаджи. Шикомару и Ина ответили одновременно. «Нет. Любая задержка только усложнила бы и без того сложная. К вечеру они уже достигли Канохи, всю дорогу вели себя так, словно ничего не произошло, но теперь Чаджи видел каждый короткий взгляд, и они резали сильнее самого острого ножа. Они распрощались на перекрестке, ведущем к клановым кварталам. Инина, Миша и Камару так ни разу и не обернулись, пока Чаджи стоял в центре и провожал их взглядом. Чувство, что много лет дышал затхлым воздухом, и вдруг тебе позволили глотнуть на миг свежего, морозного, прежде чем снова погрузить в привычную затхлость, не отпускало. Шикомару знал, что будет тяжело, но даже не представлял насколько. Часть его, большая часть, так и осталась в той гостинице. В приглушенном свете и шепоте, в чужих и таких родных объятиях. Другая продолжала существовать в Канохе, делать вид, что все в порядке. Тимари засыпала рядом привычная, да мелочи изученная, тоже родная. Он прикипел к ней кожей, если отрывать то с мясом. Не ее вина, что так и не смог забыть Инна. И уж тем более не ее вина в том, что он ей изменил. Шикомару всегда был честен с Тимари, но в этом признаться не мог. Ее реакцию было невозможно предсказать, как он не пытался. Но если бы от этого зависела только его судьба, Шикомару бы признался. Однако подставлять Инна и разрушать ее брак с Сайем он не имел никакого права. Тем более ради облегчения собственной совести. Жизнь все-таки потекла дальше. Растаял снег, превратился в кашу под ногами. Ветер запаха близкой весной едва заметным ароматом первой травы и набухающих почек. Солнце показывалось чаще, выгоняя всех из дома. Бум-бум-бум, крыша содрогалась от топота. Не выдержав, Инна выскочила на улицу, задрала голову и закричала на мальчишек, «А ну, брысь с крыши! Играйте на своей!» Те бросились в рассыпную, А Инна, удовлетворенно кивнув, вернулась в магазин. Раздражение в последнее время было постоянным спутником. Глухое, оно перемешалось с кровью, отравляя ее. Прекрасно зная его причину, Инна злилась на себя, за то, что поддалась Шикомару, и на него знал ведь, что она не сможет ему отказать. Столько лет они избегали друг друга, и теперь одна ошибка перечеркнула годы налаженной жизни. Инна жила на миг, вспыхнула, чтобы снова медленно тлеть. Он был рядом, она чувствовала его так, словно нить, что всегда их связывала, опять натянулась и дрожала, пытаясь свистя вместе. Инна смотрела на Саи и не могла больше искренне ему улыбаться, чувствуя вину за собственную слабость. Он ни в чем перед ней не был виноват. Стал идеальным мужем, лучше и желать нельзя. А их Шикомару мечты так и остались мечтами, Инна говорила себе, успокаивая, все правильно, так, как должно быть. Кто знает, как сложилась бы их жизнь, поступи они по-другому. И почему Шикомару непременно был бы лучше Саи? Она поверила в это, убедила себя, а теперь разваливалась на куски и не могла собрать себя вместе. Потому что чувства, погребенные под слоями быта, мелких семейных радостей и печалей, всколыхнулись и оказалось никуда не уходили. Тлели все время, и было достаточно искры, чтобы они разгорелись вновь. Инна мучилась сама и мучила Саи, возникшей между ними холодностью. Если раньше привычно принимала его скупые, но искренние знаки внимания, то теперь раздражалась на то, как сухо, по сути, он общается с ней. Даже спустя 12 лет брака Саи так и не научился выражать свои чувства. А Шикомару, внешне ленивый, расслабленный, погрузил в такие эмоции, что до сих пор трясло, стоит вспомнить. И если бы речь шла только о сексе, Инна смогла бы забыть, но дело было далеко не в нем. Рядом с Шикомару она вспомнила, почему когда-то выбрала его, почему влюбилась. Вспомнила, что значит быть живой, жить в ярком, насыщенном красками мире. Возвращение в реальность вышло слишком болезненным. Но как бы они не избегали друг друга, вечно скрываться не получится. Шикомару порой проходил мимо ее магазина, и Инна ловила его взгляд, направленный на витрину. Внутри моментально все вспыхивало, опаляло пламенем, и гасло, когда он проходил мимо. Каждый раз, когда Инна Джин приходил домой вместе с Шикодаем, она жадно ловила его слова об отце, не расспрашивая, но всегда поддерживая разговор. Она скучала по нему, понимая, что им нельзя встречаться. Ни завтра, ни через неделю, ни через месяц. Пока не утихнет тоска, пока все снова не уляжется, и делать вид, что они просто друзья, станет так же просто, как раньше. Но вместо того, чтобы пытаться забыть, Инна потянулась к прошлому, сначала невольно, потом жадно. В один из вечеров, когда Сай был на миссии, а Инна Джин ночевала шикодая, она открыла бутылку вина, спустила с чердака коробку с воспоминаниями, замирая от предвкушения, сняла крышку. Кольцо на цепочке, которое не брала в руки несколько лет, само прыгнуло в ладонь. Инна отложила его в сторону и достала пухлую тетрадь в истрепанной обложке. Последний раз писала здесь что-то почти тринадцать лет назад. Тогда казалось, жизнь кончена. Осторожно открыв тетрадь, Инна бережно взяла высушенный лиловый цветок. Шикамару даже названия его не знал, а когда она рассказала, что значит лаванда, он так покраснел, что Инна, вспоминая это, улыбнулась. Хотя ему нечего было смущаться, он и правда был верным, преданным. Главным, правда, осталось слово был. Дневник то пестрел подробностями, то лаконичным я счастлива. Перечитывая Инна погружалась в прошлое, снова чувствовала себя восемнадцать летней, свободной, с наивной верой в то, что сможет получить все, что пожелает. Он начинался смертью Сенсия, а до конца она не стала дочитывать это, как раз отлично помнила. Сложив все обратно, Инна запихнула коробку под кровать, успеет еще убрать наверх. А наутро забыла, Сакура влетела в магазин и напомнила, что завтра ждет Вадзекая, где будет праздновать день рождения. За переживаниями Инна напрочь о нем забыла, и весь день провела в поисках подарка. И только под вечер поняла, что Шакамару тоже будет там. Внутренности сделали сальто, горячая волна прошла по телу. Как себя вести? Достаточно ли прошло времени, чтобы они могли безбоязненно встретиться? Что, в конце концов, надеть? Время тянулось так медленно, что хотелось перевести стрелки. А под конец понеслось с такой скоростью, что Инна опоздала. Пришла последняя и первым делом нашла глазами Шакамару. Он долго размышлял о том, стоит ли идти. Тимари не было в канухе, да и развлечься хотелось, но больше хотелось увидеть Инна. Шакамару не знал, что ей скажет, не знал даже, сможет ли вообще с ней поговорить. Три месяца ходил вокруг нее кругами, надеясь встретить ненароком. Высматривал в толпе, проходил мимо магазина, но так и не решился зайти. Ни разу, грибаный трус. Он презирал себя за это, но иначе не мог. Она всегда была его проблемой, любимой, и все-таки. Возможно, найди он тогда в себе силы и рискнуть, сейчас жизнь сложилась бы иначе, но, возвращаясь в прошлое, Шакамару не жалел о том, что женился на Тимари, ведь иначе не было бы Шакадая. Что не отменяло его чувств Кэна. Когда Шакамару пришел, почти все уже собрались, не было только Саина. Остро укололо разочарование, которое Шакамару едва успел скрыть. Пустующее место у стены, справа от него, слишком громко намекало на ее отсутствие. «Я уже хотела идти тебя убивать!» Громко воскликнула Сакура. Моментально выпрямив согнутую в вопросительный знак в спину, Шакамару поднял глаза и слабо улыбнулся пришла. Ослепительно красивое в лиловом платье по колено, обтянувшим, как перчатка. Ноги казались еще длиннее за счет каблуков, а открытая шея притягивала взгляд. Весело поздоровавшись со всеми, Инна протиснулась мимо коруя и Чаджи и села рядом с Шакамару, обдав тонким шлейфом духов. «А где Тимари?» Спросила звонко. «А где Сай?» Ответил вопросом на вопрос Шакамару. Они одновременно улыбнулись, на самом деле ответ был не важен. Важны только ее глаза напротив, ее колено, почти касавшиеся его колена под столом, ее голос, звучащий совсем близко. Вечер вмиг стал гораздо веселее, шутки остроумнее, закуски вкуснее. Почему он считал, что будет тяжело? Рядом с Иной все было легко и просто, а еще ярко. Шакамару постоянно ловил на себе ее взгляд, отвечал таким же, искрящимся, счастливым. Киба пытался перекричать Наруто, смеясь, перебивая и что-то громко доказывая. Воспользовавшись тем, что их никто не слышит, Шакамару склонился к она, «Ты очень красивая сегодня!» Она посмотрела на него таким долгим, темным взглядом, что внизу живота стало жарко. Улыбнулась хмельной улыбкой, придвинулась ближе, шепнув на ухо, «Спасибо!» По коже побежали мурашки. Простое слово, а внутри словно фейерверк взорвался. Ина уже выпрямилась и теперь отхлебывала пиво из бутылки, делая вид, что прислушивается к спору. Шакамару потер шею, разгоняя табун мурашек, обвел всех сидящих за столом ленивым взглядом из-под полуопущенных веки, убедившись, что на них никто не смотрит, опустил руку под стол. Едва-два коснулся согнутыми костяшками ее колена, второй рукой подперев щеку. Отчетливо вздрогнув, Ина бросила на него короткий, предостерегающий взгляд, но вместо того, чтобы отодвигаться, небрежно набросила подол платья сверху, скрыв руку. Шакамару тихо выдохнул, расправил ладонь, накрывая ее бедро, и медленно поднял ее чуть выше. Это была их старая игра, о которой знали только двое. Ина обычно начинала первая, пытаясь вывести невозмутимого Шакамару из себя. А когда он раскусил, то быстро перехватил инициативу. Друзья и не подозревали, чем именно они заняты на глазах у всех, а потом часто возмущались, когда Инна и Шакамару внезапно уходили, сославшись на совершенно срочные дела. У Шакамару не было никакого права вести так себя сейчас. Более того, он отлично понимал, что сделает только хуже, только остановиться не мог. Кончиками пальцев он нежно отгладил внутреннюю сторону ее бедер, и когда Инна слегка развела их в стороны, задохнулся. Кровь хлынула вниз, в паху стало жарко, а в груди тесно, слишком большим вдруг стало сердце. Инна покачнулась, облокотилась со стол, наклонилась к Сакуре, делая вид, что ей жутко интересен ее разговор с Хинутой, скрыв руку Шакамару от случайных взглядов. В горле пересохло. Шакамару схватил стоявшее рядом пиво и сделал большой глоток. Рука с бедра скользнула между ног, приподнялась выше, выводя невесомые круги. Он чувствовал, как ее кожа стала гусиной, дышал через раз, лица напротив расплывались в одно пятно. Почти дойдя до места, где смыкаются ее ноги, Шакамару остановился. Убрал руку, положил на стол пальцы и заметно поддрагивали. Что он творит? Что они творят? Инна выпрямилась, он чувствовал ее вопросительный взгляд, но не мог повернуться и посмотреть в ответ. Переведя дыхание, убедился, что взбуждение уже не так заметно, поднялся и стремительно вышел. На воздух туда, где не будет сладкого аромата ее духов, перемешанного с запахом тела, обжигающего теплое и хмельной вседозволенности. Прикурив, Шакамару прислонился к холодной стене и дзек и задрал голову в небо. Звезды то скрывались замедленно ползущими облаками, то показывались вновь. Совсем рассудок потерял. Чем только думал. Ясно, что не головой. Столько лет самоконтроля, почти ставшего идеальным, курами под хвосты. Только рядом с Инна он становился таким, безрассудным. Желчь подкатила к горлу, Шакамару попытался заглушить ее дымом, но стало еще горше. Раздраженно цыкнув, он щелкнул пальцами, отправляя сигарету в урну, стоящую у освещенного входа в адзикое. Снова прислонился к стене и прикрыл глаза. И это расчетливый главный стратег Канохи. Умнейший человек в деревне. Или идиот со сперматоксикозом. Хлопнула дверь, Шакамару вжался в стену, не открывая глаза, и обреченно вздохнул, почувствовав знакомый аромат. Колыхнулся воздух, теплый, пьянящий. «Ты сбежал», тихо сказала Инна. «Ты знаешь, почему?» ответил он, не шевеляясь. «Знаю. Посмотри на меня». Он нехотя открыл глаза, на каблуках она была почти вровень с ним. И стояла слишком близко. «Что ты со мной творишь?» Обреченно пробормотал Шакамару, опуская взгляд на ее губы. «То же, что ты со мной?» шепнула она и первая потянулась к нему. Целоваться за углом шумного и дзека это отдавало безумствам. Шакамару толкнул и наглубже в переулок между домами, прижал к стене, подхватил под колено, с силой потираясь олобок. Оттянул нижнюю губу, легко прикусил, отпуская, глубоко поцеловал, переплетая их языки. Словно домой вернулся после долгого отсутствия. Она сжимала его шею, не давая оторваться, льнула, как кошка, двигая бедрами навстречу, воспламеняла без надежды на то, что он сможет погасить это пламя. Хлопнула дверь, кто-то громко засмеялся, и они остановились. Испуганно посмотрели друг на друга, тяжело дыша. Ина медленно разжала руки, опустила ногу и поправила платье. «Мы не можем это делать. И не будем». «Не будем», — повторил Шакамару, отступая от нее, прислоняясь к противоположной стене. «Мы давно сделали свой выбор. Не заставляй меня жалеть о нем. У тебя отличная семья, Исаак хороший муж», — медленно проговорил Шакамару. «Тимари тоже замечательные. Они нас не заслуживают». «Нет», — выдохнула Ина. Стало тихо, компания, вышедшая из Эдзекая, уже ушла, для простых прохожих уже было слишком поздно. «Я пойду домой, извинись от меня перед Сакурой». Шакамару посмотрел на нее в последний раз, а потом выскользнул из переулка и скрылся в темноте. Он не шел, бежал, пытаясь охладить полыхающее лицо. Только сердце продолжало гореть, допульсировали щеки и уши. Катастрофы не случилось, они взрослые люди и умеют держать себя в руках, так он думал всю ночь, утро и следующий день. А вечером уже стоял на пороге дома Ина. Когда она открыла, сказал только, «Если скажешь уйти, я уйду». Ина молча посторонилась, пропуская его в дом. А через месяц, когда отступать стало слишком поздно, а продолжать невыносимо больно, в кабинет ворвалась Тимари и закричала с порога, «Ублюдок! Ты с ней спишь? Ты спишь, сына! Посмотри мне в глаза и скажи, что я ошибаюсь!» Пол под ногами пришел в движение. В ушах сгудело, и ответа отца Шикодай не услышал, но тот и не требовался, и без того понятно, что это правда. И что в этом, вполне возможно, виноват он. Шатаясь, не прислушиваясь к разгорающемуся скандалу, Шикодай вышел из дома. Все было прежним, солнце, деревья, дома, люди. Только его мир затрещал и в очередной раз развалился на куски. Что с этим делать и как менять, Шикодай не знал. Отец, всегда уравновешенный и спокойный, рассудительный и последовательный, просто не мог поступить так с мамой. Не мог и все тут. Как будто его подменили. Помотав головой, Шикодай направился к Энаджину, «Может, это все не по-настоящему, может, мать ошиблась? Бред», уверенно сказал Энаджин. «Они не такие, что-то после нашего вмешательства точно пошло не так. Но мы не знаем, что именно, а значит, не знаем, как на это повлиять». Шикодай не мог успокоиться. Представить, что отец Энаджин, желчь подкатила к горлу, едва не стошнила. «Мы придумаем, как все исправить», сказал Энаджин. «Только если это правда, конечно. Думаешь, мать стала бы разбрасываться таким заявлениями?» Огрызнулся Шикодай. «Нет, он по-прежнему не хотел верить, но эта реальность стала именно такой, придется либо принимать ее, либо пытаться все изменить. У нас есть несколько дней до тех пор, как восстановится чакра», серьезно проговорил Энаджин. «Я попытаюсь узнать хоть что-нибудь у мамы, а ты попытайся расспросить отца. Может, они сами дадут нам подсказку». Шикодай не хотел возвращаться домой, но причин мне идти не было. Мать шумно собирала вещи, швыряя их в чемодан, заметив Шикодая, выпрямилась, «Я уезжаю в Суну. Ты со мной?» Он не мог бросать ее сейчас. Но и уехать тоже не мог, ведь иначе они не смогут ничего исправить. Мать злоусмехнулась, даже не сомневалась. «Весь в отца. Еще скажи, что поддерживаешь его». «Ма, я, ладно». Она провела дрожащую ладонью по лицу и накрыла глаза. «Прости. Ты растерян, я понимаю. До конца недели я поживу в гостинице, когда решишь, скажешь. Но учти, вечно сидеть и ждать я не буду. Уехать бы отсюда как можно скорее». В отчаянии крикнула она, захлопнула чемодан и потащила его к двери. Отца нигде не было видно. Шикодай в отчаянии смотрел, как она обувается и бросает короткие взгляды в коридор, но никто так и не вышел. От этого стало совсем тошно, значит, отец признал свою вину. Значит, это все-таки правда? Обняв и коротко поцеловав, мать ушла, оставив после себя пустоту. Это что, та реальность, за которую они столько времени боролись? Что делать дальше? Отца Шикодай нашел в кабинете. Тот сидел за столом, тяжело облокотившись о ниву и спрятав лицо в ладонях. Услышав шаги, поднял голову и тихо спросил, тоже ненавидишь меня? Не знаю, честно ответил Шикодай. Но я бы очень хотел понять, почему так вышло. И почему именно Иннасан? Сложно объяснить, вздохнул отец, пряча глаза. Может, все дело в прошлом. Знаешь, некоторые вещи даже время не может вылечить. Шикодай размышлял над этими словами всю ночь, поделился разговором с отцом с Инаджином на утро. Тот нахмурился, значит, правда. Мама вела себя, как обычно, разве что стала чуть более задумчивой. А папы не было в Канохе, так что скандалы в их дом пока не пришли. Прошлое, значит. Задумчиво протянула Инаджин. Но как далеко нам надо вернуться в прошлое? Знать бы точно. Прыгать вслепую не просто бесполезно, опасно. Да, я понимаю. Инаджин досадливо скривился. Ладно, попробуем что-то придумать. Втроем с Барута они три дня по крупицам пытались вызнать у родных информацию о прошлом. Но Шикамару больше ничего не говорил, и наивовсе делал вид, что ничего не происходит, только ходило бледной тенью, да под глазами залегли круги. Нарута на расспросы сына отшутился, что прошлое на то и прошлое, чтобы его не ворошить. На четвертый день воодушевленный Инаджин появился на пороге дома вместе с Барута. «Здравствуйте, Шикамару сын», бодро сказал он. «А Шикадай дома?» «Дома». Шикамару удивленно смотрел на веселого Инаджина и не мог понять, то ли тому ничего пока неизвестно, то ли он на самом деле так радуется, что они сына. Что сына? Они не говорили о будущем, отлично зная, что никакого будущего у них нет. Просто позволили себе жить сегодняшним днем и увлеклись настолько, что Тимаре узнала. От боли в ее глазах ему самому было больно. Оскорбил, унизил, да еще и не нашел в себе смелости попытаться объяснить, попросить прощения. От самого себя было тошно. Шикамару не спал всю ночь, пытаясь понять, как спасти брак и нужно ли вообще его спасать. Даже если Саю станет известно, он вполне может простить Инна. И что тогда? А если нет, они будут вместе? Так, как давно мечтали. Но принесет ли это им счастье или одни проблемы? Когда он рассказал Инна, что Тимаре обо всем известно, она рассмеялась так, что по спине Шикамару прошел озноб, звонко, зло. «Жаль, меня рядом не было», сказала, холодно улыбаясь. Я бы рассказала ей много чего интересного. Инна. Шикамару сжал переносицу и покачал головой. Она этого не заслуживает. Сейчас тебе лучше просто заткнуться. Ты знаешь, что я права. Во всем виноват только я. И тогда был, и сейчас. Нет. Сейчас виноваты мы оба. Инна тяжело вздохнула. Вся злость схлынула, осталась только усталость. Когда вернется Саю, я с ним поговорю. Только, она посмотрела на Шикамару, если он простит, ты не уйдешь. Нет. Я не могу так поступить с Инна Джином. Он уже взрослый. Как считаешь, будет лучше, если его мама будет до конца своих дней несчастна. А почему ты решил, что сделаешь меня счастливой? Горько хмыкнула Инна. Покачала головой. Мне кажется, эта судьба в очередной раз дает нам понять, что свой шанс мы давно упустили. Ты сама в это не веришь. Не верю своим ушам, ты уговариваешь меня уйти из семьи. Если с твоим браком все кончено, не значит, что с моим будет так же. И ты так просто все забудешь. Забыла тогда, смогу и сейчас. Уверенности в ее словах было бы больше, если бы голос не дрогнул. Порывисто вздохнув, Шикамару прижал ее к себе и прислонился виском к макушке. Я приму любое твое решение, прошептал он. Если скажешь, не подойду больше никогда, даже не посмотрю в твою сторону. Только выбери то, что важно тебе. Именно тебе, Несаю или Инаджину. Знаешь, он зажмурился, обнял крепче, я рад, что Тимаре узнала. И рад, что так случилось. Жестоко, несправедливо к ней, к Шикадаю. Но может, теперь у нас все-таки будет шанс все справить. После этого разговора они не виделись, а сейчас Инаджин стоял на пороге и улыбался во все зубы. Может, Инна уже с ним поговорила? Шикадай. Завопил с порога Инаджин, влетая в его спальню. Выход есть. Добавил Тише, оглянувшись на Фусума, который задвинул за ними Барута. Кажется, я знаю начальную точку. Шикамарусен говорил про прошлое. И... Шикадай приподнялся на локтях, до этого просто лежал, бездумно смотрел в потолок и пытался понять, куда катится его жизнь. Вот. Инаджин достал потрепанную тетрадку. Это мамин дневник. Она вела его, когда ей было семнадцать. Читать чужие дневники нельзя, строго сказал Шикадай. Да, я знаю. Но ты предлагаешь другой выход. Я только заглянул на первую страницу, а там про гибель Асума Сенсия. Помнишь, Сенсия и их команды? Ну? Поторопил Шикадай, садясь. Барута плюхнулся на футан, скрестил ноги и тоже заинтересованно вытянул шею по дороге. Инаджин ничего не объяснил. В общем, я не стал вчитываться, все-таки это мамины личные мысли, но одна страница меня заинтересовала. Смотри. Инаджин открыл ее и показал засохший цветок. Думаю, этот цветок очень много значит, раз мама до сих пор его хранит. Смотри, что здесь написано. Не могу поверить, что Шикамару все-таки признался. До сих пор кажется, что не хожу, а летаю. Думала, он влюблен в тюмари, а оказалась в меня, представляешь? Если я завтра проснусь и это был сон, запись исчезнет. Лаванда. Надо же. Неужели Шико начал изучать Ханакатаба? Не верю. Скорее всего, сорвал первые попавшиеся цветы. Видишь. Здесь стоит дата. Это день, когда Шикамарусен признался маме, что она ему нравится. Если этого не произойдет, может, они не влюбятся друг в друга, а значит, сейчас тоже ничего не будет. Шикадай задумался, все эти дни он перебирал в памяти реакцию на смерть друг друга отца и на сан и находил в ней очень много схожего. Так не горюют, просто потеряв члена команды. Так горюют, потеряв Кагото по-настоящему близкого. Но что, если, а если они уже давно, он сглотнул и вытолкнул противное, изменяют? Что если они изменяли все это время? И Тим Маррисон узнала только сейчас? Скептично спросил Энаджин. Тебе не кажется, что слишком много совпадений? Может, так и есть. Может, это их вина. Но допустить, чтобы один из них погиб, они не могут, а значит, необходимо зарыться глубже. Это может быть очень опасно, сказал наконец Шикадай. Во-первых, нам надо придумать легенду. Мы не можем просто так разгуливать поконохи из прошлого. Надо попасть сразу внутрь, нас могут просто не пропустить через ворота. Во-вторых, нам нельзя ни с кем разговаривать, совсем ни с кем. Это в лесу никого не было, а тут мы окажемся прямо в центре деревни. В-третьих, тщательно все рассчитать. И, как всегда, для начала придется посмотреть, чтобы понять, что именно надо менять. Барута и Энаджин серьезно кивнули. «Ты остаешься», резко сказала мать, «когда Шокодай пришел в ее номер». Он кивнул «Если получится, уже завтра все будет по-прежнему. Если нет, он успеет потом извиниться». Но в этот раз Шокодай чувствовал и не смогут. Уже столько всего сделали, что не дать случиться одной встречи мелочи. «Прости. Я правда не могу сейчас уехать». Мать отвернулась к окну, сложила руки на груди. Шумно вздохнула. «Если передумаешь, я всегда буду тебя ждать». Шокодай понимал, она обижается на отца, а на него не злится, просто слишком сильно подавлена и слишком гордая, чтобы это показывать. Поэтому он молча обнял ее со спины и пробормотал, «Прости, что редко говорю, но я очень сильно тебя люблю». Беззвучно всхлипнув, она кивнула и крепко сжала его руки, лежащие на ее талии. Шокодай должен был рискнуть хотя бы ради того, чтобы она снова улыбалась. Время в дневнике указано не было, поэтому пришлось действовать наугад это явно не раннее утро. Всех троих трясло, с трудом представлялось, что через несколько мгновений они окажутся в прошлом. В самом настоящем увидят дедушек и родителей, которые не намного старше их самих. «Ну что, готовы?» Баруто солнечно улыбнулся и поднял вверх кулак. «Да». Инаджин и Шикадай повторили его жест. Земля знакомо уже качнулась, перед глазами потемнело, горло сжалось. Распахнув глаза, Шикадай тут же прищурился солнце только-только показалось из-за скала Хакаги. На ней было только пять лиц, вместо привычных семи. Инаджин и Баруто оглядывались с нескрываемым интересом. Пришлось взять облик гражданских, фотографии которых Баруто нашел в архиве тратить еще и на поддержание Хинги, но хватить на два перехода должно. Смотрите, какие низкие дома, прошептала Инаджин, кивая на вроде бы знакомый, но в то же время чужой квартал. Посторонись. Закричали впереди. Ребята едва успели отскочить, когда мимо, в облаках пыли, пронеслись Майтага и Хатаки Какаши. Ого! Только и смог выговорить Шикадай, глядя на стремительно исчезающие фигуры. Хмыкнул Барута. Кажется, да, пораженно протянул Инаджин. Они переглянулись в прошлое с самого начала преподнесло сюрприз. Весело им тут было. Барута потянулся. Ну что, пойдем искать ваших родителей. С кого начнем? С мамы, первым сказал Инаджин. Войдите к дому Яманука, а я отыщу отца. Встретимся на мосту через час. Разделяться было страшно, но терять время они тоже не могут чакрой не бесконечно. С гулко колотящимся сердцем Шикадай шел по знакомым и незнакомым улицам, изредка встречи знакомые лица, только гораздо моложе. Отцу сейчас должно быть около семнадцати, до войны осталось пару месяцев и пока они не знают, что будет потом. Не знают, что дедушка погибнет, а весь мир погрузится в вечное цукуеми. Дойдя до знакомого дома, Шикадай остановился понадобилось перевести дух, слишком быстро забилось сердце. Слившись с забором, Шикадай скользнул в сад его чакра схожа с чакрой отца, значит, охранные печати пропустит. А искать угрозу там, где ее никто не ждет, никто не станет. Он увидел отца почти сразу, тот сидел на юнгаве, согнув ногу в колени, и смотрел в небо. Шикадай же жадно всматривался в его совсем юное лицо. Те же тонкие черты, тот же хвост, только подбородок гладкий и скулы еще слишком резкие. Да и руки тоньше, сухие, жилистые. Шикамару, иди есть. На юнгаву вышла бабушка, Шикадай вздрогнул, он плохо ее помнил, а сейчас вот она, живая, хмурит брови, уперев руки в бока. Потом, ма, лениво протянул Шикамару, не отрывая глаз от медленно плывущих облаков. Обреченно вздохнув и пробормотав что-то совсем отбившихся от рук мальчишек, бабушка ушла. Хотя сейчас у Шикадай язык бы не повернулся и ее так назвать перед ним была молодая женщина. По собственному опыту Шикадай отлично знал, что отец может просидеть так весь день, поэтому посматривал на солнце, отмечая его ход. Отец иногда тяжело вздыхал, но не шевелился. Что-то случилось? Сёдзи за спиной отца распахнулись, и Шикадай забыл, как дышать. На Ингаву вышел высокий мужчина, чье лицо рассекало три шрама дедушка. С чего ты взял? Не поворачиваясь, спросил отец. Ты сидишь тут со вчерашнего вечера. В последний раз вел себя так после смерти Асумы. Но я не слышал, что кто-то умер. Никто не умер, едва заметно поморщился отец. Шикадай почти не смотрел на него, все внимание было приковано к дедушке. У него оказался такой мудрый, понимающий взгляд, что в носу защипало. Обнять бы сейчас, рассказать обо всем, спросить совет. Но ты переживаешь. Тебе показалось. А может, дедушка прищурился, это связано с тем, что кто-то нарушил твое душевное равновесие. Девушка щеки отца покраснели так явно, что это было заметно даже Шикадаю, стоящему в нескольких шагах. Он всегда умел так краснеть? Или с возрастом это не проходит? Скоро может начаться война, заметил дедушка, глядя на отца сверху вниз. И на твоем месте я не стал бы тянуть и признался. Так не веришь в нашу победу? Он впервые посмотрел на дедушку. Верю. Но на войне сложно предсказать, кто вернется, а кто останется лежать на земле. Гибель осумы яркая тому подтверждение. Отец вздохнул, низко опустил голову и медленно кивнул. Ты прав. Наверное, лучше не затягивать. Спасибо. Потом спасибо скажешь, улыбнулся дедушка. Кстати, с тебя партия в шоге. Я помню. Отец поднялся, потянулся и шагнулся нгавы. Наверстаем, когда я вернусь. Шикодаю хотелось остаться. Еще немного посмотреть на то, как жили родные раньше. Но отец уже вышел за ворот и теперь медленно брел по улице, засунув руки в карманы. Шикомару не занят. Из-за угла показался Киба. Шикомару остановился. А что? Мы с Шина хотим сходить на речку, жара такая, хочется искупаться. Ты с нами? Нет, с сожалением вздохнул Шикомару. Да, пойти на речку, вместо того, чтобы идти объясняться сына звучит очень заманчиво. Но если он не скажет сейчас, кто знает, сможет ли набраться смелости и сказать потом. Набраться смелости и признаться оказалось непросто, кто знает, хватит ли решимости потом. Медокуси. Ладно, если хочешь, присоединяйся, мы до вечера будем купаться. Киба и Акамару пошли за шина, а Шикомару, тяжело вздохнув, посмотрел на небо что ж так сложно то, а дом уже показался впереди, а он до сих пор не мог выстроить стройные фразы, которые сможет внятно произнести. Когда она открыла, язык прилип к небу. Шикомару почувствовал себя полнейшим идиотом, рука сама потянулась потереть шею. Шикомару, привет. Нечестно быть такой красивой. От длинных ног, едва приоткрытых короткой юбкой, до невероятных глаз цвета неба над головой. Привет. Нет, он не идиот, он вообще безмозглое создание, одноклеточное, которое не умеет не то, что говорит двигается и то с трудом. Там Киба на речку звал, и... Ты пойдешь? Жара такая, что я только за... Только купальник возьму. Инна. Стой. Начало было Шикомару, но она уже скрылась в доме. Хоть бы дослушала до конца, обреченно проворчал он ей в спину. А ты что-то хотел сказать? Она тут же выглянула. Нет. То он есть, да. В общем, он покраснел и посмотрел за ее плечо. Я хотел сказать, что нам надо поговорить. Говори. Инна снова вышла и сложила руки под грудью. Не здесь. Это что-то важное. Заинтересовалась она. Не знаю, процедил Шикомару, мечтая прямо сейчас провалиться под землю. Для меня да. Значит, для меня тоже. Где ты хочешь поговорить? Подойдешь через час к четвертому полигону? Я буду ждать там. Сколько таинственностей, Шикомару, улыбнулась Инна. Ты меня заинтриговал. Я обязательно приду. А потом, обещай, пойдем купаться. Хорошо, кивнул он, облегченно выдыхая. Немного поплутав по конохе, Шикомару поплелся к полигону. Чувство, что ведут на казнь, не отпускало, от волнений потели ладони и сердце билось слишком быстро. Наверное, надо было что-то ей подарить, что там обычно дарят в таких случаях, цветы. Но денег с собой не было, поэтому, воровато оглянувшись, Шикомару сорвал несколько лиловых цветков с яркой клумбой у входа в квартал Хью. Спрятал в карман, тут же подумал, что они там наверняка помнутся, но менять что-то было поздно и не хватало еще опоздать на встречу, которую сам же назначил. Поляна перед четвертым полигоном была безлюдна жара всех разогнула по домам. Солнце парило, воздух гудел от мышкары. Майка прилипла к телу, Шикомару постоянно тряс ее, чтобы хоть немного охладиться. Хорошо, что так жарко его лицо наверняка сейчас светилось, как переспелый помидор. К тому же так и не получилось придумать что-то путное, поэтому придется импровизировать, а Шикомару ненавидел импровизировать на ходу. Как можно вести такой важный разговор, не имея четкого плана? Размахивая сумкой, из которой торчало полотенце, Инна вошла в калитку, прикрыла ее за собой и пошла к Шикомару. С каждым ее шагом сердце билось все быстрее, и, когда Инна подошла, Шикомару вообще не смог сказать ни слова. Ну, нетерпеливо спросила она, отбросив челку с лица, говори, что случилось, да пойдем уже купаться. Давай отойдем в тень, тихо попросил Шикомару, чувствуя, что сейчас стечет ей под ноги мало ему жары, еще и от нервов потеет. Она послушно пошла за ним, остановилась под деревом и вдруг прижала прохладную ладонь ко лбу. Мне кажется, ты перегрелся. Выглядишь неважно. Не перегрелся, сглотнув, сказал он, не зная, куда смотреть ей в глаза, на губы, под ноги или вообще в сторону. Инна, я хотел сказать, кстати, Сакура тоже придет. Ее еще с утра ки бы позвал. Мог бы ко мне заглянуть, а то, Инна, перебил Шикомару, беря себя в руки. Посмотри на меня. Инна замолчала, посмотрела в его глаза, застыла испуганно, что-то в них разглядев. Нервным жестом повесила сумку на плечо, сняла и затеребила ручки. Порывшись в кармане, Шикомару достал напрочь смятые цветы и, отчаянно смущаясь, протянул ей. Что это? Выдохнула она, беря цветы касаясь его пальцев своими. Шикомару уставился на их руки нечитаемым взглядом. Цветы, прошептал он севшим голосом. Это мне? Уточнила Инна, глядя на него. Да, кивнул Шикомару, взмолившись про себя, чтобы она все поняла и не пришлось объяснять. Инна смотрела на цветы с непонятным выражением на лице, только губы едва заметно поддрагивали. Сейчас она швырнет их в него и будет права, кто с таким букетом вообще осмеливается говорить о чувствах. Инна вдруг слабо выдохнула и подняла глаза. И все ушло, страх, волнение, неуверенность. Шикомару не знал, что за силы подхватило его, действовал, словно наблюдая за собой со стороны. Осторожно коснувшись ее щек, он наклонился и крепко прижался губами к ее губам. Сердце громыхало в ушах, голова окружилась. Шикомару, потрясенно прошептала Инна, когда он отстранился. «Прости», тут же сказал он, извиняясь на всякий случай. «Только посмей извиняться!» Возмутилась Инна, а в следующую секунду вернула ему поцелуй, повиснув на шеи. Ребята бесшумно отступили, никому не хотелось на это смотреть. Шикадай заговорил, когда они оказались за пределами полигона. «Все просто», уверенно заявил он, «надо отправить их на речку. Тогда ничего не произойдет». Но Шикомарусен всегда может признаться позже. «Зная отца, не будет он этого делать, если, например, Инна-Сан не придет. А значит...» протянул Баруто. «Значит, надо сделать так, чтобы она ушла на речку, вместо того, чтобы идти сюда. Только давайте переместимся прямо отсюда, не надо возвращаться домой». И так Захингичак разжигается. Спорить никто не стал. Вернувшись на час назад, ребята снова наблюдали за разговором у родителей у дома Яманука, а потом Баруто кошкой прыгнул на второй этаж и забросил приготовленную заранее записку якобы от Сакуры. Через несколько минут Инна выскочила из дома, размахивая сумкой, Инна направилась к реке. Убедившись, что на полигоны она не свернет, ребята пошли туда и едва успели к появлению Шакамару. Тот проблуждал по поляне с час, потом задрал голову к небу, криво улыбнулся и тоже пошел на речку. Ну вот теперь все. Шакадай вытерпуца лба. Пора домой. После летней жары весеннее солнце показалось прохладным. Баруто переглянулся с Шакадаем и спросил, а где Инна Джин? Может, вернулся сразу домой? Предположил Шакадай. Ты сходи проверь, а я пока проверь родителей. В прохладе дома дышалось легче. Едва Шакадай зашел, из кухни выглянула мать, нахмурилась, ты когда успел так вспотеть. Иди помойся. Я бы на твоем месте сходил на речку, тихо пробормотал отец, выйдя из коридора. Поймал гневный взгляд матери и поднял руки. Молчу, женщина. Конечно, душ гораздо лучше. Вот именно, проворчала мать, подставляя лоб для поцелуя. Я чай заварила, попьем в беседке. Счастливый Шакадай проводил родителей, выходящих в сад, довольным взглядом и только собрался в душ, когда дом сотрясся от громких ударов. Что? Недовольно спросил Шакадай, глядя на запыхавшегося Баруто. Иноджина. Нет. Как нет? Хочешь сказать, он остался в прошлом? Похолодел Шакадай. Нет. Его совсем. Нет. Не дослушав, Шакадай нырнул в сандалии. Вместе с Баруто они домчали до дома Яманока за несколько минут. Я уже спрашивал, это может выглядеть подозрительно, сказал, тяжело дыша, Баруто и отступил в тень. От нехорошего предчувствия у Шакадая все сжалось. Постучав, он приготовился ждать, улыбнулся, когда ему открыла Инна-сан. Привет, Шакадай. Ты к Иноджину? Сейчас позову. Ну вот, все в порядке. У Баруто просто голову напекло. Из глубины дома донес собачий лай, на улицу выскочила пара щенков, а за ними черноволосый подросток с голубыми глазами. Здорово, Шакадай. А где Баруто? Мама говорила, что он заходил. Инна, Джин? Пролепетал Шакадай, в ужасе уставившись на незнакомца. Инна-Джин, когда пойдешь гулять, загляни к папе, отнеси ему бента с обедом, сказал Инна. За ее спиной показалась черноволосая девочка, прижалась к юбке. Ну, ма, протянул новый Инна-Джин, это ж через всю канаху топать. Вот я скажу Хане, что ты ленишься к ней заходить, будешь сам потом объясняться. Инна уперла руки в бока и угрожающе свела брови. Ладно, вздохнул Инна-Джин. Я пойду к тете Хане, а потом скажу папе, что выводить щенков можно у нас дома. Только попробуй. Мне хватает этой пары, еще на десяток я не согласна. Тогда, Шакадай не слушал. У него кружилась голова, в этой реальности у его родителей все было хорошо. А Инна-Сан, видимо, вышла замуж за Иннузу Кокебу и родила от него Инна-Джина. Ну чего ты застыл столбом, пойдем. Ни Инна-Джин нетерпеливо кликнул застывшего Шакадая и потянул его за рукав. Пойдем, отнесу Бентая на речку. Жара такая. Ага, заторможено, сказал Шакадай, делая несколько шагов. Невероятно, что они опять сделали не так. Почему все опять поменялось неправильно? Подожди, Шакадай остановился. Я к Баруту забегу, а потом тебя догоню. Хорошо. Давай. Только не задерживайся. Ни Инна-Джин взмахнул рукой и помчался по улице. Что мы натворили? Прошептал Шакадай. Барута подошел к нему, почесывая затылок. У меня до сих пор мурашки по коже, дайте босо, пробормотал, глядя на опустевшую улицу. Я все исправлю. Шакадай твердо посмотрел на Барута. Вернусь прямо сейчас и исправлю. У тебя не хватит чакры, чтобы вернуться сюда. Знаю. Но какая мне разница, где ее восстанавливать? Побуду там два-три дню, главное никому не показываться на глаза. А для тебя и секунды не пройдет, как вернусь. Ну, не знаю, засомневался Барута. Как-то это слишком опасно звучит. Предлагаешь несколько дней смотреть на этого, этого, Инна-Джина. Ничего я не предлагаю. Решил делай. Я буду ждать здесь. Переглянувшись, ребята серьезно кивнули друг к другу. Зашли в переулок, Шакадай быстро начертил печать на земле и встал в центр. Я его верну, сказал и исчез. Было дико смотреть на себя со стороны. Притаявшись за углом, Шакадай наблюдал за собой, Инна-Джина и Барута, а те, в свою очередь, смотрели на Ца и на Сан. Голова окружилась от этих странностей, и Шакадай едва успел выскочить и поймать Барута за рукав, когда тот собрался подбросить Инна-Сан записку. Эй! Ты чего? Возмутился Барута и тут же вытаращил глаза, глядя на двух Шакадаев. Доверьтесь мне, задыхаясь, сказал Шакадай, глядя на Инна-Джина. Мы не должны им сейчас мешать. Ты из будущего? Спросил другой Шакадай. Да. А вам уже пора возвращаться. Что там изменилось? Спросил Инна-Джин. Я все расскажу, когда вернусь, а сейчас не спрашивайте, хорошо. Все трое кивнули и даже не попытались остановить, когда Шакадай ушел. Куда идти, впрочем, он представлял слабо. Чакра едва теплилась, его шатало от истощения, а еще хотелось есть. Ноги понесли сами к единственному родному месту в Канухе. Пробравшись в дом, Шакадай на носочках прошел на кухню, прижался к стене, едва не столкнувшись с бабушкой, стащил пару мотис-тарелки и выскользнул в сад. Там, в кустах гортензий, слившись с листвой, он запихал в себя рис и блаженно выдохнул, растянувшись на земле. Здесь пока никто не найдет, а ночью можно поспать в одной из пустующих комнат для гостей или хотя бы на крыше. Шакадай проснулся от знакомого щелкания и тихого разговора. Уже стемнело, полосы света падали на траву из распахнутых настежь сёдзи. Перед доской сидели отец и дедушка и играли в шоги. «Так что, ты последовал моему совету?» — хитро спросил дедушка, глядя на отца, склонившегося над доской. «Ты слишком разговорчив сегодня», — морчал тот, передвигая фигуру. «Ещё немного, и я тебя обыграю». «Значит, она ответила взаимностью», — довольно заключил дедушка. Шакадай, затаив дыхание, наблюдал за этой картиной, такой мирной и спокойной, что в груди пекло. «Ещё два хода, и ты окажешься в безвыходной ситуации», — заметил отец. «Что, даже не скажешь, кто она?» Шумно вздохнув, отец выпрямился и раздраженно бросил «Ина». «Это Ямана Кейна. Теперь доволен. Инна». Дедушка распахнул глаза и вдруг широко улыбнулся, сгребая отца в охапку. Доска упала, фигуры рассыпались. «Вот это новость! Завтра обрадуй наичи!» «Ина, ну надо же!» «Эй!» — заворчал отец, выворачиваясь, «откуда такой восторг?» «Мы мечтали о вашей свадьбе с вашего рождения. У нас один день разницы. Вот как она родилась, так и стали мечтать. «Свадьба», — хмыкнул отец. «Тебе не кажется, что ты заглядываешь слишком далеко?» «Мы только начали встречаться!» «Нара выбирают один раз и на всю жизнь», — наставительно сказал дедушка, не переставая улыбаться. От его слов у шокода и сжалось горло. «Он это сейчас серьезно сказал?» «Но почему тогда отец женился на матери?» «Подумаем об этом после войны», — сказал отец, пряча улыбку. «Потом они начали обсуждать будущую стратегию войны с Акацуки, и Шокодай навострил уши. Одно дело знать, чем все закончилось, другой видеть и слышать своими глазами, как два величайших стратега своего времени прямо на этих твоих глазах составляют план, который приведет к победе. Когда отец и дедушка ушли, Шокодай облегченно вздохнул, успел напрочь замерзнуть. Хотелось забраться под одеяло и выспаться. Но не успел он сделать и пара шагов, как пришлось спрятаться за деревом, но ингалу снова вышел отец. Сел, прислонился к столбу и вытащил зажигалку. Щелк-щелк, звук был привычным и умиротворяющим. Если закрыть глаза, можно представить, что это привычная реальность, в которой мать в отвод выйдет и ворчливую скажет, что уже поздно, а отец опять сидит и морозит свой зад, вместо того, чтобы греть его рядом с ней. Шокодай так размечтался, что не сразу заметил, как стало тихо и ингалу опустела. Ночь прошла беспокойно, Шокодай лег в самой дальней комнате, но все равно просыпался от каждого звука, боясь, что кто-то зайдет. Утром, снова навидавшись на кухню, он вернулся в сад и вероятность того, что там можно с кем-нибудь столкнуться, минимально. И как бы не хотелось погулять по конохе и узнать о прошлом больше, надо сидеть на месте. Не хватало еще опять что-то испортить. Шикомару! Ты обещал сходить на рынок. Ма, какой рынок? Я занят. Отец вышел на ингаву, шагнув в сад, прошел мимо притаившегося Шокодая и развалился на траве, закинув руки за голову. Когда вечером попросишь рыбу, я тебе это напомню! Крикнула бабушка из дома. Отец тихо цыкнул, закатил глаза, но не пошевелился. Шокодай прыснул в кулак, до такого уровня лень ему еще расти-расти. День был теплый, солнечный, по небу неспешно плыли пушистые облака, над прудом порхали, зависая в воздухе, стрекозы. Шло время, отец не шевелился, по-прежнему глядя в небо, и Шокодай уже начал было задремывать, когда услышал звонкое «Шикомару!» «Ты где?» Всю лень как рукой снял отец, резко сел, упираясь ладонями в траву, и вытянул шею. И Насан вышла на Энгаву и взмахнула рукой. «Кто бы сомневался, что ты как всегда бездельничаешь!» Она подошла к нему и села рядом. Склонила голову на бок, заглядывая в глаза. «Я думала, что ты зайдешь утром!» «Зачем?» — удивился отец. «Разве мы теперь не встречаемся?» В лоб спросила она и рассмеялась, наблюдая, как его щеки заливаются краской. «Ну, да», — неуверенно протянул отец. «Это, им, значит, что мы должны вместе куда-то ходить?» «Да», — полисью улыбнулась Ина, придвигаясь ближе. Отец отшатнулся и испуганно хлопнул глазами. «А еще, целоваться!» «Целоваться?» Пробормотал он, «Краснее и еще сильнее!» «Ты не хочешь меня целовать?» — угрожающе спросила она. «Хохочу!» — пробормотал отец неуверенно. «Здесь?» «А где еще?» «Ну, здесь нас могут увидеть!» Она вскочила и протянула руку. «Тогда пойдем туда, где не увидят!» Они скрылись в саду, а Шокодай прижал ладони к щекам. Те тоже отчаянно полыхали. Не думал, что Ина Сан была такой решительной. И уж точно не думал, что всегда уверенный в себе отец когда-то был робким во всем, что касалось девушек. Хотя сам Шокодай даже представить не мог, как повел бы себя в такой ситуации рядом с девушкой, которая ему нравится. Увлекая в сад, Ина тащила его, как на буксире, Иши Камару оставалось только подчиниться. Ладонь у нее была теплой, от нее к сердцу потянулось что-то горячее, заставляя биться быстрее. Шатер сиреневых глициней скрыл от глаз цветки и гроздьями опускались к земле. Пройдя несколько шагов, Ина прислонилась к изогнутому стволу и выжидающе посмотрела из-под челки. Ноги они мили, Шакамару переставлял их, силой отрывая от земли, подходя ближе. Апер со ствол одной рукой, не сводя с нее глаз, коснулся щеки костяшками пальцев. «Поцелуй меня, наконец!» шепнула Ина, поднимая к нему голову. Он робко коснулся ее губ, замирая, переставая дышать. Даже сердце, кажется, перестало биться, когда она ответила, и глаза сами собой закрылись. Придерживая ее голову подрагивающими пальцами, Шакамару поцеловал смелее, выдохнул, опуская руку на обнаженную талию. Промелькнула мысль, как хорошо, что на ней короткий топ, кожа под его ладонью была гладкой, горячей, мышцы под ней каменной. Неторопливо прихватывая ее губы, сначала нижнюю, потом верхнюю, Шакамару не думал ни о чем вообще, полная пустота в голове. А когда она подалась вперед, прижалась своей грудью к его, под ребрами полыхнула, мышцы внизу, живота сжались в клубок. Шакамару обнил сильнее, перехватывая за спину, прижимая к себе. Сквозь непрекращающийся гул в ушах он с трудом разбирал тихие звуки, с которыми размыкаются их губы. «Надеюсь, мне больше не придется тебя уговаривать». Откинувшись в его руках, и наводила по плечам кончиками пальцев, то очерчивая выступающие ключицы, то поднимаясь к шее. «Мне придется», усмехнулся Шакамару и снова ее поцеловал. Кажется, на сегодня у него были какие-то планы, но он в упор не мог вспомнить, какие именно. Совершенно потерялся во времени, когда они опустились на траву, и она устроилась на его коленях, оседлав. «А мы не слишком спешим?» спросил, когда ее руки нырнули под его майку. «Ты же трогаешь мою спину, почему я не могу?» резонно заметила Инна, проводя ногтями по лопаткам. На ее прикосновение тело отозвалось крохотными покалываниями тока под кожей. Он бы и грудь ее не прочь был потрогать, но пока еще точно рано. Поэтому гладил безостановочно спину, шею, зарывался в волосы, шумно дышал, чертя кончиком носа линия за ухом. Едва-едва касаясь губами, согревая дыханием. Откуда пришли эти знания, не иначе как основанные на инстинктах? Оттуда же, наверное, откуда в паху полыхнуло пожаром, и слишком горячие, совершенно не к месту мыслей заполнили голову. «Я рассказала нас отцу», сказал он, откинувшись на ствол. «И что он сказал?» Инна положила голову ему на плечо, изредка целуя в шею. Сказал, что очень рад. Шикомар ухмыкнул, отчего ее голова подскочила. А еще сказал, что они с иначе сыном мечтали нас поженить с рождения. «Да, папа, что ты такое говорил?» пробормотала Инна, погладив его кадык. «Говорил?» Шикомар уставился на ее макушку. «Ну да. Года два назад. Или год, не помню. Говорил, что будет хорошо, если я выберу Кагото из вас двоих. Двоих», — тупо повторил Шикомару. «Ну, он точно имел в виду тебя, зная, что Чаджи я не выберу, беззлобно фыркнула Инна и наконец посмотрела на него. Он будет очень рад узать, что теперь мы вместе. Чаджи должен узнать первым. Не от Кагото, а от нас». «Согласна». Инна села, потянулась, и взгляд Шикомару невольно упал на приподнявшуюся грудь. Заметив это, Инна уперла руки в бока и деланно возмутилась. «Эй, Нара, ты куда уставился? Прости, он тут же виноват опустил глаза». Инна уткнулась своим лбом в его. «Тебе можно». «Точно?» На всякий случай уточнил Шикомару. «Но пока только смотреть». Пригрозила она пальцем. «Шикомару Нара». Взревел голос из дома. «Ксо», — скривился Шикомару. «Мать просила сходить на рынок. А я тебя отвлекла». Ахнула Инна, торопливо поднимаясь. «Почему сразу не сказал?» Забыл, огрызнулся Шикомару, вставая и отряхивая штаны от травинок. «Рядом с тобой обо всем забудешь». «Правда?» Инна засияла, и Шикомару порозовел, поняв, что невольно сделал ей комплимент. Она звонко чмокнула в щеку, привстав на носочки, «Буду ждать за углом. Боюсь сейчас попадаться Йошинасан на глаза». Шикадай едва успел спрятаться, когда Иннасан промчалась мимо, на ходу отряхивая покрасневшие колени и приводя в порядок прическу. Отец показался почти сразу, ленивый расслабленный, руки в карманах, только губы слишком яркие, да глаза полыхают. Шикадай видел, что Иннасан остановилась за воротами, вскоре вышел отец, взял ее за руку и сказал, «Сначала пойдем к Чаджи». «А рынок подождет. Чаджи важнее. Если мы когда-нибудь поженимся, и ты будешь вести себя так же, когда я буду что-то просить». Шикадай не расслышал ни окончания фразы, ни ответа отца. Глубоко вздохнув, он сел в траву, обхватил колени и задумался. «Здесь сейчас все так хорошо, почти идеально, что могло произойти, чтобы они расстались? Как в жизни отца появилась мать? Почему он выбрал ее, а не Иннасан? И что, в конце концов, надо поменять, чтобы его жизнь в реальности осталась прежней? Может, они встречались недолго, а потом расстались? Но откуда тогда такие глубокие чувства, которые Шикадай видел, когда они умирали? Почему через столько лет они опять сошлись, невзирая на семьи? Где эта точка, которую надо поменять? К вечеру чакры уже хватало на то, чтобы вернуться, Шикадай понимал, что после перемещения пролежит несколько дней, даже на воде устоять не сможет. Но задерживаться дальше было невыносимо, слишком все вокруг мирное, солнечное и счастливое. Еще немного, и он сам поверит, что Иннасан идеально подходит отцу. Едва перед глазами перестал им мельтешить, Шикадай согнулся пополам, тяжело дыша. Подкатился градом, майка прилипла к спине. Последний прыжок дался особенно нелегко, все-таки надо было дать себе время восстановиться. Барут ожидаемо не оказалось, исправив все в прошлом, он отправил друзей по другому пути и теперь сам должен был в него влиться. Первым делом пошел к Иннаджину. «Надеюсь, ты все объяснишь», хмуро сказал друг, пропуская в дом. Но Шикадай, не обращая внимания на его настроение, вдруг крепко обнял. «Это ты?» «Ну да, я, а ты кого-то другого ожидал». Иннаджин осекся и побледнел. «Что мы натворили?» «Сейчас уже ничего. Но если бы оставили все как есть, тебя бы не было». «Что?» «То», огрызнулся Шикадай. Он дико устал, радость от того, что все получилось, выкачала остаток сил. Заметив его слабость, Иннаджин подставил плечо, молча проводил в свою комнату, помог сесть и принес воды. «Спасибо». Шикадай упал на кровать и измученно закрыл глаза. «В общем, если бы мы сорвали им объяснение, Иннасан вышла бы замуж за Иннузу Касана». «Что?» «Распахнул глаза Иннаджин. Но почему, причем тут Кибасан, как?» «Понятия не имею», не открывая глаза, пробормотал Шикадай. «Мы с Барута как тебя-не тебя на пороге увидели, чуть с ума не сошли. Пришлось мне вернуться и не дать нам помешать родителям. Ты мне здесь нужен, знаешь ли? Но откуда у тебя хватило чакры на столько перемещений?» «Не хватило. Я там больше суток провел. Надеюсь, ничего не поменял?» «Вообще ничего. Разве что стащил несколько мать из кухни, но надеюсь, их пропажа не привела к глобальной катастрофе». Кто знает, с сомнением протянул Иннаджин, все еще пытаясь прийти в себя от новости, что мама могла стать женой Кибысана. Стоило представить, и мороз пробегал по коже. «Ладно, нехотя поднялся Шокодай, мне надо домой. Я устал и хочу спать. А ты пока изучай дневник Иннаджин и ищи там какой-нибудь поворотный момент, который сделал их отношения по-настоящему крепкими. Слушай, может, хватит с нас уже этих перемещений?» Осторожно спросил Иннаджин. «Нет», отрезал Шокодай. «Может, в твоей жизни все пока ровно, но моя семья уже развалилась. Я не хочу уезжать в Суну, но не знаю, смогу ли остаться с отцом, если они все-таки разведутся». Иннаджин склонил голову, не споря. Ему стало страшно все-таки игры с прошлым не игрушка. «И если сейчас оба родители живы, надо ли что-то менять?» «Может, это судьба их родителей, кто они такие, чтобы с ней спорить?» Остается надежда, что Шокодай сам передумает, пока будет восстанавливаться. «Может, у его родителей еще все наладится, кто знает». Шокодай устал настолько, что мысли вяло ворочались в голове, путаясь друг о друга. Не было сил ни на что, хотелось просто упасть и спать несколько дней. Шокодай. Голос отца с трудом пробился в вату, которая заложила уши. Остановившись посреди коридора, Шокодай вяло поднял глаза и кивнул сам себе. «Нет, здесь все по-прежнему». Те же тени под глазами, та же усталая обреченность во взгляде. «Ничего общего с тем смущающимся парнем, который остался в прошлом. Нам надо поговорить. Прямо сейчас?» Обреченно вздохнул он. «Да». Отец шагнул в сторону, пропуская в кабинет. Шокодай медленно вошел, буквально рухнул надзабутан и сложил руки по обе стороны от колен. «Ты знаешь, что мы с мамой, скорее всего, скоро разведемся». «Это сложно было не заметить. Я хочу, чтобы ты знал, что в этом нет твоей вины. Я себя и не виню». Шокодай посмотрел на него из-под лобья, с мелочной радостью заметив тень, промелькнувшую на лице отца. «Во всем виноват только я», глухо сказал он. «Я не должен был так поступать с вами, но... но поступил. Поздно оправдываться. Ты прав». Отец тяжело вздохнул, машинально подцепил кольцо, висевшее на шее, облокотился о стол. «Это сложно объяснить, но я хочу, чтобы ты знал я очень люблю твою маму. И поэтому изменил ей». «Да», — твердо ответил он, глядя в глаза. «Потому что и на я тоже люблю». «Это началось давно, еще до войны. Хотелось перебить и крикнуть, я знаю. Сказать, если ты так сильно ее любил, почему вы расстались?» Шокодай сдержался, только стиснул кулаки. «Скажи только честно», — глухо проговорил он. «Вы, вы давно, между вами?» «Нет», — перебил отец. «Наши отношения закончились до брака и начались, недавно. После последней миссии. Значит, они все-таки виноваты. Неужели надо обречь и носам на смерть, чтобы их семья сохранилась? Что дальше?» Устало спросил Шокодай, проводя ладонью по глазам. «Не знаю», — честно сказал отец. «Если бы это зависело только от меня. А мама? Она знала, что вы с Иннасан раньше встречались?» «Да». Она все знала. Шокодай запутывался еще больше. «Что, что там случилось, что заставило одну пару расстаться, а две другие сойтись?» «Только бы дневник Иннасан помог прояснить, куда двигаться дальше?» «Это ваше дело», — буркнул Шокодай, поднимаясь. «Но я...» Он замялся, закончил тихо, «Я не знаю, как теперь тебе доверять. Он все испортил. Опять. Почему нельзя вернуться в прошлое и все исправить?» Низко опустив голову, Шокомар убрел домой, не замечая ничего вокруг. Как вышло, что он лишился всего, и семьи, и лучшего друга. Ведь дружба с Иннас теперь невозможна, а тем Мария едва ли его простит. Но он столько лет жил с этой изматывающей любовью в сердце, столько лет запрещал себе думать о том, что могло быть, не поступи он так, как поступил, что эти чувства просто обязаны были прорваться и затопить все, что выстраивалось годами. Глубоко задумавшись, Шокомару не смотрел по сторонам, поэтому резко вздрогнул, когда кто-то схватил за локоть и потянул в тень переулка. Инна. Пораженно выдохнул он, жадно окидывая с голодавшимся взглядом. Она для него сейчас была важнее последнего глотка воздуха, важнее света, небо над головой и пушистых облаков. Какая разница, что происходит с его жизнью? Главное, чтобы у нее все было в порядке. Чтобы была жива и здорова. Сай меня простил, глухо сказала она, опуская глаза. Хорошо, искренне ответил Шокомару. Одной тяжестью на душе стало меньше, ее браку ничего не угрожает. Я правда рад, что это так. И знаешь, он криво улыбнулся, на его месте я бы тоже простил. Почему? Инна пристально посмотрела на него. Потому что надо быть совершенным идиотом, чтобы добровольно тебя потерять. Они замолчали, безмолвно говоря взглядами. Но когда в глазах Инны заблестели слезы, Шокомару не выдержал и обнял. Я остаюсь с мужем и сыном, заговорила Инна, всклипывая, словно сама себя уговаривая. Это правильно. Понимаю, шепнула Шокомару. У нас бы все равно ничего не получилось. Скорее всего, да. И теперь мы, мы теперь не сможем видеться. Какое-то время точно. Шокомару. Инна всхлипнула громче и обняла его в ответ. У него самого грудь как тисками сдавила, не вдохнуть, не выдохнуть. Крепко стиснув зубы, он успокаивающе погладил Инна пол спине, когда она затихла, заставил себя отпустить. Это же не конец света, сказал Хрипло. К тому же, один конец света мы с тобой уже пережили. Она кивнула, улыбнулась невесело, стерла слезы. Бросила на него последний взгляд и отвернулась. Прощай. Несколько минут он смотрел в пустоту, оставшуюся после нее, потом тяжело вздохнул, сутулился и пошел домой. Удивленно остановился и в воротах свет пробивался сквозь в оси, горел, кажется, во всех комнатах. Обычно так делала Тимари, ей всегда казалось, что в доме слишком темно. Кубку, свернувшемуся в желудке, Шикомару не смог дать определение, то ли страх, то ли волнение. Тимари и правда была дома. Стояла на кухне, прислонившись к столу и внимательно смотрела, как он подходит. За вещами вернулась. Но тогда не стало бы дожидаться его прихода, причем так демонстративно. «Здравствуй», осторожно сказал он, пытаясь представить, что именно можно от нее ожидать. По-прежнему не двигаясь, Тимари продолжала изучать его, от внимательного взгляда дрожь прошила тело. «Я хочу, чтобы ты больше не виделся с ней», начала она резко. Шикомару затаил дыхание, «Не верь своим ушам». «Только по необходимости, понял?» «Никаких упоминаний и на в этом доме». «Хорошо. Что-то еще? Я прощаю тебя, но никогда не забуду». «Никогда». «Ненавидишь меня?» «Не знаю». Тимари жестко усмехнулась. «Может быть. Тогда зачем вернулась?» «Хочешь, чтобы ушла?» «Может, она сузила глаза, вы уже обсуждаете счастливую жизнь вместе». Тимари, вздохнувши Камару. Усталость навалилась на плечи, придавив к полу. «Между нами больше ничего нет и не будет». Подумал, стоит ли сказать правду, что это их сынорешение, а не ее ультиматум. Решил не стоит. «Я в последний раз поверю тебе», холодно сказала Тимари. «И не думай, что вернулась только из-за тебя. Так будет лучше для Шакодая. Если бы его не было, я не знаю, смогла бы тебя простить. Если бы его не было, он не знал, как долго бы продлился их брак». Но Шакомару снова благоразумно промолчал. «Так будет лучше для всех». Небольшой ураган прошел не без последствий, но разрушения оказались не фатальными. Со временем они все восстановят и вернут нормальную жизнь. Или хотя бы ее видимость. Поначалу Шакодая был почти счастлив, родители снова вместе, прошлое наконец можно оставить в прошлом. Да, они стали меньше разговаривать, но это временно. Мать простила отца, тут больше не виделся сына-сан, никакие скандалы не сотрясали дом. Пожалуй, именно это стало первым тревожным звоночком, давящая тишина. Совместные ужины теперь всегда проходили одинаковые мать, и отец пытались узнать у него, как учеба, какие новости, как он провел день, выдумывали какие-то совершенно дикие поводы для разговора, старательно игнорируя друг друга. Между собой общались ровно, даже слишком. Но спали вместе, что давало надежду на то, что все-таки скоро они окончательно помирятся. «У нас наоборот», сказала Наджин, когда Шакодая рассказал, что творится в доме. Пошла третья неделя после возвращения матери домой, но улучшений пока не наблюдалось. Папа постоянно дарит маме цветы, перестал ходить на миссии, все время дома. Мама вчера рассмеялась и сказала, что у них медовый месяц, которого не было после свадьбы. «Почему не было? Откуда я знаю? Наверное, папу как всегда вызывали, поэтому они никуда не поехали. А потом мама уже носила меня. Значит, и на сан счастлива». «Думаю, да». И Наджин вздохнул, отвернулся, внимательно глядя на спокойно текущую реку. «Наверное, да», добавил «нехоти». Она все время улыбается, но, знаешь, никогда глазами. И я бы не хотел знать, что на самом деле творится в ее голове. Шикадай тоже не хотел бы знать, что творится в голове у отца. Он не выглядел расстроенным или подавленным, просто стал чаще молчать. Но иногда Шикадай ловил задумчивые взгляды, которые отец бросал на мать, и видел в них что-то глубокое, личное. Очень хотелось верить, что это любовь. Как найти подход к Тимари, Шикамару пока не представлял. Она жила с ним, спала рядом, разговаривала ровно, даже не сквозь зубы, но он чувствовал, что бы не говорила, не простила. Просто гордость не позволяет снова высказать все, что думает. Гордость не позволяет снова произнести вслух, что он предпочел ей другую женщину. И не Кагото, а Инна. Недосказанность зрела между ними, распухая, пульсируя, и подобно гнойной ране, которую обязательно надо вскрыть, чтобы спасти пациента. Либо чтобы его убить. Ты идешь спать? Тимари заглянула в комнату, и Шикамар удивленно поднял голову от доски. Она впервые спросила об этом так, как делал раньше. Сердце забилось быстрее, от волнения свело горло. Шикамару кивнул и поднялся, оставляя шоги. Пока умывался и переодевался ко сну, Тимари бесшумно скользила по комнате, потом забралась под одеяло, отвернувшись к стене. Ее спина и плечи были слишком напряжены, Шикамару кожи чувствовал ее нервозность. Лег рядом, привычно уже сохраняя дистанцию, чтобы не коснуться ненароком, а когда она сама придвинулась, кладя горячую ладонь на грудь, замер. Тимари шепнул тихо, поворачивая к ней голову. «Просто молчи», ответила она. Их губы встретились, тепло разнеслось по телу, нагрела кровь. Шикамару выдохнул, обнимая, горячо целуя, накрывая собой. Тимари отвечала яростно, жестко, наматывая его волосы на кулак, спешно стягивая ночной хори с плеч. Он отвечал тем же, обнажая ее, сминая грудь в ладонях. Продолжая держать его голову, темари открыла глаза, поймала его взгляд и оттянула зубами нижнюю губу, ощутимо прикусив. Шикамару тяжело дышал, заставляя себя не анализировать сейчас ее поведение, отложить все логические цепочки, но потом, оставить только жар ее тела под ним, общее желание близости, которое слишком сложно назвать настоящим примирением. Пусть он подумает, что над этим потом, обязательно подумает. Новый укус поцелуй заполнил рот металлическим вкусом, на губе выступила кровь. Тимари хотела быть главной, она вообще часто брала верх в постели, и обычно Шикамару это устраивало. Но эта близость значила для обоих слишком много, и Шикамару отчетливо понял, что если уступит сейчас, будет уступать до конца жизни. Что-то всколыхнулось внутри, темное, жгучее. Нетерпеливо замычав поцелуй, он стиснул ее запястье, завел над головой, сжал одной рукой и закинул ее ногу себе за спину. Он чувствовал ее влажность, упирался в нее головкой, точно зная, что Тимари готова и ждет его, жаждет почувствовать внутри так же сильно, как он хочет скорее там оказаться. Вошел стремительно, на самой грани между страстью и грубостью, сразу начал резко двигаться, коротко, шумно выдыхая. Тимари тихо вскрикивала, встреча каждый толчок, выгнулась дугой, когда он сел, запустил руки под ее колени, стиснул бедра, насаживая на себя. Грубо, быстро, остро каждый нерв вспыхнул, разнося ток по позвоночнику. Тимари беспорядочно шарила руками по футану, комкая простыни, закусывала губу, сдерживая слишком громкие стоны. С коротким ха. Замерла, мелко задрожала, и Шакамару стремительно склонился к ее груди, обхватил губами сосок, силой втянул его. Обнял обеими руками за спину, прижался так крепко, как мог, кончая. Его голова лежала на ее груди, он слышал, как все еще быстро бьется сердце, слышал тяжелое дыхание. Нехотя откатился на подушку, стер под солба и посмотрел на раскрасневшуюся Тимари. Такого секса у них не было очень давно. Может, вообще никогда не было. Тебе понравилось? Хрипло спросила она. Почему ты спрашиваешь? Он расслабленно улыбнулся. Ваш секс с сыном был таким же? Шакамару нахмурился. Вопрос не сразу пробился в затуманенное недавнем удовольствием сознание. Ты же ее представлял сейчас, да? Продолжала допытываться Тимари, повышая голос с каждым новым вопросом. Что за бред ты несешь? Он сел. Расслабленность слетела, сердце снова начало стучать быстрее. Причем тут и на... Тем более сейчас. Ну, кс, как же, Тимари тоже села, она ведь всегда была в нашей постели третьей. Я никогда не представлял ее вместо тебя. Никогда не заменял ее тебя. Оглянувшись, Шакамару потянулся за штанами, от злости не с первого раза попал в штанину ногой. Но ты заменил мной ее. Женился на мне вместо нее. И все эти годы ее любил. Думаешь, я была настолько слепа, чтобы не видеть, как ты на нее смотришь? Мы тринадцать лет женаты. Шакамару вскочил, надел Хаари. Если ты все эти годы жила с этими мыслями, мне тебя жаль. Себя лучше пожалей. Бедный несчастный Шакамару, который опять вынужден жить с нелюбимой женой. Тимари вскочила следом и вдруг с силой толкнула его в плечо. Иди. Иди к своей Инне. Хотя подожди, она же не захотела уходить ради тебя из семьи. Может, секс с Саем ей нравится больше? А что, может, мне тоже попробовать? Мы же тут все почти родственники. Замолчи, глухо проговорил Шакамару. А то что? Взвелась Тимари, снова его толкая. Что ты сделаешь? Шакамару не двигался, позволяя себя бить, пытался не прислушиваться к ее словам, но они обжигали кислотой. Ничего уже не исправить, просто бессмысленно пытаться вернуть доверие Тимари. Когда она выдохлась, низко опустив голову и тяжело дыша, он холодно спросил «Все». Не дожидаясь ответа, распахнулся Одзи и вышел в сад. Инна. А он-то наивно надеялся, что держит себя в руках. Или Тимари видела то, чего не было? Они были по-своему счастливы эти годы, Шакамару не врал себе терять Тимари больно. Она его семья. Но если всю жизнь считала, что он ее не любит, зачем жила с ним? Почему не ушла? Куда делась ее хваленая гордость? Было бы слишком самонадеянно считать, что она оставалась рядом из великой любви к нему. Шакамару никогда не считал себя похитителем сердец или, тем более, их разбивателем. Как вышло, что две сильные, уверенные в себе, красивые женщины его полюбили? И как он мог причинить боль обеим? Глубоко затянувшись, Шакамар усмехнулся и покачал головой. Да, скажи ему кто-то в его семнадцать, что так будет, рассмеялся бы в лицо. Шикадай не дышал, мечтая слиться со столбом, подпиравшим крышу над дингавой. Когда услышал звуки, доносящиеся из родительской спальни, надо было сразу уйти. Но он до конца не мог поверить, что они, наконец, помирились, хотя доказательств было более чем достаточно. Пока родители не затихли, а потом... Шикадай никогда не задумывался, как много значит секс во взрослой жизни и отношениях. Обвинение матери, слова отца, голова снова кружилась от отчаяния. И когда отец вылетел из спальни в незавязанном хори, и промчался мимо него, скрываясь в саду, Шикадай уже точно знал, что именно надо изменить в прошлом. На этот раз осечки не будет. Им с и на сан нельзя спать вместе, тогда все как-нибудь обойдется. И юношеская влюбленность у ее и останется. Бледный Наджин смотрел на лежащий на кровати дневник, как на ядовитую змею. Мало того, что пришлось читать слишком личное, то, куда он вообще не имел права заглядывать, так еще и мысли и чувства мамы очень сильно отзывались в его душе. И Наджин пропускал их сквозь себя, ярко представляя эту влюбленную девушку из прошлого, и не хотел отнимать у нее то счастье. Даже ради благополучия их семей в настоящем. Это было слишком жестоко лишать ее воспоминаний, пусть даже они связаны не с отцом, а и с Шикомарусоном. Поэтому поначалу слушал Шикадая, качая головой. У них останутся воспоминания о том, что они встречались, уговаривала Шикадай, расхаживая по комнате. Этого уже немало. Но пойми, настоящие чувства зародились в них после того, как они стали спать вместе. Не будет этого, не будет никакой любви. Почему ты так в этом уверен? Может, они полюбили друг друга до... И Наджин покраснел, секса. Нет, отрезал Шикадай. Вздохнул, низко опуская голову, слышал бы ты мать. Она уверена, что все дело в этом. Сказала, что, что и нас сам всегда была третьей в их постели, шепотом договорил он. Это их дело, резко ответил И Наджин. Я не хочу больше ничего менять. Но тогда они будут несчастны сейчас, как ты не понимаешь. Ведь и нас сам тоже переживает, сам говорил. Хочешь, чтобы она страдала в настоящем, вместо того, чтобы сохранить хорошую память о прошлом? Барута, ну скажи, неужели я не прав? Я не знаю. Правда, Шикадай, пока ни одна твоя идея ничего хорошего не принесла. Это была твоя идея переместиться во времени. И ты ее подержал? Ладно, Барута вздохнул и почесал затылок. Ладно, может, на этот раз все получится. Я, если честно, уже устал от этих блужданий по прошлому. А у нас экзамен на чьюнина на носу. Если я его завалю, отец меня убьет. А мой, наверное, даже не заметит, горько сказал Шикадай. Потому что слишком переживает из-за того, что происходит у них с матерью. Они сегодня вообще не разговаривали, это невыносимо. Хорошо, неожиданно согласился и Наджин. Но это будет в последний раз. Если ничего не изменится, мы оставим их в покое. Договорились. Шикадай серьезно кивнул. Осталось узнать, когда, я знаю, перебило Наджин. Я дочитал. Это было накануне войны. Отлично. Если ничего не будет, после войны может станет совсем не до любви. К тому же, неуверенно добавил он, тогда дедушки как раз погибли. Все замолчали. Война до сих пор оставалась пустым звуком, воспоминанием. Но теперь они увидели своих дедушек, и все начало обретать совсем другой смысл. На этот раз Канаха выглядела совсем другой. Улицы заполнили шины без других деревень, в воздухе пахло приближающейся грозой и волнением. Занарочито громким смехом прятался страх, который слишком стыдно показывать. Скользя сквозь толпу, ребята шли к дому Нара, радуясь, что дневник позволил точно узнать, где будут родители, иначе отыскать их в похожий на разворошенный муравейник деревни пришлось бы слишком долго. Можно сколько угодно переживать, но никакого толка от этого не будет, Шакамару отлично это понимал. Поэтому спокойно сидел на ингове, точил Куная, рядом лежала стопка взрывных печатей и набор сурикинов. Выступать завтра в обед, к вечеру они прибудут вместо общего сбора, а уже оттуда выступят, разделившись на оговоренные в штабе точки. Волнение колыхалось внутри, заставляя подрагивать кончики пальцев. Когда я наступила на ингову, он отложил Куной в сторону и подвинулся, освобождая для нее место. «Я уже все собрала», тихо сказала она, кладя голову ему на плечо. Шакамару сплел их пальцы и коротко поцеловал ее макушку. «Тебе страшно?» «Да». Ина выпрямилась. «Шакамару, я хочу, чтобы эту ночь мы провели вместе. Боишься, что не уснешь?» С пониманием спросил он. «Нет». Она тряхнула головой и вдруг смутилась. Проговорила еле слышно, но твердо, «Я не хочу сегодня спать». Ина. Он не мог утверждать, что понял ее правильно. «Может, может, мы не вернемся домой». И я, Ина посмотрела прямо в глаза, «Хочу быть с тобой». По-настоящему. Ты уверена?» Шея Шакамару вспыхнула, краснота поползла от нее к ушам. «А что на это скажет Ина и Чесан?» «Он нас поймет». Несколько мгновений Шакамар умолчал, переваривая ее слово и отрубая всевозможные возражения. Она права, никто не знает, что будет завтра, через день. Насколько затянется война, и что будет с ними их жизнью. Погладив щеку костяшками пальцев, Шакамару нежно поцеловал ее. «Это значит, да!» улыбнулась Ина. «Какой у мужчины в здравом уме откажется от такого предложения?» Прошептал он. «Ты пока не мужчина», фыркнула она. «Ну,» протянул Шакамару, поднимая глаза к небу, «видимо, сегодня ночью им стану». Они переглянулись и одновременно покраснели. Шакамару встал, потянул ее за руку. «Пойдем!» «Для начала надо сказать отцу!» «Хочешь, чтобы я при этом присутствовала?» Ина в ужасе распахнула глаза. «Я же буду рядом, когда ты скажешь своему!» «Все честно!» «Просто скажи, что боишься один об этом говорить», проворчала Инна, позволяя увлечь себя в дом. «Это, конечно, не та тема, которую мне хотелось бы с ним обсуждать, но он должен знать. Можно было сказать, что он останется ночевать у Ча-Джи, но Шакамару чувствовал, что это тот случай, когда надо говорить правду. Слишком важный шаг для них сына и для будущего, если оно у них будет. Можно тебя отвлечь». Сердце все-таки забилось быстрее, когда Шакамару сдвинул фу с ума и заглянул к отцу. Тот только что вернулся из штаба и рассматривал карты, разложенные на столе. Россина кивнув, поначалу не поднимал глаз, но потом почувствовал, что сын не один и улыбнулся побледневши Инна. «Инна, рад тебя видеть. Что-то случилось? Сегодня мы будем ночевать вместе», сказал Шакамару, крепче сжав ее ледяную ладонь. У самого ладони стали влажными от волнений. Отец долго молчал, пристально глядя то на одного, то на другого. Потом кивнул задумчиво хмыкнул. «Наверное, это правильно. Хотя при других обстоятельствах я бы посоветовал не спешить. Мы живем в этих обстоятельствах. Здесь и сейчас. И завтра может не быть. Может, кивнул отец, глубоко вздыхая. Что ж, раз решили, мое благословение вам не требуется. Но я его даю». «Инна», он посмотрел на нее, «когда война закончится, я буду рад принять тебя в доме невесткой». Инна избила и сделалась пунцовой. Опустив глаза и поклонившись, она пробормотала, «Спасибо, шикакусон». «Ладно, идите. Матери я сам скажу». Внутри творилось что-то невообразимое, бросало то в жар, то в холод. Молча они шли по деревне, не разжимая рук. Шикомару пытался представить, что будет потом, что будет этой ночью, но мысли путались, только сердце било слишком быстро. Он покосился на Инна, плотно сомкнутые губы, решительный взгляд. Она словно уже сейчас уходила на войну или готовилась к самой важной в жизни битве. Инна, позвал он, когда они дошли до дома и остановились на пороге. «Если ты передумала, давай не будем это делать». «Нет», она улыбнулась. «Я правда этого хочу. Только, мне все-таки немного страшно». Он тепло улыбнулся, честно признаваясь, мне тоже. Шикомару. Иннаичи словно ждал под дверью. Или только что вернулся, или собирался уходить. Не думал, что ты сегодня зайдешь. «Разве вы», он посмотрел на Инна, «не хотели провести этот вечер вместе». «Мы проведем», сказал Инна. «Здесь». «Пап, Шикомару сегодня останется у нас на ночь». «Вот как», ровно сказала Иннаичи, глядя на Шикомару. Тот спокойно кивнул. Странно, но волнения больше не было. Даже сердце забилось спокойней. «Это не та новость, которую я хотел бы слышать», признался Иннаичи. Тяжело вздохнул. «Но ты уже взрослая девочка, можешь сама решать, что и когда делать. Вы не выражайте», спросил Шикомару. «Меня вы точно спрашивать не будете», криво улыбнулся Иннаичи и грустно посмотрел на Инна. «Ты так выросла, а я все еще считаю тебя ребенком». «Ладно», он снова вздохнул, «я все равно не буду ночевать сегодня, дома меня вызывали в штаб. Так что, мешать не буду». Иннаичи выглядел таким растерянным и расстроенным, что Инна не выдержала, обняла его, сбивчиво прошептала, «Я очень-очень люблю тебя, папочка». Он обнял в ответ, не стесняясь слез, выступивших на глазах. «Я тоже тебя люблю, цветочек». Потом посмотрел на Шикомару поверх ее головы, «береги ее». Потом Шикомару не мог вспомнить, как они раздевались, как оказались в кровати. За грохотом сердца и шумом дыхания, за несмелыми касаниями и смущением, одним на двоих, потерялись все мысли. Инна так доверчиво смотрела на него, что он боялся сильнее, сделать что-то не так, причинить ей боль. И когда медленно, почти не дыша, заполнил ее и услышал тихое, удивленное, мне не больно задохнулся от переполняющих чувств. Первые движения были неловкими, неловким было все, неловким и непривычным. Он постоянно не знал, куда деть руки, Инна и лозила под ним, пытаясь устроиться удобнее, то целовала, то застывала, прислушиваясь к ощущениям. Но в какой-то момент все стало неважно, как он выглядит со стороны, так ли все делает. Шикомару просто понял, что все идеально, когда их тела вдруг заскользили навстречу друг другу так, будто были для этого созданы. И когда руки Инна сомкнулись на его спине, когда она тяжело задышала, а внизу у живота стало горячо, он почувствовал, как отрывается от кровати и растворяется в воздухе. «Я тебя люблю», прошептал он, счастливо улыбаясь. «Я знаю». «Я тоже», ответила Инна, потираясь носом о его нос. «Есть». Барута спрыгнул с ветки. Шикадай и Иннаджим подглядывать за родителями не собирались, Барута тоже, поэтому его отправили послушать, будет ли признание в любви. Красный, как помидор, он все равно улыбался. «Ты был прав, они признались только после того, как...» «Никаких подробностей». Воскликнул Иннаджим. Потом почесал нос, и как мы заставим их передумать? «Кто у нас мастер по залезанию в чужую голову?» спросил Шикадай. «Я». Иннаджим отступил. «Я не могу залезть маме в голову. Она гораздо сильнее меня. Ты залезешь в голову моему отцу. Я знаю, что у него нет блока на технику Яманака, он сам как-то говорил, что Иннаджим может свободно попасть в его мысли, было бы желание. Теперь понятно, почему он так ей доверяет. Залезть в голову Шикамару Сана». Севшим голосом проговорил Иннаджим. «Не надо считать его мысли, ты же можешь просто внушить им одну. Он даже не заметит. А если заметит? Значит, постарайся сделать так, чтобы не попасться», огрызнулся Шикадай. Его трясло. «Все здесь говорило о завтрашней войне, и казалось задержись они хоть ненадолго, и их тоже отправят на фронт. Хотелось как можно скорее оказаться в своем тихом, уютном мире, где единственная проблема это развод родителей». Солнце снова садилось над домом Нара. Отец точил коны, и когда на Ингаву вышла на сан, он отложил его в сторону и улыбнулся, подвигаясь. «Я уже все собрала», тихо сказала она, кладя голову ему на плечо. Отец плел их пальцы и коротко поцеловал ее макушку. «Тебе страшно?» «Да». Инна-сан выпрямилась. «Шикамару, я хочу, чтобы эту ночь мы провели вместе. Боишься, что не уснешь?» С пониманием спросил он. «Нет». Она тряхнула головой и вдруг смутилась. Проговорила еле слышно, но твердо, «Я не хочу сегодня спать». «Ина». «Может, может, мы не вернемся домой». И я, Инна посмотрела прямо в глаза, «Хочу быть с тобой». «По-настоящему». «Ты уверена?» Шея отца вспыхнула, краснота поползла от нее к ушам. «А что на это скажет Инна и Чесан?» «Он нас поймет». Отец долго молчал, потом нежно погладил ее щеку костяшками пальцев и поцеловал. «Это значит да». Инна, он глубоко вздохнул. «Давай не будем спешить. Ты не хочешь?» Выдохнула она. «Нет, хочу». «Конечно хочу, очень, просто. Завтра война, а мне бы хотелось, чтобы эта ночь стала особенной для нас. Особенной не потому, что нас могут убить. Понимаю». Ее голова легла на его плечо. Отец тут же погладил ее волосы, поднял глаза к небу. «Пусть это случится, когда мы победим», твердо сказал он. «А потом мы расскажем обо всем отцам и я попрошу твоей руки у Инна и Чесана». «Правда?» Инна сам выпрямилась и недоверчиво посмотрела на него. «Правда», кивнул отец. «А сегодня попытайся выспаться как следует. Завтра тяжелый день». Шикодай порывисто обнял Инна Джина, отстранился и восхищенно на него посмотрел. «Ты чертов гений!» «Это было сложно», признался Инна Джин. «И страшно. Больше никогда не буду так делать. Кажется, мне надо научиться ставить блок, чтобы ты тайком не залез в мою голову. Хватит болтать, давайте уже домой, дайте боса», взмолился Барута. Ребята кивнули и встали в печать. Моргнув, Барута оглянулся, борясь с тошнотой, подступившим к горлу. На поляне никого не было, и он вернулся один. «Все, допрыгались», мрачно сказал Барута, глядя на друзей. Он только-только вернул их обратно и до сих пор с содроганием вспоминал, как остался совсем один. Никаких больше перемещений. «Мне пришлось опять просить у папы поделиться чакрой, еще немного, и он начнет что-то подозревать. Какой он был, мир без нас?» спросил Шокодай тихо. «Никакой», огрызнулся Барута. «Твой отец не женился и жил один, а Иннасан вышла замуж за Сайсона, но у них родилась дочь. Почему?» Инаджин поднял голову до этого сидел, низко ее опустив. «Откуда мне знать? Я заглянул к тебе, а там это, как ее, Иннатай, вот. Красивая девчонка, кстати». Странно, задумчиво протянул Шокодай. «Если родители Инаджина поженились, он должен был существовать в той реальности. Может, Луна была не в той фазе, когда его зачали». Барута фыркнул, но под взглядами друзей тяжело вздохнул. «Мы не будем этого и снять. Даже не думайте, чтобы ты отказался докопаться до какой-то тайны». Шокодай иронично хмыкнул. «Никогда не поверю. Просто мне надоело стирать вас из реальности по очереди». Барута прав, я давно говорил, что мы должны оставить все как есть. Инаджин вздохнул. «На маме совсем лица нет, она переживает. Но лучше так, чем насильно менять ее судьбу». Шокодай молчал, напряженно думая. После недавнего скандал в доме снова стало тихо, но на этот раз молчание между родителями было напряженным, а атмосфера напоминала предвоенную канаху. Шокомару редко приносил работу домой, но сейчас это был единственный способ отвлечься и как можно реже выходить из кабинета. Он как раз заканчивал писать ответ Райкаги на предложение об обмепотом, когда заглянул и Тимари. Подняв глаза, Шокомару спокойно смотрел, как она подходит, а когда остановилась перед столом, выпрямился и кивнул, давая ей понять, что слушает. «Прости», сказала она. «Я не должна была всего этого говорить. Ты всегда был хорошим мужем и не давал поводов для ревности». Не считая, Тимари горько улыбнулась, недавнего времени. «Мы не сможем жить вместе, если ты продолжишь вести себя так», сухо сказал Шокомару. Злость прошла, но потрясения от ее слов нет. И пусть сейчас она говорила правильное слово, он понимал это просто слово, на самом деле Тимари сказала тогда именно то, что думала. И дальше будет только хуже, потому что произнесенные вслух эти обвинения не забудет ни один из них. «Теперь ты обвиняешь меня», возмутилась Тимари. «Виноват здесь только ты. Ты сказала, что я заменила на тобой, ее имя остро укололо сердце. Если считал так с самого начала, почему вышла за меня? Ты знаешь, почему? Только из-за шокодая. Насколько я помню, тебя никто не заставлял. Игар и Сканкура приняли бы твой выбор. Ты знаешь, почему? С нажимом повторила Тимари и посмотрела прямо в глаза. Потому что я любила тебя. И сейчас люблю. «Я тоже тебя люблю», со вздохом ответил Шакамару, поднялся и обошел стол. Взял ее за руку, погладил обручальное кольцо на пальце, пристально на него глядя. Тимари порывисто обняла его, он обнял в ответ, подумав, «Худой мир лучше доброй войны». Только он знал, она услышала невысказанные, но и на «я люблю тоже», а она знала, но не забудет обвинений, которые жили в ее сердце. «Можно, я попрошу тебя об одной вещи». Тимари подняла голову и с несвойственной рабостью улыбнулась. Шакамару осторожно кивнул, надеясь, что она не будет выдвигать новых условий, помимо уже выдвинутого, не общаться с сыном. Странно еще, что не заставила убрать с рабочего стола фотографии десятой команды. «Сними его». Она посмотрела на кольцо, висящее на его шее. Только не начиная опять говорить, что оно принадлежало Шакакусану. Спорить Шакамару не стал. Просто молча снял кольцо и положил на стол. Без него он чувствовал себя голым, но это можно пережить ради спокойствия в семье. Пусть зыбковое, но необходимого им обоим. «Спасибо», прошептала Тимари. И на с ужасом поняла, что совсем разучилась улыбаться. Стоя перед зеркалом, она растягивала губы и пугалась того, как неестественно это выглядит. А улыбаться надо. Постоянно, как ни в чем не бывало, потому что в жизни совершенно ничего не изменилось, только небольшая тень легла на брак. Совсем небольшая измена. По крайней мере, Сай сделал вид, что это так, не стал ничего менять, не стал обвинять или упрекать. Хотелось бы думать так же, но Инна не могла. Она чувствовала, что предала, винила себя, не могла смотреть в глаза Са. Не только потому, что изменила, боялась, что он увидит, не жалеет. Это было несправедливо по отношению к мужу, но Инна не умела себя обманывать. Корокий, яркий роман с Шикомару не просто окунул в прошлое, она поняла, что не может так больше жить. И уйти тоже не может, не теперь, когда Сай так великодушно простил. Но подниматься с кровати с каждым днем становилось все сложнее. Когда Сай и Наджин уходили, и наложилось обратно, доставало из тумбочки кольцо, которое с недавних пор туда перекочевало, сворачивалось в комок под одеялом и нежно гладило ободок. Сдерживалось, чтобы не заплакать, но иногда не могла слезы сами текли, пропитывая подушку. Потом приходилось прикладывать лед, чтобы никто догадался. Но хуже всего было, когда она ловила на себе взгляд Инна Джина. Странный, полный жалости. Или сожаления. Казалось, что сын все понимает, читает ее, как открытую книгу, и чувство вины перед ним тяжелым камнем лежало на груди. Не надо было видеть Шакамару, чтобы чувствовать ему так же плохо. И как прежде уже никогда не будет, ни дружить, ни спокойно общаться они не смогут. Никогда. Однако если бы она могла изменить прошлое, ничего менять бы не стало, потому что только тогда, только рядом с ним была по-настоящему счастлива. Если бы Шакадай умел отключать мозг, он бы с радостью это сделал, потому что сейчас тот генерировал сотни идей в минуту, постоянно выстраивая и разрушая логические цепочки между прошлым и будущим. Точка невозврата, после которой чувства отца Коносан стали настолько сильными, что перебороли любовь к матери, притягивала магнитом. Не говоря друзьям, Шакадай постоянно думал об этом, уже не потому, что это могло спасти брак родителей те, вроде бы, на самом деле помирились. Шакадай опугали некоторые несостыковки, которые при ближайшем рассмотрении заставляли кожу покрываться мурашками. Почему вмешательство прямо влияло на их существование? И почему Иннасан, выйдя замуж за Сайсона, не родила Инна Джина? И почему, если родители не будут вместе в прошлом, их обоих не будет в будущем? Как именно это отразилось на отношениях отца и матери Иннасана Сайсона? Да, Шакадай честно пытался отключить мозг, но вместо этого он, словно издеваясь, подбрасывал версии одна-другой нелепие. Шакадай приемный сын, которого родила Иннасан. Инна Джин на самом деле сын отца. Мать разрушила отношения отца и Иннасан. Сайсан увел Иннасан отца, и тот назло женился на матери. Расхаживая по дому, Шакадай думал, 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 то стискивая виски, то задирая голову к потолку. Если не выяснить все до конца, он сойдет с ума, но как уговорить друзей снова вернуться в прошлое? А главное куда возвращаться? Забредя в кабинет, Шакадай остановился устал и посмотрел на фотографии десятой команды. Совсем дети, скучающий отец, добродушный Чаджисан, улыбчивый Иннасан. Неужели в его жизни тоже когда-нибудь будут тяжелые тайны прошлого, способные разрушить семью? Вздохнув, Шакадай хотел было взять фотографию, но взгляд зацепился за кольцо, которое отец никогда не снимал. Рука сама потянулась к нему. Моему любимому гению. Теперь, когда Шакадай видел дедушку вживо, это кольцо обрело совсем другой смысл. Когда-то дедушка и бабушка ходили, говорили, дышали и жили надеждами. Любили. Шум у входной двери напугал, оглянувшись, Шакадай машинально сунул кольцо в карман и выскочил из кабинета. «Ты дома?» Отец стоял на кухне, наливал молоко и скользил глазами по списку, оставленному матерью на столе. «Уже ухожу», ответил Шакадай, кивнув на список. «Хочешь, я схожу и все куплю?» «Откуда такое рвение?» Удивился отец, но листок протянул. «Думаю, это надо купить к ужину». «Сделаю». Шакадай улыбнулся, мазнул взглядом по непривычной голой груди отца. Отсутствие кольца бросалось в глаза, «Почему снял?» «Наверное, не стоит». «Надо вернуть его, пока никто не заметил». Шакадай так и хотел поступить, но отец уже вошел в кабинет, оставалось надеяться, что он пока ничего не заметит. А потом Шакадай просто забыл. Экзамен на Чиунину в этом году будет жарким. Барута сидел на ветке, раскачивая ногой в воздухе, и наблюдал за тренировкой Шакадая и Ноджина. Они как раз закончили и подошли ближе, тяжело дыша. «Как думаешь, сдадим?» спросила Ноджин, вытаскивая из рюкзака бутылку с водой. Что-то сверкнуло на солнце и упало в траву, и лишь тогда Шакадай вспомнил, что до сих пор не вернул кольцо и переложил в рюкзак, чтобы не потерять во время тренировки. И Ноджин присел, пошарил по траве, поднял цепочку. «Это кольцо Шакамарусана?» Удивился он. «Да». Он почему-то перестал его носить. Шакадай хотел забрать и положить в карман, пообещав себе, что вечером точно вернет на место, но и Ноджин вдруг свел брови вместе и присмотрелся к внутренней стороне. На удивленных глазах друзей он побледнел, вчитываясь в гравировку. «Откуда оно?» по мертвевшими губами проговорил он. «Это кольцо дедушке бабушка подарила», настороженно ответил Шакадай, протягивая руку, чтобы забрать кольцо. Но и Ноджин не отпускал, крепко задумавшись, он попросту не замечал протянутую руку. «У мамы тоже есть такое», протянул медленно, поднимая глаза на Шакадая. Она говорила, что это кольцо бабушки, которое подарил дедушка. «Я видел его только один раз, в той реальности, где Шакамарусен погиб. Тогда мама носила его на груди. И что там написано?» Шакадай кашлянул, голос вдруг сел. «Мои любимые проблемы», прошептала Ноджин. Стало тихо. Все трое смотрели на кольцо и пытались справиться с волнением, от которого бешено колотилось сердце, а ладони стали ледяными и липкими. «Они хотели пожениться?» Жалобно спросил Ноджин, никому не обращаясь. Шакадая заторможенно кивнул, «Кажется, да. Я уже совсем ничего не понимаю. Они хотели пожениться, но почему-то расстались, а потом создали семью с другими людьми», сказал Барута. «Ничего необычного, такое бывает. Почему расстались?» Шакадай спрашивал Барута, но смотрел на Ноджина. «Почему, если они так любили друг друга и хотели пожениться, все равно расстались?» «Мне кажется, именно это предложение и есть точка отчета». И Ноджин нехотя отдал кольцо. «Может, если бы его не было, они бы просто расстались и не страдали потом». «Эй, парни, может, хватит этих теорий?» «Неужели непонятно, каждый раз, когда мы вмешиваемся, ничего не исправляется, только становится хуже?» «Не будет предложения, не будет чувства вины, не будет плохих воспоминаний, а в этом есть смысл». Проигнорировав Барута, Шакадай загорелся, конечно, и Ноджин прав. «Предложение вершины любых отношений, никак не секс. Если отец не сделает его, и на сан, вероятно, обидятся, и в конце концов они расстанутся. «Идеально. Мы сможем это сделать», твердо сказал он. «Сможем», кивнула Ноджин. Впервые он был по-настоящему уверен в правильности их действий. Надо лишь дочитать дневник до этого момента, чтобы узнать, куда прыгать. «Сделаем это завтра». В очередной раз он убедился в том, что новое вмешательство будет правильным, когда пришел домой и услышал, как тихо плачет мама. Прокравшись на носочках к спальне, он застыл, сжался от боли, глядя на нее, свернувшуюся клубком на кровати. Заходящее солнце заливало спальню насыщенным красным и отражалось от кольца, лежащего в ее раскрытой ладони. Слезы закипели на глазах, в носу защипало, и Ноджин, стараясь не дышать, прокрался в свою комнату, прислонился к двери и крепко зажмурился. «Я все исправлю», пообещал он себе. «Сделает все, что может, лишь бы она больше не плакала». Шикомару нетерпеливо смотрел на часы, стрелка ползла слишком медленно. Докурив, он бросил окурок в урну и повернулся к витрине, за которой ювелир набивал надпись для кольца. Даже думать не пришлось, что именно там выгравировать. Его кольцо осталось чистым, если она захочет, тоже сделает какую-нибудь надпись. А пока внутренность скручивала в клубок от волнений. Скорее спросить ее увидеть реакцию, начать по-настоящему строить планы на будущее. После войны казалось, что время остановилось. Гибель отцов, сражения, цукойми все были растеряны и пытались начать жить сначала. Шикомару не знал, как бы пережил все, если бы не Инна. Они поддерживали друг друга, и любовь креплась каждым новым днем. Уже не было необходимости о ней говорить, она чувствовалась кожей. И вот, спустя три месяца Шикомару решился. Давно понял, что хочет провести рядом сына всю жизнь, но последний шаг наполнял волнением. Семья. Они станут настоящей семьей. Жаль, что отцам этого уже не увидеть. Кольца оттягивали карман. Решившись, Шикомару перестал нервничать. Купил роскошный букет красных роз и, ничуть не смущаясь, прошел с ним через всю деревню. Скрывать ему было ничего, пусть каждый знает, что сегодня самый важный день в его жизни. Инна была в саду и, что иронично, тоже возилась с розами, подстригая кусты. Увидев Шикомару, она выпрямилась и убрала прилипшие колбу волосы тыльной стороны ладони. Цветы. Серьезно, ты решил подарить мне цветы? Шикомару смотрел на нее, чувствуя, как начинают дрожать руки, а решимость тает под ее улыбчивым взглядом. Протянув букет, он заметил, что она в перчатках, и растерялся, как надевать кольцо. Шикомару тихонько позвала и Инна молча стоял перед ней, рассматривая руки. Очнувшись, поднял глаза, крепко сжал кольца в кармане. Ты очень проблемная женщина, заговорил наконец. Не представляю, сколько хлопот ты доставишь мне в будущем, но... Очень странное начало разговора. Но я хочу, чтобы эти хлопоты ты доставляла всю жизнь. Я хочу мириться со всеми проблемами, которые будут от тебя. И уже жду их, потому что не представляю, как буду жить, если когда-нибудь они исчезнут. Он достал руку и раскрыл ладонь. Инна потрясенно ахнула, переводя взгляд с колец на Шикомару и обратно. Сняла перчатку, бросила на землю и осторожно взяла кольцо. Мои любимые проблемы. Серьезно? Звонко, нервно рассмеялась, но затихла, когда Шикомару забрал кольцо и надел на ее палец. Ты не дождался ответа, сказала тихо. Я в нем не сомневался, в тон ответил он и сглотнул в горле и неожиданно стало тесно, когда она надела кольцо ему. И какой у нас план? Барута скрестил руки на груди. На этот раз он был совсем не уверен, что надо что-то менять. Шикодай отвернулся от дыры в заборе и на сан и отец как раз поцеловались. Ничего сложного. Просто выкрадим кольца. Думаешь, это им помешает? Не знаю. Но я уже понял, что достаточно малейшего вмешательства, чтобы все пошло по-другому. У меня нет больше никаких предложений. Украдем, кивнула Наджин. Это заставит Шикомару и сына отложить предложение, кольца стоят недешево, наверняка ему придется сходить на пару миссий, прежде чем просить маму снова. Я согласен. В нашей реальности их не будет. Шикодай рассматривал кольца, с трепетом вертел в руках знакомое на знакомое кольцо отца, чистое, без гравировки. Сжав кулак, он глубоко вздохнул. Очередная волнительная вылазка завершилась победой. Он сам пролез в дом и выкрал кольца, благо, отец их не прятал и не лежали на тумбочке у кровати. Это путешествие станет последним, больше нечего менять. А вопросы? Пусть остаются вопросами, хватит копаться в прошлом. Надеюсь, мы не натворили опять дел. Барута почесал затылок. Не думал, что когда-нибудь это скажу, но я устал от этих приключений. Все получится, уверенно сказал Инаджин. Давайте возвращаться. Нет, мир не разломился на части. Накрапывал дождик, терпко пахло влажной землей летом. Переглянувшись с Барута, Инаджин застонал и закрыл лицо руками. Я так больше не могу. Давай сразу обратно, предложил Барута. Нет. Я должен знать, что здесь изменилось. Да и чакра. Ксо. Да ну ее, эту чакру. В последний раз попрошу у отца. Давай вернем его прямо сейчас. Нет. Инаджин сурово посмотрел на него. Мне важно это знать. Не просто важно знать, что изменилось, было жизненно необходимо. Инаджин шел домой, стараясь не думать, что в этой реальности лучшего друга не существует. Пытался представить, что чувствовал шокодай, когда не было его. Словно в груди поселилась пустота, которую нечем заменить. Дойдя до дома, Инаджин достал ключи, но они, к его удивлению, не подошли. Холодея, он пытался открыть дверь снова, когда за спиной мягко спросили, ты хотел что-то забрать? Инаджин, надо было предупредить, я бы оставила ключи под ковриком. Резко обернувшись, Инаджин во все глаза смотрел на незнакомую женщину, которую совершенно точно видел впервые. А где мама? Только и смог выдавить он. Женщина улыбнулась, думая, дома, раз решила не открывать сегодня магазин. Простите, голова окружилась, словно по ней только что врезали увесистым кулаком. Что бы сказал шокодай? Что бы придумал, что бы вытянуть нужную информацию, не вызывая подозрений? Я сегодня сильно ударился на тренировки. Кажется, до дома сам не дойду. Вы не могли бы? Конечно провожу. Что же ты сразу не сказал? Женщина неожиданно шустро закинула его себе на спину и подхватила под ноги. Простите, что причинил неудобство. Какое неудобство? Я после войны стольких шиноби в госпиталь перетаскала, а тут мальчишка. Ничего, мама быстро поставит тебя на ноги. Пока они шли по знакомым улицам, Инаджин пытался угадать путь, но не сдержался, похолодел, когда они свернули в квартал Нара. Сердце билось глухо, тяжело, когда он снова оказался на ногах перед воротами дома шокодая. Дальше сам дойдешь? Дождавшись кивка, женщина ушла, а Инаджин не мог заставить себя сделать шаг. Так и стоял, тяжело дыша, пока не открылись сёдзи. На Ингаву вышла мама, заметив, взмахнула рукой. Инаджин, «Ты куда пропал? Я же просил и не задерживаться, мне нужна твоя помощь». «Да, извини». На ватных ногах он прошел в дом, машинально отмечая, что здесь все выглядит как прежде, но все-таки совсем не так. Больше цветов и фотографий. Взгляд зацепился за первую же, и Инаджин не смог сдержать истеричный смешок. Она была свадебной. Мама и Шакамарусан, оба счастливые, улыбающиеся. «Что ты там застрял?» Мама высунулась из кухни. «Почисти рыбу, я обещала отцу Сашими на ужин». Инаджин до сих пор не пришел в себя. Все казалось таким ярким, словно оно не в другой реальности где-то во сне. Глядя, как мама нарезает прозрачными ломтиками лососи, Инаджин тайком рассматривал ее, пытаясь найти изменения. И с ужасом понимал, что она здесь совсем другая. Более спокойная, что ли. Так и светится изнутри. А на груди подвеска четырехлистный клевер, прежде у нее такой не было. Тень пробежала по коридору. Распахнув глаза, Инаджин смотрел на Шакамарусана, который приложил палец к губам и теперь медленно подбирался к маме со спины. Она только успела отложить нож, когда руки крепко обвелись вокруг ее талии. Попалась. Мягко рассмеялся Шакамарусаны, не стесняясь, поцеловал ее в шею. Инаджин тут же отвернулся. А ты чего такой хмурый? Перегнувшись через стол, Шакамарусан взъерошил волосы. До сих пор обижаешься, что я не смог вчера тебя потренировать? Вроде того, сказал Инаджин только для того, чтобы что-то сказать. Этот Шакамарусан тоже был другим непривычно открытым, безмятежным и улыбчивым. Наруто справится без меня, обещаю, завтра весь день проведем вдвоем. Не стоит, Шакамарусан. Испуганный перебил Инаджин. Перспектива провести с ним весь день пугала. Шакамарусан? Значит, отец для тебя слишком неофициально? Прости. Инаджин мысленно отвесил себя плеуху и уставился на четырехлистный клевер, висящий на груди Шакамарусана. Эй! Возмущенно крикнула мама и хлопнула его по руке. Он только что стащил кусочек рыбы. Дождись ужина. Не будь такой жадной, женщина. До ужина еще час ждать. Я принесу тебе чай, чтобы скрасить ожидание. Инна пихнула его в поясницу, выпроваживая из кухни. Иди, сиди за своей ненаглядной доской. Я пропал, в панике подумал Инаджин. Если Шакамарусан сейчас позовет его играть, это шокодай гений, а Инаджину шоги так и не далась. Но либо в этой реальности его навыки не улучшились, либо Шакамарусану было сейчас не до него. Выдохнув, Инаджин спросил у мамы, не нужна ли еще его помощь и поспешил спрятаться в своей комнате. Точнее, в комнате Шакадая, где теперь было полно его вещей. На столе стояла фотография его команды, чё-чё, он боруто. Инаджин, чё-чё перестали существовать. Как бы поступил Шакадая на его месте? Правильно, попытался бы собрать как можно больше информации. Здесь он не находится в чужом доме, это его дом. И отец каким-то немыслимым образом тоже его. Об этом Инаджин вообще запрещал себе думать, иначе мозги окончательно закипят. Самое невероятное предположение могло оказаться правдой. Судя по всему, её являлось. Если в этой реальности мама вышла замуж за Шакамарусана, он на самом деле его отец. И в той его реальности выходит тоже. От этой мысли в груди похолодело, а к горлу подступила тошнота. Так резко, что Инаджин едва успел добежать до туалета, где его вывернуло наизнанку. Тяжело дыша, он прислонился лбом к ободку унитаза и тихо заплакал. Придя в себя, Инаджин понял одно ему нужна правда. Или недостающий звено в головоломке, которое позволит расставить всё на свои места. Может, мама в какой-то момент встречалась с папой, прежде чем выйти замуж? Но это невозможно он увидел, как сильно в прошлом она любила Шакамарусана. Даже дневник её читал в конце-то концов. А это значит, что весь мир, к которому он привык, оказался обманом. И папа вовсе не его папа. И они шокодаем, братья. Сердце билось так быстро, что казалось, вот-вот выскочат из груди. Руки тряслись, и Наджин смотрел на них, пытаясь продышаться, но лёгкие слиплись, каждый вдох резал горло. Неправда. Это всё неправда. Так не бывает. Закрыть бы сейчас глаза и открыть дома, в своём настоящем. И никогда, никогда не пытаться копаться в прошлом. И Наджин не понимал, как просидел за столом весь ужин. Не чувствовал вкуса еды, просто глотал, пока в ушах шумело. Пытался уловить смысл разговора между Шикомару сыном и мамой, но тот постоянно ускользал, только лёгкая, почти игривая интонация, с которой они разговаривали, цеплялась за сознание. Потом он помогал убирать со стола и даже вызывался помыть посуду, чтобы хоть как-то себя занять. Ему было душно. От яркости и реалистичности происходящего, от мысли и открывшейся правды. Поставив последнюю тарелку в сушилку, Инаджин вышел на Энгаву и почти сразу наткнулся на Шикомарус и на обнимающего маму. Они сидели, кутаясь в один плит, и тихо о чём-то разговаривали, но, когда вышел Инаджин, замолчали. Не помешаю. Робко спросил он. Конечно нет, сказал Шикомарус Ты вообще сегодня какой-то странный, и это не связано с экзаменом. Я ведь прав? Может, по спине пополз липкий пот. Инаджин ярко вспомнил, как тот же вопрос задавал Шикокусан в прошлом. Здесь же выходит, Шикокусан и его дедушка тоже. Как ты сделал предложение маме? Выплел он, не думая. Садись, мама толкнула к нему дзабутон. С чего вдруг такие вопросы? Точно влюбился, довольно проговорил Шикомарус переглянувшись с мамой. А не рановато говорить о свадьбе. Это чоу-чоу? Тут же спросила мама. Инаджин затряс головой. Нет, я просто хочу знать, как Шикокусан папа сделал тебе предложение. Это было очень романтично. Она задумчиво улыбнулась. Шикомарус шикнул и закатил глаза. Это было глупо. Потерять кольца это же уметь надо. Ты потерял кольца. Вот именно. Сколько не думал потом об этом, так и не понял, где потерял. Но твоего папы было сложно сбить с намеченного курса, улыбнулась мама, нежно сжав ладонь, лежащую на ее животе. Поэтому он сплел кольцо из клевера и надел мне его на палец. Было очень сложно найти четырех листный, проворчал Шикомарус Я облазил всю поляну. Я все еще жалею, что этого не видела. Хоть какая-то часть моего унижения осталась за кадром. Шикомарус пробормотал это с обреченным вздохом, а Иноджин вдруг улыбнулся. Просто стало тепло вот так сидеть здесь, слушать рассказы из прошлого, зная, что он был там только несколько часов назад. И видеть счастливую маму. Иноджин вдруг понял, что хотел бы задержаться здесь, не спешить возвращаться. Узать, какой могла бы быть его настоящая семья. Говорить или нет? Иноджин до сих пор не мог решиться. Надо ли знать Шикадаю, что они братья? Если мир окончательно и бесповоротно перевернулся с ног на голову для Иноджина, то у Шикадая есть возможность сохранить привычное. Они узнали тайну, которую мама и Шикомарус сенцами похоронили много лет назад, и может, лучше промолчать. Но ведь это правда. Какое право они имели скрывать такое? Голова шла кругом, Иноджин не мог спокойно смотреть на маму, надеялся найти в ее дневнике ответ, но там была только подготовка к свадьбе, а потом все резко оборвалось. Узять, что произошло на самом деле, стало жизненно необходимо. Иноджин не хотел ничего менять, просто понять, почему так случилось, почему и когда мама и Шикомарус расстались. Как бы Иноджин не пытался игнорировать тот факт, что Шикомарус является его отцом, не получалось. Теперь он смотрел иначе, замечая то, на что прежде не обращал внимания, как порой подолгу тот задерживает на нем взгляд, как улыбается при встрече. Вспомнилось, что, когда Иноджин закончил академию с хорошими оценками, Шикомарус он долго хвалил, переглядывая с мамой. Он знал всегда, значит ли это, что папа тоже знал? Или, открыв тайну, он окончательно развалит семью? Голова шла кругом. Иноджин расхаживал перед Барута, развалившимся на его кровати. Понимаешь, я должен знать, почему они расстались. Лучше бы ты мне не рассказывал. Барута спрятал лицо в ладонях, поэтому голос звучал приглушенно. Серьезно. Такие тайны хранят за сотни охранных печатей, ты вообще представляешь, как это скажется на вашей жизни? Вдруг Тимарисон не знает? И Сайсан, и Шикадай, я должен знать, повторил Иноджин, упирая руки в бока. А потом решу, говорить или нет Шикадаю. Но если не узнаю, сойду с ума. Спроси у мамы. Как ты себе это представляешь? Мам, мы тут нечаянно прогулялись по твоему прошлому и узнали, что я сын Шикадай, и Шикадай, и Шикадай, да, это была запретная техника перемещения. Забыл сказать, мы применили ее, чтобы спустить тебя от смерти на последние миссии. Тяжело дыша, Иноджин замолчал, провел дрожащими пальцами по глазам, стирая слезы. Обессиленно рухнул на кровать, уткнувшись в подушку. Если что, я не зову тебя с собой, неразборчиво пробормотал он. Приподнял голову, глядя на Барута. Я пойду один и все узнаю. Но нет. Не надейся, что я отпущу тебя одного, проворчал Барута. Если ты там что-то случайно поменяешь, надо будет знать, что исправлять. Вдруг ты сделаешь так, что опять не родишься. Ты пойдешь со мной? Иноджин сел, глаза вспыхнули надеждой. Сколько бы ни храбрился, одному прыгать в прошлое на неопределенный срок страшно. Куда я денусь? Барута вздохнул. Только одно условие мы должны выбрать время, максимально приближенный к... А к чему, кстати? Мамин дневник обрывается записью о том, что Шакамарусен отправился на миссию на две недели. Думаю, надо отправиться ближе к окончанию этой миссии. А там разберемся. Барута тяжело вздохнул. Уже сто раз пожалел, что когда-то вообще предложил технику перемещения. Шиноби погибают на миссиях, это суровая реальность. Иноджин смирился бы с потерей мамы, надо было только подождать, но теперь уже поздно что-то менять, хотя, есть ведь возможность вернуться в тот день и отговорить самого себя от применения техники. Но Барута решил приберечь ее на самый крайний случай, если ситуация станет катастрофической. Ночи в Суне были холодными, Шакамару постоянный орз. Учитывая, что сейчас лето, никто не озаботился дать ему теплое одеяло, приходилось укрываться двумя тонкими, трясаясь от холода. С тоской вспоминая горячую на, прижимавшуюся по ночам, Шакамару считал дни до окончания миссии. Завтра дождутся исследования растения, из-за которого по Суне прокатилась волна нападений на женщин, и можно домой. Поскорее сдать отчет и уйти в отпуск перед свадьбой много суеты, которую нельзя переложить только на плечи на жена. Шакамару довольно улыбнулся темноте, представив, как она войдет в его дом полноправной нары. Он купил несколько подарков, которые обязательно будет дарить ей в первые дни брака, маленькие, но трогательные. Шакамару! Ты уже встал? Тимари кричала из-за двери, и от ее голоса, казалось, содрогаются стекла на окне. Кровь неохотно разгонялась, согревая затекшие мышцы. Через пять минут выйду, ответил, чтобы Тимари не караулила в коридоре. Его поселили в общежитии для джанинов, а Тимари, кажется, было плевать на слухи, песчаная принцесса таскается за коноховцем, как собачка на привязи. Слушая эти пересуды, Шакамару качал головой уж что-что, а сказать, будто Тимари за ним таскается. Они так плохо ее знают. Гордость никогда бы не позволила Тимари так явно выказывать свою симпатию, к тому же он совершенно точно ей не нравится. Откуда взялась эта ерунда в глупых головах? Нас ждут в лаборатории, поторопила она, когда он вышел на улицу. Солнце шпарило, воздух уже успел прогреться, совсем скоро знойная Марева накроет город. Шакамару прищурился, прикидывая, сколько времени осталось до момента, когда жизнь вокруг замрет, и все разбредутся по домам. От силы час надо успеть вернуться из лаборатории, может, как раз составить отчет. Не терпится в канаху. Спросила Тимари, когда впереди показалось здание лаборатории. Да, кивнул Шакамару. У вас по ночам слишком холодно, потому что некому согреть, улыбнулась она, подмигнув. Шакамару споткнулся, «Показалось?» «Конечно, показалось, с чего бы ей говорить о таком с ним?» «Поэтому хочется скорее домой», неловко улыбнулся он, пропуская ее вперед. Внутри хотя бы было прохладно. Гудели кондиционеры, вдоль стерильно-белых стен были расставлены многочисленные стеллажи с книгами, свитками, пробирками и приборами, о назначении которых Шакамару мог только догадываться. Двое лаборантов осторожно поставили на стол большую несколько цветков в разной стадии увядания. Пожухшие серые коробочки перемежались ярко-красными бархатистыми цветками. Эта мака, обычно она растет на границе со страной Чаи, в нашем климате не приживается. Но кто-то нашел способ. Не думаю, что это было сделано намеренно, скорее, какой-то садовод-любитель решил украсить сад, а с пары начали разлетаться по городу. Отчет уже на столе у Казигаки. «Отлично», кивнула Тимари, подойдя ближе. Какими свойствами обладает этот цветок? Вызывает неподконтрольное желание. Сексуальное желание. Лаборант покраснел, искосо посмотрел на Тимари. Но она не замечала, как кошка кружила вокруг колбы. Шикомару подошел ближе, чтобы запомнить, как выглядит цветок. Понятное дело, что его тщательно зарисуют, а позже в канаху придет засушенный экземпляр. Но и наверняка будет интересно узнать подробности. Все произошло стремительно, Тимари вдруг подняла стеклянную колбу, лаборант предостерегающий крикнул, отскочив в сторону. Одна из коробочек вдруг взорвалась, выпуская облачко серого пара. Шикомару машинально вздохнула и только тогда услышал крик, не дышите. Ничего не произошло. Только сердце забилось быстрее, но это от неожиданности. Тимари моментально вернула крышку на место, опасливо глядя на цветок. Простите, пробормотала еле слышно, отчетливо краснее. Шикомару вас необходимо изолировать, засуетились лаборанты, включая вентиляцию на полную мощность. Они уже успели нацепить маски. Почесав нос, Шикомару удивленно посмотрел на них. Зачем? Сейчас вы можете быть опасны. Судя по лицам, лаборанты были готовы тащить его силой, если понадобится. Но Шикомару не собирался сопротивляться, просто молча пожал плечами. Мы закроем вас в одной из комнат для отдыха персонала. Воду и еду принесем. Через сутки действие маки спадет. Для организма оно проходит без последствий, так что вам нечем волноваться. Я должен волноваться? Происходящее насмешило. Шикомару не чувствовал никакой опасности, настроение было приподнятым, кровь бежала быстрее. Сейчас бы на полигон выпустить стремительно собирающуюся энергию. Лучше поторопиться, озабоченно сказал один из лаборантов. Шикомару позволил отвезти себя в комнату, прошелся по ней, слушая, как поворачивается ключи в замке. Небольшая, уютная, с крохотным туалетом и душевой за дверью. Узкая кровать, окно под потолком. И, словаками, прохлада. Растянувшись на кровати, Шикомару закинул руки за голову и улыбнулся, об этом точно надо рассказать Инна, она наверняка поругает за беспечность и посмеется над излишней Через полчаса Шикомару было уже не до смеха. Кожа полыхала так сильно, что даже прикосновение одежды к ней приносило боль. Желе Шикомару давно снял, а теперь подумывал о том, чтобы избавиться от водолазки и штанов. Было жарко. Никакой кондиционер не спасал, кровь полыхала огнем. Казалось, еще немного, и Шикомару сможет выдыхать пламя без применения техники. Перед глазами все плыло, дрожали руки, подструился по лицу. Вскоре Шикомару сидел, закутавшись в простыню несколько раз вставая под ледяной душ, не помогало. Только хуже становилось. От лихорадки стучали зубы, сердце билось о ребра, но самое ужасное было не в этом низ живота горел, словно в него напихали угли и постоянно разжигают их, заставляя разгораться сильнее. Мысли обо нарядом сводили с ума. Он хотел ее так неистого, как не хотел никого и никогда. Шикомару лег, отвернулся к стене и стиснул зубы. Мысли путались, не зацепляясь одна за другую. Яркие видения обнаженной на стали слишком реалистичными, и рука сама легла на член, крепко его сжимая. Не помогло. Кончив, он испытал облегчение на слишком короткое время, а потом все вернулось с новой силой. Снова душ, снова озноб и новые порции воспоминаний о сексе сана. И так по кругу. Когда за окном стемнело, Шикомару уже мало что соображал. Вытянувшись на кровати, он смотрел в потолок и не видел перед собой ничего. В ушах шумело, пересохшие губы растрескались от частого, рваного дыхания. Шикомару послышалось за дверью. Он не сразу понял, что голос не мерещится, и там действительно стоит Тимари. Уходи, и вытолкнул хрипло, не шевелясь. Понял же, если не двигаться, становится легче. Я принесла тебе поесть. Уходи, я не голоден. Лгал. Сейчас он был голоден как никогда, только хотелось не еды. Горячего, отзывчивого женского тела, чтобы прямо здесь и сейчас без остановки гладить, целовать, двигаться внутри. Мне тоже плохо. Голос Тимари с трудом пробивался сквозь гул в голове. Я тоже вдохнула, помнишь? Тогда почему-то там, а не в такой же комнате. Последние остатки разума говорили о том, что здесь что-то не так, но Шакамару не мог понять, что именно. Давай поможем друг друга, снова заговорила Тимари. Прошу тебя. Уходи, и вытолкнул он, зажмурившись. Накрылся с головой простыней, заткнул уши. И дернулся, вжавшись в стену, когда на плечо легла рука. Тимари сидела на кровати совсем близко, так близко, что тепло ее тело странным образом снижало жар его кожи. Осторожно стащив простыню до пояса, она напряженно смотрела на него, и в приглушенном свете затихающего дня лицо полыхало розовым от смущения. Зачем ты вошла? Спросил Шакамару. Взгляд лихорадочно скользил по ней, мысленно Шакамару уже раздел ее, уже чувствовал вкус ее кожи на своих губах. Хочу помочь. Не сможешь. Рука сама потянулась к ней по кровати, накрыла ладонь. Поплевать, что его возбуждение было более чем заметно сейчас, плевать, что он нарушает все стоящие внутри нравственные барьеры, на все плевать. И когда Тимари сплела их пальцы в ответ, в голове наконец стало пусто. С коротким вдохом Шакамару притянул ее к себе, силой надавил на затылок и впился в губы. Тимари ответила с пылом, от которого он окончательно сошел с ума. Как именно раздевал, что шептал, что отвечала она все смазалась. Она была сильной, напористой, стремительной. И он отвечал тем же, жестко двигаясь, вдавливая в жалобно скрипящую кровать. Тимари под ним, сверху, стоит на коленях ночь ткалась из коротких вспышек, после которых наступала временная затишье и тишина. Порой появлялись мысли, которых прежде никогда бы там не возникло, чужие, злобные. Наказать ее за то, что пришла. За то, что предложила себя. За то, что ведет себя так откровенно и открыто, словно они любовники с десятилетним стажем. Потные, запыхавшиеся, они смотрели друг на друга с одинаковым голодом, ищая губы снова и снова, перемежая поцелуи с короткими укусами. А когда оба выдохались, одновременно заснули, крепко переплетясь ногами. Шикомару проснулся резко с ощущением полной пустоты в голове. Разум был кристально чист, никакого жара, никакой слабости. Прошедшие сутки выпали из памяти. Рядом кто-то тихо вздохнул, и Шикомару распахнул глаза и застыл, наполняясь леденящим ужасом. Тимари спала, обнимая подушку. По обнаженному телу скользил солнечный луч, высвечивая молочно-белую кожу. Не кстати мелькнула мысль, почему, живя здесь, она такая бледная, а не загорелая. Отвернувшись, Шикомару сел, уткнулся локтями в колени и крепко стиснул голову. Что он натворил? Скрипнула кровать. Тимари село за его спиной, в тишине было отчетливо слышно ее дыхание. Зачем ты пришла? Глухо спросил Шикомару, не шевелясь. Чтобы помочь, тихо ответила она и поцеловала в плечо. Он вздрогнул, отодвинулся в сторону. Тимари горько хмыкнула, ночью тебе нравились мои прикосновения. Зачем ты пришла? Повторил Шикомару, выпрямляясь и поворачиваясь к ней. Тимари сидела, даже не пытаясь прикрыться. Смотрела с вызовом, гордо вздернув подбородок. Ты так ничего и не понял. Я люблю тебя, Шикомару. Любишь? Он чувствовал себя самым последним идиотом в мире. Ты уедешь, женишься на своей Инне, а у меня останутся воспоминания об этой ночи. Бред. Шикомару провел дрожащей ладонью по лицу, пытаясь стереть с себя ее запах. Бред какой-то. Я не знала, что так выйдет. Но когда поняла, что именно с тобой происходит, Тимари опустила глаза, потянула за простыней, словно только сейчас вспоминая стыдливости. Я никому не расскажу, прошептала, закутываясь. Инна ничего не узнает, можешь не переживать. Инна ничего не узнает. Шикомару думал об этом всю дорогу домой, понимая, что не сможет отойти от нее то, что произошло. Мало того, что весь покрыт отметками, которые оставила Тимари, внутри все почернело, не отмыться. Мама сказала Сакури Рисон, что Шикомару вернется сегодня. Инна Джин стукнул кулаком по ладони. Сегодня мы все узнаем. Когда он уходил на миссию, все было хорошо. Значит, что-то случится сегодня. Хотелось бы, вздохнул Барута. Я уже три раза едва не столкнулся нос к носу с отцом. Они торчали тут третьи сутки. Ночевали в разрушенном и до сих пор невосстановленном после войны доме, а днем ввели слежку за Насан. Барута с каждым днем мрачнел все сильнее и слишком опасно задерживаться тут. Айнаджин, наоборот, пропитывался решимостью докопаться до истины. Сейчас они прятались у ворот, глядя находящих туда-сюда гражданских ошиноби. Смотри, Барута дернул его залкать. Это Насан. Она стояла в воротах, солнечно улыбалась и махала рукой, а Шикамару не мог улыбнуться в ответ. Сердце подпирало кадык, желудок крутила, рюкзак за спиной весил так, словно в нем три десятка кирпичей. Даже ноги едва шевелились, будто она казнь идет, а не навстречу невесте. Имьюна крепко обняла, не обращая внимания на окружающих и потерлась носом на щеку. М-м-м, ты пахнешь песками сунной. Тяжело вздохнув, Шикамару убрал ее руки со своей шеи и посмотрел в глаза. Нам надо поговорить. Потом поговорим. Сейчас скорее домой, я ужасно соскучилась. Сначала поговорим, он крепко сжал ее руку. Пойдем. Что случилось? Ты меня пугаешь. Она шла, пытаясь заглянуть в глаза, а он не находил в себе сил посмотреть на нее. Такую чистую, светлую, рядом с ним вывален в грязи с головы до ног. Вскоре она замолчала, до дома дошли в тишине. Шикомару прошел в сад, зная, что Инна идет следом. Что случилось? Она встала напротив. Шикомару, не молчи. Посмотри на меня. Коротко выдохнув, Шикомару задрал голову к небу, надеясь, что выступившие на глазах слезы исчезнут. Не вышло. Колени подломились. Опустившись на траву, Шикомару склонился в глубоком поклоне, не в силах поднять голову. Прости, проговорил надломлено. Прости, Инна. Я виноват. Пусть даже в этом нет моей вины, я виноват перед тобой. Шикомару Инна опустилась на колени, попыталась потянуть его за плечи, чтобы выпрямился, но Шикомару лишь сильнее сжался, дробно задрожав. Я изменил тебе стимари, сказал на одном дыхании, застыл, чувствуя, как останавливается сердце. Как это произошло? Ровно спросила Инна. ладони провел по щекам, размазывая слезы. Тяжело вздохнул и, не отводя взгляд, рассказал обо всем. В повишу и между ними тишине отчетливо стрекотали кузнечики, шелестело листва. Мака не срабатывает у женщин, тихо сказала Инна. У Тимари не было никаких причин приходить к тебе. Знаю. Он все-таки опустил глаза, посмотрел на свои раскрытые ладони, лежащие на коленях. Она сказала, что любит меня. Ясно, зловеще протянула Инна, глядя поверх его плеча. Любят, значит. Поэтому воспользовалась ситуацией и залезла тебе в штаны. Просто отлично. Агара знает, какая у него сестра. Забрать чужого жениха, почти мужа, только потому, что между ног зачесалась. Она вскочила, принялась расхаживать по саду, дрожа от ярости. На что она рассчитывала? Что утром ты поймешь, что тоже ее любишь? Что останешься в соне и женишься на ней? Ксо! Как можно быть такой жалкой? Пусть только попадется на глаза, я ей все волосы выдергаю и не посмотрю, что сестра Казиканье. Шлюха, вот она кто? Шикомару почти перестал дышать, не сводя с нее глаз. Восхищение вперемешку с чувством вины кружило голову. Она не считала, что он виноват. Она что, прощает его? Когда Инна наконец остановилась перед ним, он поднял на нее взгляд и тут же дернулся от увесистой пощечины. Я знаю, что ты не виноват, с достоинством проговорила Инна. Но мне очень хотелось это сделать с самого начала. Понимаю. Губы дрогнули, растянулись в улыбке. И сегодня я буду виноватся. И я все равно на тебя злюсь. Злить, кивнул он, беря ее за руки. Дай мне время подумать. Инна осторожно убрала руки и вдруг погладила его по щеке. Я должна тебя ненавидеть, но не могу. Ты даже измену провернул так, что невозможно считать тебя виноватым. Но это правда. Страх, что она уйдет навсегда, вернулся. Взгляд забегал по ее «Но ее не прощу никогда». Инна Джин зло сверкал глазами, наблюдая из-за кустов. Барута молчал. От новых тайн, в которые они непрошено врезли, тошнило. Они помирились зловеще протянул Инна Джин. Значит, дело было не только в этой измене. Что ты еще хочешь узнать? Мы и так знаем достаточно. Нет. Раз мы больше не будем возвращаться в прошлое, я хочу знать все. Хочу знать, как ваш Камарусон сделал предложение Тим Марисон. И почему? Неужели до сих пор непонятно, почему? Простонал Барута, закатывая глаза. Но почему он не женился на маме? Если я его сын, почему он не женился на ней? Барута не знал, что на это ответить. Но сидеть тут и ждать, когда что-то произойдет, это сколько же им еще ждать придется. Шикадай говорил как-то, что Шикамарусон сделал предложение его матери на Ханами. Это через три месяца. Это хоть в Канохе было? Простонал Барута. Ну конечно в Канохе. Ты много в Суне видел цветущих деревьев. Я там один раз был вообще на деревья внимания не обращал. Ханами в этом году пришел с запозданием, но как всегда эффектные деревья распустились за ночь, и утром Каноха украсилась нежными облаками цветов. Шикамару проснулся раньше и первым увидел, что сливы сокура в саду распустились. Нежно поцеловал Ино в плечо и тихо выбрался из кровати. До свадьбы оставалось три месяца, совсем скоро начнут рассылать приглашения, а пока он уже заказал поваров, договорился с поставщиками еды, чтобы вместить всех желающих. А потом медовый месяц и море это пока было сюрпризом. Шикамару занялся завтраком, думая о вчерашнем разговоре с Портным, который только начал работу над свадебным кимоно, когда в дверь постучали. Тимари переминалась с ноги на ногу, стоя на пороге. Внутренности моментально слиплись в ледяной узел. «Пригласишь войти?» Тихо спросила она. Шикамару неохотно кивнул, провел ее на кухне, там как раз закипел чайник. «Ты один. Инна спит». «Понятно». Тимари прошла вдоль стола, Рассина провела по нему рукой, остановилась у распахнутых в сад Сёдзи. «Красиво. Зачем ты пришла?» Знакомый вопрос. Она усмехнулась. «Пришла, потому что Гарри сказал. Иначе ты бы меня не увидел. Что нужно от меня, Гарри?» Нахмурился Шикамару, складывая руки на груди. Надо бы предложить ей чай, но не хотелось, чтобы она задержалась до того, как проснется она. «Я беременна», сказала Тимари, глядя на него. «Три месяца, что-то делать уже поздно». Оглушенный, Шикамар умолчал, не зная, что сказать. Под коленями разлилась слабость, показалось, пол зашатался. «И, что именно сказал Гара?» Хрипло спросил Шикамару, удивляясь, как неестественно звучит собственный голос. «Что это позор для семьи?» «И что я должна поговорить с отцом ребенка, иначе он сам придет с ним разговаривать?» «Он не знает, что это я». «Даже мысли не возникло, что может быть кто-то другой, иначе она не стояла бы сейчас перед ним». «Нет. Пока не знает. Но узнает, если ты захочешь, да». Инна появилась за спиной Тимари. Прошла в кухню, толкнув плечом. Отстановилась между ней и Шикамару. «Захочешь, и Гара закатит такой скандал, что Кинаха может вернуться к прежним отношениям с Суной. Это ты хочешь сказать? Так говори, здесь все умеют думать. Хотя нет, прости, ты не умеешь. Иначе не забеременела бы от моего мужчины. Я не знала, что так выйдет», холодно ответила Тимари и посмотрела на Шикамару. Добавила умоляюще, «Прошу, поверь. Я правда не знала, что забеременела тогда. Только неделю назад узнала. Какая поразительная забота о здоровье. Как вообще можно не заметить?» Саркастично спросила Инна. «Можно», отрезала Тимари, и по-прежнему не сводя глаз с Шикамару. Он молчал. Чувство, что загнали в клетку, из которой никогда не будет выхода, душило. Портной, поставщики рыбы, с которыми вчера ругался, свадебное путешествие, и путевка, в которой лежала в конверте в кабинете, все это уплывало, растворялось в реальности, в которой она больше не будет. «Мы можем уехать из конохи», «непослушными губами», произнес Шикамару. «А ты поступай, как хочешь». «Нет», оборвала Инна. Повернулась к нему, Шикамар увидел, как дрожит ее подбородок. «Это твой ребенок. И благополучие деревни. Такой брак только укрепит дружбу между нами и Суной. А я, простая еманука. Не говори так». Шикамару напрочь забыл о Тимари. Шагнув к Инна, крепко сжал ее руки, сбивчиво заговорил, «Даже думать так не смей». «Ты все для меня, слышишь?» «Все. Ты знаешь, что я права». Слезы текли по лицу, но Инна продолжала смотреть прямо, не замечая их. «Хочешь, чтобы разразился скандал?» «Думаешь, она не скажет, что ты ее изнасиловал, если откажешься?» «Не скажу». Возразила Тимари, но ее никто не услышал. «У тебя нет выхода, Шикамару. И у нее нет. А я. У меня все будет хорошо, правда? Не думай, что надолго останусь одна. Хоть завтра на свидание пойду». Инна, с болью проговорил Шикамару, не замечая, что сам начал плакать. Никаких слов не хватало, чтобы описать творившееся в душе. Утро, начавшееся так тепло и нежно, превратилось в непрекращающийся кошмар. «Не надо ничего говорить», прошептал Инна. «Я, я пойду сейчас к себе, а завтра соберу вещи». Только, она всхлипнула, прижала ладонь к губам, но почти сразу взяла себя в руки. «Только прошу, дай мне сделать это в одиночестве». Кстати, о свадьбе не придется беспокоиться, все уже почти готово. Она в последний раз посмотрела на Шикамару и вышла, обогнув Тимари. «Устроим свадьбу через месяц, не оборачиваясь», сказал Шикамару, когда хлопнула входная дверь. «Ты все равно родишь раньше срока, нет смысла скрывать. С горы я поговорю сам, завтра поеду в Суну. Сегодня можешь остаться здесь, в гостевой спальне». Шикамару, начало было она, но он оборвал, резко повернувшись. «Не говори сейчас ничего. Для разговоров у нас будет целая жизнь». Инна Джин тихо плакал, вытираясь рукавом кухни, опустела, чайник остывал на столе. От злости на Тимарисон дрожали под жилки. Сейчас он ненавидел ее так сильно, что готов был убить. Видел, как мама выскочила из дома и помчалась по крышам, не оглядываясь. Видел, как Вашикамарусон, стремительно пройдя по ингаре, хлопнул Сёдзе, скрываясь в кабинете. Слышал, как он громит все внутри. «Пора домой», тихо сказал Барута, сжав его плечо. Инна Джин кивнул. И только они вернулись, помчался по улице. «Эй! Подожди! Ты куда?» Инна Джин не ответил. «Вот он знакомый дом, в котором могла бы счастливо жить мама. Вот и Тимарисон вышла на улицу, наверное, отправилась в магазин. Влетев внутрь без предупреждения, Инна Джин сбросил сандалии и помчался по коридору. Инна Джин! Стой!» Пытался остановить Барута, но тот лишь оттолкнул в сторону, распахнул фос ума. Инна Джин! «Ну, наконец! Когда ты расскажешь мне, что случи?» Кулак расчертил воздух, врезаясь в скулу. Шикодай отлетел к стене, испуганно глядя на тяжело дышавшего Инна Джина. «Твоя мать разрушила жизнь моих родителей!» «Что? Причем тут она и твои родители? Ты сдурел?» Шикодай поднялся, невольно сжал кулаки. «Твоя мать разрушила жизнь моих родителей!» Прорычал Инна Джин, низко опуская голову и собираясь снова броситься на Шикодая. «Моих настоящих родителей, и на Ишакамару!» «Пусти!» Инна Джин дергался, но вырваться из крепкой хватки Барута не удавалось. «Он-то здесь при чем?» Закричал Барута на ухо. «Инна Джин, приди в себя!» «Что ты сказал про мою мать?» Угрожающе протянул Шикодай, крепче сжимая кулаки. Она обманом переспала с отцом и забеременела от него. Инна Джин попытался достать Шикодая ногой, но тот увернулся и вдруг сам бросился вперед. «Врешь!» «Моя мать не такая!» Зло выдохнув, Барута отпустил Инна Джина и отошел в угол, обреченно глядя на моментально сцепившихся на полу друзей. Бессвязные крики и оскорбления перемежались глухими звуками ударов. Осадлав Инна Джина, Шикодай занес кулак и прорычал. «Повтори, что только что сказал?» «А вот и повторю, твоя мать шлюха!» Голова Инна Джина дернулась, на губах выступила кровь. Зловеще улыбнувшись, он вытер ее рукавом и рывком опрокинул Шикодая, нависая над ним. «Если бы не она, мои родители были бы счастливы. А ты никогда бы не родился. Ты с самого начала был не нужен отцу!» Закричав, Шикодай столкнул Инна Джина, бросился на него сверху и уже собрался ударить в живот, когда обоих вдруг подхватил и оторвал от земли. «И что здесь происходит?» Тени крепко держали ребят за шкирку, а между распахнутых фос ума застыл Шикодай. «Это правда?» «Тяжело дыша», — крикнул Шикодай. «Правда, что Инна Джин твой сын?» Оба моментально рухнули на пол. Шикодай потерял концентрацию, и тени исчезли. «Что ты сказал?» Спросил он Сипула. «Откуда ты взял этот бред?» «Видишь». Шикодай торжествующе посмотрел на Инна Джина. Тот сидел, непрерывно вытирая струящуюся из губы кровь, но только размазывал ее сильнее. «Инна Джин?» Тихо позвал Шикомару. «Это правда, вы сами знаете», — угрюмо ответил он, глядя из-под лобья. «Я знаю, что вам пришлось жениться на Тима Ирисон, потому что она была беременна». «Что?» «Откуда?» Шикомару не находил слов. «Вообще?» Растерявшись, он лихорадочно прикидывал, откуда Инна Джину могла стоять известна эта тайна, но ничего, совершенно ничего в голову не приходило. «Это правда?» — особо спросил Шикодай. От его взгляда Шикомару пробила дрожь. Что он мог сказать, чтобы убрать это затравленное выражение из глаз? Глубоко вздохнув, Шикомару принял единственное верное решение, если причины их брака с Тимари стали известны сыну, он должен сам обо всем рассказать. И обязательно дать понять, что он очень сильно его любит. А что касается вопроса Инна Джина, желчь прилила к горлу, во рту загорчила. Были у него такие предположения, но он отказался их развивать. Инна Джин родился недоношенным, Инна почти все время проводила в больнице и видеть его не хотела. Шикодайу было только три месяца, и странное чувство, что этот ребенок — часть его, занимала практически все мысли. Шикомар учился жить в новой реальности, с другой семьей, и знал, что Инна решила так же. Поэтому уважал ее решение свести общение к минимуму, как бы больно от этого ни было. Время все исправит. Но если Инна Джин прав, тогда я вернусь через час. К этому времени, чтобы привели себя в порядок. Когда приду, я все тебе расскажу, Шикодай. Он посмотрел на Инна Джина, слабо кивнул и вышел. Слепой. Шикомар ушел по улице и его шатало. Считал себя гением. Самому не смешно? Идиот. Слепый, наивный идиот, эгоист чертов. Думал только о себе, о своем горе, о своем будущем. Не обына. О чем угодно, только не о ней. Тяжело толкнув дверь, Шикомар вошел в магазин, покупателей было полно. Как нарочно, они дотошно придирались к каждому цветку в букете, и пока Инна бросала в его сторону встревоженные взгляды, он старался успокоиться. Наконец последний покупатель вышел, довольно прижимая к груди цветы. К этому времени Шикомар полностью взял себя в руки. «Зачем ты пришел?» Инна пригладила фартук и подошла к нему. «Мы же договорились, что не будем встречаться». «Почему ты не сказала?» Хрипло спросил Шикомару. Стоило заговорить, и голос задрожал, а сердце застучало быстрее. Не сказала что. Что Иннаджин мой сын. Инна молчала долго, но Шикомару не торопил. Уже понял это правда, и показалось, что душу подцепили крюком и дернули наружу, разорвав клочья. Непрожитая жизнь, несбывшиеся мечты, разбитое счастье все это стало неважным. У них есть сын. Общий ребенок, который мог расти совсем по-другому. Которого хотели. Ками, сколько раз они обсуждали, какими будут их дети. Сколько раз он гладил ее живот и представлял, как тот будет расти, как они вдвоем станут разговаривать с ним. Что бы это изменило? Наконец, сказала Инна. Все, выдохнула Шикомару, беря ее за руки. Это бы изменило все. Нет, Инна криво улыбнулась. Все осталось бы по-прежнему. Я узнала на следующий день после твоей свадьбы. Надо было прийти на порог и рассказать обо всем. Ксу. Шикомару нервно пригладил волосы. Они уехали в Суну сразу после медового месяца, который очень сложно было назвать сладким или счастливым. Но оба пытались делать шаги навстречу, хотя жить как муж и жена стали лишь после рождения Шикадая. До этого Шикомару не мог заставить себя прикоснуться к Тимари. К его счастью, ей самой было не до близости. Беременность протекала сложно. Шикомару помнил тот день, когда они вернулись в Канаху, тогда к нему первым зашел Чаджи и рассказал, что Инна вышла замуж за Сая. В тот день Шикомару напился и только тогда окончательно созвал, что это на самом деле их конец. «Откуда ты узнал?» «Сай знает». Они спросили одновременно и замолчали. Инна заговорила первой. «Да. Конечно знает», я сказала сразу, как только он пригласил на свидание. В тот же вечер он сделал мне предложение. «Сразу?» Приподнял бровь Шикомару. У него никогда не возникало желания узнавать, почему и как Инна согласилась выйти за Сай замуж. Еще и так быстро. «Ну, ты же знаешь, Сая», усмехнулась Инна. Он сказал, что женщине в моем положении нужен мужчина, который будет поддерживать и помогать. Сказал, что знает и я его не люблю, но надеется, что когда-нибудь это изменится. Святой Сайл пробормотал Шикомару, опуская глаза. «Он очень помог мне. Может показаться, что Сай мало разбирался в чувствах, но он очень чуткий». Инна Шикомару не выдержал, скривился. Слушать, как она превозносит мужа, было слишком неприятно, особенно зная, что сам везде виноват. «Да», безжалостно продолжила она, «он стал отличным мужем». «Лучшего не пожелаешь. Лучше, чем мог бы стать я. Я не знаю, какой ты муж. Об этом спрашивайте Марии». Теперь скривилась Инна. Уверена, из нее вышла замечательная жена. «Только я хотел другую». Шикомару шагнул к ней, Инна тут же отступила, выставила руки. «Шикомару, не надо. Мы ведь уже все решили, зачем ты?» Она вдруг вспомнила, почему он пришел. Схватила зал, и Катереска спросила, «Как ты узнал про Инаджина?» «Ксо», распахнул глаза Шикомару. «За собственными переживаниями он совсем забыл, мне сказал сам Инаджин. Что?» Инна побледнел так стремительно, что он моментально бросился за водой. Протянул стакан, проследил, чтобы выпила зубы дрожали, стуча по стеклу. «Это невозможно». «Как он мог узнать?» «Ты уверен?» Он спросил, «Правда ли я его отец?» «Я сказал, чтобы они ждали дома и никуда не уходили, а сам сразу пошел к тебе». «Кто они?» «Шикадай, Инаджин и Барута». «Кстати, Шикадай и Инаджин подрались». «И ты молчал. Нашел время выяснять отношения». Инна потянула его из магазина и быстро заперла его. Дома их ждал притихший Барута Инаджин, успевший умыться. Губа распухла, под глазом наливался синяк, шея была поцарапана. Первым делом Инна бросилась к нему, приглушенно ругаясь, начала лечить. «Где Шикадай?» Спросил Шикамару, оглядываясь. Ушел за рисом, вспомнил, Тимарисон просила. Сказал, что скоро вернется. Шикамару сложил руки на груди и прислонился к стене. Дождутся Шикадая, а дальше что? Рассказать то, о чем даже Тимаре неизвестно? Рассказать, почему именно они поженились? Пока мама убирала синяки и лечила губу, Инна Джин рассматривала Шикамару Сана. Не мог отделаться до ощущения, что снова оказался в другой, искривленной, реальности. Шикамару Санаминаджин всегда восхищался глава большого клана, советник двух Хакаги, гений Канохи. Но папа Инна Джин очень любил, у него всегда было время отвечать на тысячу вопросов, он всегда поддерживал и утешал, помогал скрывать от мамы мелкие проступки. Папу многие считали странным, слишком замкнутым, отстраненным. Но Инна Джин знал его другого. Сейчас, глядя на Шикамару Сана, Инна Джин пытался представить, каким бы он был для него отцом. Научил бы Шоги? Показал бы секретные клановые техники? Дом Мара Инна Джина немного пугал, он казался слишком строгим и традиционным, хуже только у дедушки Барута. И Шикамару Сан был олицетворением своего дома серьезный, строгий. Но Инна Джин успел увидеть его другого. Узнать влюбленного, почти беззаботного парня. С таким Инна Джин мог бы подружиться. Даже хотел подружиться, если бы был шанс. А еще он смотрел на маму очень печальным взглядом. Прежде Инна Джин не стал бы так рассматривать, он вообще никогда не находился с Шикамару Саном в одной комнате так долго. Теперь, зная все, он с легкостью замечал как мама иногда поглядывает в его сторону, хоть и делает вид, что слишком увлечена синяком. Так это правда? Спросил тихо, когда она выпрямилась и отступила, рассматривая свою работу. Что? Мама сделала вид, что не понимает, но Инна Джин отлично понимал и не мог на нее злиться. Она столько лет хранила эту тайну, и, судя по всему, Шикамару Сан сам узнал только что. Его глаза так и впились в него, даже спина покрылась мурашками. Ты знаешь, что? Мама покосилась на Баруто, но Инна Джин махнул рукой, он все знает. Да откуда вы вытащили эти тайны? Воскликнул Шикамару Сан, отлипая от стены. Я все расскажу. Только сначала ответьте на вопрос. Инна Джин, я, Инна потянулась было к нему, но Шикамару Сан оборвал, решительно сказав, правда. Ты мой сын. Тихо ахнул Баруто, а у Инна Джина закружилась голова. Непонятно, от облегчения, что наконец узнал правду, или от того, что Шикада и его брат. Или от того, как теперь может измениться его жизнь. Для меня это тоже новость, сказал Шикамару Сан, подходя и кладя руку на плечо по бледневшим маме. Она посмотрела на него и благодарно улыбнулась, сжав его ладонь в ответ. В глазах блестели слезы, и Инна Джину было стыдно за то, что стал их причиной. Но раз уж решил добраться до истины, отступить уже не получится. «Мы с твоей мамой встречались когда-то», заговорил Шикамару Сан и вдруг сжал переносицу, зажмурился и пробормотал. «Ксо, что ж так сложно?» Инна Джин невольно улыбнулся этим жестом. Шикамару Сан так сильно напомнил того, из прошлого. «Может, я пока пойду?» робко спросил Баруто. На него никто не обратил внимания, только Инна Джин слабо кивнул. Бедный, наверняка почувствует себя неловко. Баруто выскользнул из комнаты. Шикамару Сан тяжело вздохнул и сказал, «Дождемся, Шикадай, тогда все вам расскажем». «А вы расскажите, откуда все узнали?» Инна Джин сглотнул «Только сейчас дошло, что придется рассказать совсем обо всем. И об использовании запрещенной техники тоже. А вдруг их признает Нукинин и выгонит из деревни?» От страха внутренности слиплись. «Папа знает, что ты сын Шикамару», «Он очень тебя любит». «Знаю», выдохнул Инна Джин. Паника сжала горло, ни о чем, кроме наказания, он сейчас думать не мог. Шикамару Сан снова тяжело-шумно вздохнул, засунул руки в карманы и отошел к приоткрытым сёдзе. Инна Джин проследил за ним взглядом плечи опустились, спина ссутулилась. Он даже понимал, что сейчас творится в душе Шикамару Сана. «У нас гости». «Почему не предупредил?» раздался голос Тима Ирисон, а вскоре она сама появилась на пороге. Остро стрельнула взглядом в маму, та ответила таким же. Шикамару Сан выпрямился до того, как она появилась. Медленно повернулся с совершенно нечитаемым выражением лица. Мелькнула мысль, что надо оставить взрослых наедине, но Инна Джин не сдвинулся с места, теперь это касается и его тоже. «Мы скоро уйдём», сказала мама холодным, незнакомым тоном. «Только Шикадай дождёмся, надо поговорить». Впрочем, она криво усмехнулась, «тебя это тоже касается». «Спасибо, что разрешаешь остаться», ядовито ответила Тима Ирисон. «Я давно разрешила тебе здесь остаться», высокомерно проговорила мама. Инна Джин переводил взгляд с неё на Тима Ирисона и радовался, что понимает. «Всё понимает, недомолвки, намёки, вообще всё». Инна, Шикамарусон подошёл к ней, сказал тихо, «Не при Инна Джине». «Ты как всегда на её стороне», усмехнулась Тима Ирисон. «Говорите, уходите». «У меня дико болит голова, хочется полежать в тишине». «Кстати, где Шикадай?» «Пошёл за рисом», ответил Шикамарусон. «Зачем?» «У нас его полно». Сказал, «Это ты его отправила». Шикамарусон и мама переглянулись, потом посмотрели на Инна Джина. Тот испуганно моргнул. «Как давно он ушёл?» спросил Шикамарусон. «Примерно час назад». От волнения Инна Джин подскочил. «Он что, неужели он решил сбежать?» «О чём вы вообще говорите?» нахмурилась Тима Ирисон. «Зачем Шикадай понадобилось бегать из дома? Что ты ему наговорила?» «Я ничего ему не говорила, я сама недавно пришла», огрызнулась мама. Шикадай узнал, что мы поженились, потому что ты забеременела. Инна Джину захотелось раствориться в воздухе и так яростно вспыхнула аура Тима Ирисон, что в висках заколола. «Откуда он это узнал?» «Она посмотрела на маму, но та покачала головой, я же сказала, что ничего не говорила». «Тогда кто сказал?» «Я», пискнул Инна Джин. «Я сказал». «А как узнал расскажу, когда найдём Шикадая». «Ты?» от грозного крика Инна Джин вжал голову в плечи. «Мама моментально оказалась рядом», Шикамарусен крикнул «Тимари». «Что Тимари?» «Твой сын пропал, а тебе наплевать». «Он пока никуда не пропал», перебила мама, складывая печать. «Сейчас попробую его найти и уговорить вернуться». Инна Джин знал, что во время войны мама передавала слова отца многотысячной армии Альянса Шинобе, но никогда не видел, чтобы она пользовалась удалённым поиском проникновением в разум. Закрыв глаза, она сосредоточилась. Стало тихо. Даже Тимарисон задержала дыхание, глядя на неё. Спустя время мама глубоко вздохнула, открыла глаза и улыбнулась. «Всё в порядке, он скоро вернётся». Шикадай бежал, не разбирая дороги, не замечая никого и ничего вокруг. Домчавшись до ворот, остановился, раздумывая, куда дальше. «Если выйдет, точно расскажут родителям, да и не взял с собой ничего, чтобы уходить из дома. Надо где-то пересидеть, а потом пробраться к себе и собрать рюкзак». Развернувшись, Шикадай побежал в лес нара и только там, забравшись на широкую ветку, перевёл дух. Голова похла от мыслей, обидные слова Наджины жгли глаза. Как он мог сказать такое про мать? Как теперь называть его другом? Никакой команды больше не существует, и Наджин разрушил их многолетнюю дружбу. Завтра же надо пойти к Нарутосаме и сказать, что хочет перевестись в другую команду. Пусть ищут ему замену, он рядом с Наджином даже в одной комнате находиться не может. Стукнувшись о ствол затылком, Шикадай тихо выругался. Эмоции эмоциями, но что такого узнал Наджин, раз начал так говорить? Неужели он на самом деле его брат? Но у них два с половиной месяца разницы, как такое возможно? И если это правда, могут ли быть правдой слова о том, что родители поженились только из-за беременности? А как тогда Насан? Застонав, Шикадай обхватил голову и зажмурился. Сам ведь видел, как отец ее любил. Сам не понимал, почему они расстались. Он изменил Насан с мамой? Разве такое возможно, когда так любишь? Сбитые костяшки болели. Щека похла, челюсть с трудом двигалась. Все таки и на джин здорово оделал, хотя ему тоже досталось. Они так не дрались вечность, наверное. В последний раз пару лет назад, когда не могли решить, кому больше нравится Чучо. В конце концов пришли к согласию, она член команды и друг, и ни один не будет с ней встречаться. Знали бы тогда, какие вещи могут твориться внутри одной команды. Как же все это было горько. Зачем они полезли в прошлое? Брат. Неужели у него есть брат, самый настоящий? А мать? Она знала? Что на это скажет? Если это все-таки правда, захочет ли она оставаться с отцом? Он тоже все знал? Откуда и на джину все стало известно? Почему он пришел с Барута? Они что, прыгали в прошлое без него еще раз, после того, как исправили ошибку? тебя в той реальности? И все. Шикодай ждал подробностей, а получил кулаком по морде. Шикодай, это Инна. От голоса, зазвучавшего в голове, Шикодай едва не свалился с ветки. Возвращайте, мы все собрались. Нам надо поговорить. Не хочу, мысленно ответил он, упрямо складывая руки на груди, будто кто-то мог увидеть. Вам и без меня будет хорошо. Неправда. Ты сам знаешь, что это не так. Пожалуйста, вернись домой, мама и папа очень волнуются. Шикодай тяжело вздохнул. Сбежать всегда успеет, сначала надо и совсем разобраться. И, если получится, двинуть еще раз по роже Инна Джину. Они правда все ждали, собрались в гостиной. Инна Джин сидел на диване, низко опустив голову, мать расхаживала по комнате, Инна Сан стояла рядом с отцом, а тот рассеянно щелкал зажигалкой, крепко задумавшись. Наконец-то! Воскликнула мать и бросилась к нему. Шикодай укоризненно посмотрел на нее, поморщился и зашипел, когда она коснулась щеки. Это еще что? С кем ты подрался? Давай залечу, тут же вклинилась Инна Сан. Шикодай хотел гордо отказаться, но все-таки было больно, поэтому он просто кивнул и встретился взглядом с Инна Джином. Тот выглядел виноватым, это немного согрело и примирилось с тем, что придется воспользоваться помощью матери своего врага. Теперь хотелось бы услышать, откуда вам стало известно столько подробностей из нашего прошлого, сурово сказал отец, когда Инна Сан закончила. Шикодай злобно посмотрел на Инна и тот уже успел все рассказать, но тот только развел руками, давая было никак. Стоять под прицелом трех пар глаз было неприятно, поэтому Шикодай решительно сел рядом с Инна Джином, хоть и отодвинулся подальше. Переглянувшись, они одновременно вздохнули. Решиться заговорить первым никто не мог. Шикодай. Отец решил за них. Скрипнув зубами, Шикодай твердо посмотрел ему в глаза надо уметь отвечать за свои поступки. Во время вашей последней миссии Инна Сан погибла. Что? Выдохнули все трое родителей одновременно. Отец встревоженно посмотрел на Инна Сан и неосознанно подошел ближе к ней. Да, с растущей уверенностью в том, что они поступили правильно, продолжил Шикодай. Мы решили это исправить и освоили технику перемещения во времени. Ксо. Вы вообще думали, что делаете? Взорвался отец. Никакое перемещение во времени не может быть оправдано. Тем более, личными интересами. Было лучше оставить все как есть? Вспылил Шикодай. Видел бы ты тогда Инна Джина. Видел бы ты себя. Он осекся, когда отец провел рукой по лицу та заметно дрожала. Мать поджала губы и скрестила руки на груди. Милый, прошептал Инна Сан, глядя на Инна Джина. Зачем? Главное, что теперь ты жива. Твердо сказал Инна Джин. И мы ни о чем не жалеем. Он посмотрел на Шикодая, тот кивнул. Хорошо, отец сжал переносицу, вы исправили ошибку и сделали так, что Инна не погибла. Но почему потом вы не остановились? Шикодай угрюмо молчал. Инна Джин смущенно сопел и отводил глаза. Потому что потом ты изменил маме, наконец проговорил Шикодай и снова посмотрел на отца. Да, ты изменил маме, она обо всем узнала, а я не мог смотреть, как она страдает. Как хочет развести с тобой и уехать из Конохи. Я попытался все исправить. И много на исправлял? Ничего. Каждый раз, когда мы что-то исправляли, все менялось. Поэтому мы оставили все как есть. Шикодай снова посмотрел на Инна Джина. Тот вернул взгляд и прошептал «Прости». Потом продолжил, глядя на родителей, «В последний раз я отправился в прошлое без Шикодая. Мне важно было понять, почему вы расстались. Я просто наблюдал, ни во что не вмешивался. И так узнал, что узнал». «Ясно», процедил отец. «Судя по всему, узнал ты много». «Да», с вызовом сказал Инна Джин. «Например, что Тим Маррисон сделала все, чтобы вы изменили маме. И что она забеременела накануне вашей свадьбы». Шикодай снова вспыхнул, но потом посмотрел на мать, и внутри все оборвалось, она покраснела. «Значит, все слова Инна Джин и правда?» «Какими бы ни были причиной нашего брака, мы оба любим тебя», твердо сказал отец. «А друг друга?» Вдруг выпалил Инна Джин. «Друг друга вы любите?» «Она знает, что я ваш сын?» Мать вдруг пошатнулась и шикодай метнулся к ней, придержав залкать. Из красной став серой, она пороженно смотрела на отца Инна Сан и не могла вымолвить ни слова. «Это правда», спокойно сказала Инна Сан. «Я узнала после вашей свадьбы». «Нам, нам надо поговорить», наконец прохрипела мать. Кашлянула добавила, «Прямо сейчас». «Надеюсь, вы не подеретесь, пока нас не будет», вздохнул отец. «Поговорим в кабинете». Шикодай и Инаджин остались одни. Оба молчали, не зная, что сказать. Инаджин потер шею и протянул, «Мда, натворили мы дел». «Это точно». Шикодай вздохнул. Злость испарилась, как не было. На смену ей пришла легкость, не надо больше никуда возвращаться, и разбираться в своей сложной взрослой жизни, а им теперь привыкать, что семья стала больше». Неуверенно улыбнувшись, Шикодай протянул руку. «Мир! Брат!» «Мир!» улыбнулся в ответ Инаджин. Добавил, «Брат!» В кабинете висело густое молчание. Распахнув Сёдзи, Шикодай шагнул на Ингаву, достал сигарету и с наслаждением прикурил. Последние часы вымотали до предела, из эмоций осталась только усталость и какая-то непривычная легкость. Нет, он никогда не думал о том, чтобы рассказать Шикодаю историю своей первой любви. И не хотел знать, что именно они видели в прошлом. Надо же, такой простой способ всё исправить, простой и смертельно опасный. Он прожил эти годы по-разному, было плохо, но и хорошо тоже было. Оглядываясь назад, Шикамару признавал, что был по своему счастлив с Тимари, пусть это чувство пришло не сразу. И сейчас ему было откровенно жаль её. И себя. Инна. Но всё сложилось так, как сложилось поздно что-то менять. Простите меня, тихо сказала Тимари. Шикамару повернулся, покачал головой. Никто не знал. Но я всё равно испортил вам жизнь. Не говори ерунды, раздражённо оборвал Шикамару. В том, что я вышла замуж за Сая, твоей вины нет. Инна обхватила себя руками, поёжилась эта зноба. Это был мой выбор. Но ты могла выйти замуж за Шикамару. Ты ждёшь, что мы тебя пожалеем. Перебила Инна. Что снимем с тебя груз вины, обнимемся и поплачем. Да, ты разрушила наше счастье. Не знаю, были бы мы счастливы до сих пор, но долгое время я тебя ненавидела. И сейчас особой любви не жди. Только не надо каяться, поздно. Я не каюсь, холодно, с достоинством ответила Тимари. Тогда я думала о себе и благополучии своего ребёнка. Знаю. Инна горько усмехнулась. Все мы в первую очередь думаем о своих детях. Ладно, она тряхнула головой, не знаю, как вы, а мне надо всё переварить. Шикамару, поговорим потом. Вместе с Саем он имеет право знать, что произошло. занятые своими мыслями не менее странной ночь. Шикамару не спал, Тимари тоже, но никто не делал попыток заговорить, обсудить, поделиться. Под утро он вышел на Ингаву, закурил, неслышно вздохнул, когда Тимари вышла следом. Ты любишь её, правда? Тимари, только не начинаю, закатил глаза Шикамару. Нет, я не хочу ругаться. Просто ответ ты по-прежнему любишь её, или Шикамару стряхнул пепел и долго смотрел на тлеющий огонёк, потом глубоко затянулся и затушил окорок. Да, сказал тихо. Я по-прежнему её люблю. Жестоко, горько хмыкнула Тимари. Ты просила правду. Или надо было соврать? Нет. Спасибо. Мне нужно было это услышать. Тимари уехала в сону на следующий день. Вернулась через три недели, усадивши Кадая Шикамару за столом объявила, что хочет вернуться домой. Одна. Шикадая низко опустил голову эту реальность уже не изменить. После развода с Тимари прошло полгода. Шикамару скучал, но вместе с тем чувствовал облегчение, словно с души сняли огромный камень. Словно наконец выпустили из клетки, в которую он вошёл добровольно и сам же закрыл за собой дверь. Поначалу было очень тяжело. Непривычно, пусто. Но время проходило, становилось легче. Отвлекали сыновья. Шикамару говорил это с гордостью, хоть и только в собственной голове. Они с сыном решили, что пока не стоит рассказывать обо всём друзьям, а может, вообще никогда не стоит. Барута пообещал молчать, но Наруто Шикамару всё-таки рассказал, в первую очередь ради того, чтобы усилили охрану архива. Запыхавшиеся, красные, Шикадай и Инаджин влетели в дом, когда Шикамару только-только налил чай и решил расслабиться за шоги. Скажи, что Инаджина поздно учить теневым техникам. Приподняв бровь, Шикамару поочерёдно посмотрел на них, потом улыбнулся. Поздно. И бессмысленно, у клана Яманок очень сильные техники, но с нашими их совместить не получится. Невозможно одновременно удерживать контроль за тенями и проникать в чужое сознание. Вот. А я говорил. Я не просил, чтобы меня учили, смутившись, проворчал Инаджин. Просто предположил. Подумаем, может, я смогу научить тебя чему-то, задумчиво протянул Шикамару. Правда, сомневаюсь, что знания Саи хуже моих. Опыта у него точно гораздо больше. Папа много чему меня научил, гордо сказал Инаджин. Виноват и улыбнулся, но я очень хотел бы что-то выучить с тобой. Он только недавно начал говорить Шикамару «Ты, хотя теперь вообще никак не обращался». Шикамару не ждал, что внезапно обретенный сын признает его отцом, просто радовался каждому проявлению его внимания. Он был так похож на Инна. Они почти не виделись. Так, изредка пересекались на встречах с друзьями, но после разговора с Тимарейна пришла только раз, вместе с Саем. Вечер вышел странным, как и разговор между Шикамару и Саем. Сай сказал, что все понимает, Шикамару сделал вид, что тоже. По сути мало что понимал, как можно так спокойно относиться к происходящему. Но Инна была с ним, и Шикамару принял ее выбор, не надеясь даже на то, что прошлое снова может повториться. Только иногда, глядя на кольцо, снова занявшее место на груди, печально улыбался. Шикамару чувствовал себя в тупике, из которого нет выхода. Жизнь продолжалась, менялась, а он застыл, хоть с виду оставался живым. Разрушившие его брак чувства никуда не делись, но что он мог с ними сделать, если и на ней не нужны? Любит она до сих пор, или нет уже было неважно, ведь ее семья уцелела. Подолгу, просиживая на Ингаве, Шикамару смотрел в небо и пытался понять, как самому жить дальше. Как забыть недолго, но ослепительную вспышку, которая снова бросила в объятия друг друга. Он снова ее потерял и на этот раз окончательно. Пап, ты пойдешь на день рождения Инаджина. Шикадай тихо вышел на Ингаву и Инаджин следом. Да, ты придешь? Спросил он с надеждой. Не думаю, что это хорошая идея, протянул Шикамару, поворачиваясь к сыновьям. Мы с твоей мамой договорились пока не встречаться. Но почему? Ты имеешь полное право там быть. Что на это скажет твой отец? Инаджин замолчал, для него все было просто вместо одного папы теперь два. Он никак не мог понять, почему взрослые не могут относиться к произошедшему так же. Вы думали себе какие-то препятствия и мучаются теперь поодиночке? Нет, он был рад, что мама и папа остались вместе, но в этом было что-то неправильное. Иногда казалось, что папа крадет мамины счастье. Я тебя приглашаю. В таком случае я не могу отказаться, слабо улыбнулся Шокомару. Что тебе подарить? Не знаю. Мне все равно. Подарками для Шокодая занималась и Мария. Шокомару редко принимал участие в выборе, полагаясь на нее. Поэтому следующую неделю думал, что подарить. Даже с Наруто и Чоджи советовался, но те мало помогли, у них тоже этими делами занимались жены. Можно было спросить Инна, но нельзя. И так внутри все сжималось и замирало, стоит подумать, что они увидятся. Это было нечестно по отношению к ней, прийти без предупреждения. Но Инна джин настоял, что это будет сюрприз, и сказал, что предупредит Сая. Но Шокомару все равно сомневался до последнего. Пока не остановился у знакомой двери, держа под мышкой сверток. Ты пришел? Радостно выдохнула Инна джин. Шокодая уже был здесь с утра, крутился, помогая накрывать на стол. Кто там? Крикнула Инна, и Шокомару напряженно посмотрел в коридор. Здравствуй, кивнула она, выходя. Не ждала, что ты придешь. Это я пригласил, тут же вставил Инна джин. И он сказал, что раз так, то не может отказаться. Инна ничего не сказала, продолжая смотреть на Шокомару. Опомнившись, он протянул Инна джин сверток и криво улыбнулся, надеюсь, понравится. Шутишь? Инна джин уже разорвал оберточную бумагу и с восторгом уставился на полный сборник клановых техник Нара. Прищурился, и что, здесь даже секретные есть? Нет, секретных нет, рассмеялся Шокомару. Пойдем за стол, тихо сказала Инна. Ты уверена? Так же тихо спросил он. Ты же уже пришел, Инна пожала плечами. Пойдем. Шокодай, Чо-чо, Баруто и Сай уже сидели. Сакура помогала Инна на кухне. Заметив Шокомару, она бросила взгляд на Инна, но та успокаивающе кивнула. Сакура с самого начала все знала, поэтому отношения с Тимарей у нее не сложились, а я с Шокомару долгое время были натянутыми и она не могла его простить и переживала за подругу. Теперь, когда Шокомару остался один, она вела себя с ним более дружелюбно, хоть и не оставляла попыток Ехина подколоть. Сай молча кивнул, когда Шокомару сел напротив. Он редко бывал на семейных торжествах Инна, а сейчас смотреть, как весело она щебечет, накладывая Сайу еду, было невыносимо. Шокомару чувствовал себя лишним, несмотря на нескрываемую радость Инна Джины и довольную улыбку Шокодая. Кожа покрывалась морозными мурашками, движения стали деревянными. Шокомару пытался, но вести себя непринужденно не получалось. Лишний, лишний, лишний стучало в голове. Едва досидев до сладкого, он поднялся. Мне пора. Спасибо за праздник. Я провожу, подскочил Индожин. Сиди, одернула Инна, вставая. Я сама. Они молчали, пока он обувался. Нашмыгнув сандалия, Инна вышла следом. На канаху опустился густой туман, окна в соседних домах выплывали размытыми желтыми пятнами. Шикамару достал сигареты, посмотрел на пачку и, передумав, сунул обратно. Засунул руки в карманы. Спасибо, что пришел. Для Инна Джинда это важно, заговорила Инна, обняв себя за плечи. Сырость висела в воздухе, оседала на губах крохотными каплями. Я бы не пришел, если бы он не попросил. Шикамару боролся с желанием обнять ее, согреть. Не двигался с места, хотя всем сердцем тянулся к ней. Как ты? А ты? Она стояла близко, но казалось, что невыносимо далеко. Можно коснуться рукой, но не дотронуться до души. Не знаю, ответил он, бесшумно вздохнув. Живу. Вот я тоже живу. Инна посмотрела за его спину на пустынную улицу. Пытаюсь двигаться дальше. Она двигалась, а он установился, и сил сделать новый шаг становилось все меньше. Тонкая, потяжелевшая от влаги прядь прилипла к ее виску, и Шикомару не удержался и едва касаясь кончиками пальцев, заправил за ухо. Инна подняла на него глаза, едва заметно качнула головой, то ли хотела отпрянуть, то ли наоборот, прижаться щекой к ладони, замерши в нескольких миллиметрах. Он снова совершил ошибку, погладил костяшками, опомнился, вновь спрятал руку в карман. «Я хочу, чтобы ты была счастлива», проговорил охрипшим голосом. «Так счастлива, как никогда не была». «Не надо», горько отозвалась она. «Ты ведь знаешь, что это невозможно». Сердце застучало быстрее, дыхание перехватило. Шикомару порывисто обнял ее, прижал к себе, баюкая в кольце рук. Инна уткнулась лбом в его плечо издавленно выдохнула. «Еще немного, совсем чуть-чуть, и он отпустит. Обязательно отпустит и уйдет». Шикомару закрыл глаза, дыша ею, запоминая каждое мгновение ощущение горького счастья. Мазнул губами по виску, прижался к нему, чувствуя ее пульс. И нашевельнулась. Думал высвободиться из его объятий, но вместо этого она подняла голову, согревая дыханием губы. Глубокий поцелуй заставил забыть обо всем, включая осторожность и голос разума. Шикомару отчаянно целовал ее, нетерпеливо и глубоко, и на отвечало тем же. Безумие, овладевшее ими, воспламенило кровь, заставляя прижиматься друг к другу, обвивать руками, шумно дышать, все кончилось так же стремительно, как началось. Оттолкнув, и натошла к двери, прижимая ладонь к губам. Шикомару молчал, опустив руки, еще хранившие ее тепло. Последний долгий взгляд, и он ушел, растворившись в тумане. Долг бесцельно бродил по канухе, не прислушиваясь к мыслям в голове царил хаос, ничего внятного. Когда вернулся домой, Шикодай уже собирался спать. На вопрос где ты был? Шикомару ничего не ответил. Неопределенно пожал плечами и закрылся в ванной. Продрог до костей, но даже стоя под горячим душем, не мог отделаться от холода, наполнившего грудь. Ты должен ей помочь. Инаджин ворвался в кабинет вечером спустя два дня. Только вернувшись от Хакаги Шикомару поднял голову от свитков. Что случилось? Она весь день плачет. Ничего не говорит, просто плачет. И папы нигде нет. Шикомару резко выпрямился, но вставать не стал. Тяжело вздохнул, «Почему ты думаешь, что я смогу помочь? Разве нет?» С надеждой спросил Инаджин. Шикомару грустно улыбнулся вера в него и его силы согревала, конечно, но кто он такой, чтобы влезать в семейные дела Ина? Особенно теперь, когда оказалось, что даже в одной комнате они не могут провести вместе несколько часов. Но Инаджин так на него смотрел, что Шикомару смирился. В любом случае он всегда может уйти, если сыну уже все в порядке. Тихий всхлип он услышал, едва вошел в дом. Тонкая полоска света падала на пол, дверь в спальню была приоткрыта. Почти не дыша, Шикомару подошел к ней, осторожно толкнул, и належал спиной к нему на кровати, сжавшись в комок. На звук повернулась, привстав на локте, но тут же рухнула обратно, глухо всхлипнув, «Уходи!» Шикомару не послушался, присел на край кровати, погладил щиколотку. «Что случилось?» «Не твое дело?» «Уходи!» Не слушая, Шикомару с силой потянул ее за плечи, посадил на колени и крепко обнял, начиная мемерно раскачиваться. Истерики с она случались редко, но как их успокаивать, он еще помнил. Вскоре она действительно затихла, только икал иногда, всхлипывая. «Теперь рассказывай!» «Почему ты пришел?» И Наджин попросил помочь. Он испугался. «Не волнуйся, сейчас они шокодаем дома. У меня дома», уточнил зачем-то. Сай ушел. В ее глазах снова засверкали слезы, и Шикомару поспешил обнять сильнее, укладывая голову на своем плече. «Куда ушел?» Спросил спокойно, ясно понимая, что из-за простой миссии она точно не стала бы убиваться и тем более пугать сына. Но совсем от меня. Оставил записку и я нашла ее утром. Он даже вещи успел собрать, представляешь? Наверное, еще вчера это сделал. Шикомару не знал, что сказать. Порадоваться. Утешить. Сказать, что вернется. Но почему он решил уйти сейчас, когда все, наконец, успокоилось? Он нас видел, сказал, похолодев. Да, выдохнул и на в его шеи. Наверняка видел. Написал, что не хочет быть препятствием между тобой и моим счастьем. А еще написал, что знал, этот день когда-нибудь настанет, и счастлив, что я была рядом так долго. Это так несправедливо. И к нему, и к Энаджину. Почему, чтобы быть вместе, нам надо разрушить жизнь стольких людей? Уши Камару не было ответа. Сай оказался слишком благородным, на самом деле чутким, даже язык не повернулся бы назвать его плохой парой длины. Я не знаю, как без него жить, сказала она, и от этих слов под солнечным сплетением все сжалось. Он моя семья, Ши Камару. Понимаю, глухо ответил он, поглаживая по спине. Но может, он еще вернется? Нет. Если принял решение, уже ему не изменит. Но почему он решил, что нам с тобой будет хорошо вместе? Почему принял решение за меня? Потому что знал, что выберешь его, несмотря ни на что. Слово дались тяжело, но Ши Камару знал, чувствовал, что прав. Как бы и на него не любила, она уже сделала выбор в пользу Сая. Оба молчали. Вроде вот оно счастье, только руки протяни, но нужно ли оно такой ценой? А может, сейчас наоборот появится шанс исправить роковую ошибку прошлого? Ши Камару не был в этом уверен. Боялся, что если они вновь будут вместе, станет только хуже. Боялся испортить то немногое, что у них осталось. И очень боялся разочаровать Инна. Спасибо, хрипло, сказала она, соскользнув с его коленей. Я в порядке, правда. А сейчас тебе лучше уйти. Он не спорил. Вернулся домой, успокаивающе кивнул Инна Джину, встретившему вопросом в глазах. Инна сама ему все объяснит про Сая, а сына тут прятаться не станет. Снова мысли, много мыслей, от которых похла голова. Ши Камару погружался в себя всякий раз, когда оставался наедине с собой. Почти перестал спать, пытаясь понять, как быть дальше. Давить на Инна не имел никакого права, да и к чему давить, если не знает, что ей предложить. Декабрь закончился, в новогоднюю ночь Ши Камару смотрел на распускающиеся в небе фейерверки и прислушивался к голосам друзей, они собрались в адзак и сейчас все вывалились на улицу, громко хохоча. Инна тоже пришла, но с ним не разговаривала. Напряжение между ними чувствовалось в воздухе, во взглядах друзей читался один вопрос, что теперь? Ши Камару молча пил саки и насмеялась, подливая Сакуре вину. И ни разу не посмотрела в его сторону. Винила в том, что разрушился брак? Ши Камару и сам себя винил. С самого начала после той миссии, которая могла стать для Инна последней, он был во всем виноват. Не приди тогда к ней не сорвись, и Тимари сейчас сидела бы рядом. Исай. А все тайны так и остались бы похоронены в прошлом. Я думал, теперь вы будете вместе. Наруто подошел тихо и встал рядом, задирая голову в небо. Это не так просто, как кажется со стороны, ответил Ши Камару, доставая сигареты. Да, я понимаю, Тибайо. Просто вспомнил, каким ты был, когда женился на Тимари, и знаешь, сейчас ты выглядишь лучше. Живее что ли? Может, свободней, криво усмехнулся Ши Камару, затягиваясь. Только толку от этой свободы? Саки согревала и дарила долгожданную легкость и пустоту в голове. Ши Камар ловил себя на том, что смотрит на Инна чаще, смотрит, не скрываясь, смотрит, и мысленно умоляет посмотреть в ответ. В конце концов Сакура не выдержала, ткнула Инна локтем и кивнула на Ши Камару. Инна посмотрела в ответ долгим, пронизывающим до самого нутра взглядом, от которого нагрелась кровь и теплой непрошенной волной хлынула вниз. А потом она вдруг улыбнулась и голова пошла кругом. Воздух над столом заискрился, Ши Камару удивился и даже неужели никто не видит? Кажется, кому-то очень надо поговорить, насмешливо сказала Сакура. Все моментально замолчали и напустила глаза, Ши Камару покраснел. Меньше всего ему хотелось сейчас с ней разговаривать. Правда, Тибайо, идите и поговорите. Наруто пихнул Ши Камару. Успеем еще, тряхнула волосами Инна. Завтра поговорим. Завтра разговор будет не таким интересным, подмигнула Коруя. Мне кажется, сегодня Ши Камару будет особенно красноречив, сверкнул клыком Киба и подняв отека. За разговоры. Компай. Опрокинув в себя Саки, Ши Камару снова посмотрел на Инна и лениво приподнял уголок рта. Веселье и предвкушение заполнили каждую клеточку тела, казалось, что сегодня он на самом деле может все. Инна вспыхнула, когда он встал и подошел к ней, протягивая руку. Под громкое улюлюканье и пожелание разговоров они вышли на улицу. Ши Камару не мог выпустить ее руку из своей. Не говоря ни слова, пошел к дому Инна покорно рядом. Дети ночевали у Баруто, чем не повод для разговора. Тебе не кажется, что это слишком быстро? Инна заговорила, когда они вошли в дом. Ши Камару вздохнул для него точно нет, но что все это время чувствовала она? Что чувствует сейчас, когда он почти силой привел к себе, не оставив выбора? Если хочешь, оставайся в гостевой спальне. На улице холодно, домой идти поздно. Ты уверен, что разговариваешь с Кунаичи? Усмехнулась Инна. Я могу на снегу спать, если понадобится. Не надо таких жертв, я помню, что тебе не страшен никакой холод. Иначе не ходила бы в том топе юбки, которая ничего не прикрывает. Зато ты обратил внимание. Инна улыбнулась. Значит, это все было ради того, чтобы я обратил внимание. Скинул брови Ши Камару. Может быть. Она обошла его, обернулась в коридоре. Ты дашь мне полотенце? Наконец, Инна была на своем месте, на его двуспальном футоне, под его горячим телом. Полной грудью дышала им, и никак не могла надышаться. Ши Камару то двигался, заставляя сладко стонать, то замирал, смотрел так, что пробивало дрожью. Целовал нежно, трепетно, как в первый раз, а в следующую секунду так, будто хотел проглотить. С каждым его движением она чувствовала, как отваливается присохшая корка чувство вины перед Саем, злость на судьбу, и просыпается желание жить, наслаждаясь каждым мгновением. Утром она проснулась от неспешных поцелуев, которые Ши Камару оставлял на шее, спускаясь к плечу. Его ладони обжигала ребра, поясница чувствовалась возбуждение. Выгнавшись, и напряжалась спиной к его груди и пробормотала «Доброе утро!» Хмыкнув волосы, Ши Камару перекинул через себя ее ногу, плавно вошел и ответил «Теперь точно доброе!» Свадьба состоялась летом. Сад был палом гостей, на столе для подарков не осталось места. Оставив гостей, Ши Камару и натошли в сторону и одновременно подняли руки, любуясь кольцами, которые, спустя столько лет, наконец заняли свои законные места. Ши Кадай и на джинси дели на юнгаре, любуясь имя. Подошедший Барут облокотился о столб и довольно улыбнулся, а я с самого начала говорил, что идея с перемещением отличная.